Привет! Это Геройский Хаб. И перед тем, как начнётся битва, рассмотрим немного игровых тонкостей турнира. В рамках Геройс Каб игрокам предстоит провести встречи в формате Best of 3. Шаблоном противостояния является Джебус Кросс, однако битвы будут проводиться по трём видам различных правил. GC — это нестареющая классика, не нуждающаяся в представлении. Четыре респа, два игрока и один общий центр за 45-тысячной главной охраной. Наполнение на шаблоне полностью рандомизировано, однако в череде случайностей всегда находится маленькое место большому скиллу. Итак, первая игра проводится на стандартном джебе со стандартными торгами за замок и цвет. Второе противостояние состоится на знаменитом Джебус Фулл Рандоме. Для третьей же встречи приготовлен Джебус Кросс в формате Blitz с таймером 8-4-2. Торг проводится в обычном формате за замок и цвет. И это были все тонкости предстоящего матча. Спасибо, что выбираете Геройский Хаб. Приятного просмотра. Сегодняшний джеб темп выигрывает игры чаще всего. И башня. Это супер темповый город. Опять же, есть вариант Лейд. Да, у нее Титанов. Понятно, они чуть похуже Архов, но в целом нормально. Вот так что... А в темп по кассел ты не веришь? Ну, он очень редко раздает. Там должно очень много сойтись. Там должна быть либо какая-то коробка на мясо, да, хорошая. Либо, не знаю, там, какой-то портал легкий или портал плюс конца единичка, типа такого что-то. Либо какая-то плюс скорость, чтобы зефы бить на арбах. Ну, то есть там очень должно много сойтись. Не так часто он бывает. Башня намного чаще. Я просто в решающей своей игре на отборах играл как раз темпа такой кассел. У меня там вообще порталов не было и пришлось играть через коней. Как тебе такое вот играть? Ну, нормально, нет. Если через темп хочешь играть и позволяет, кони типа изи берешь коней. Там как бы ты выбирать не приходится. Если раздача с конями, надо брать коней и ехать по объектам. Тут вот вообще пусто на касселе, то рез будет. Я не знаю, кстати, как он байтит, не байтит на красном. Я знаю, что конь не любит вообще на красном играть. Он больше си не любит. И я не знаю, он байтит, будет байтить, не будет. Тут вообще пустая какая-то сдача. Ну, из того, что я видел, не особо он по байтовской части. Тут можно попробовать рискнуть. Вообще это на самом деле важный такой скилл. Когда 2 на 2 реста и какой-то прям супер какую-то непонятную сдачу. Плюсануть на красном, так сказать. На самом деле, таким, увы, иногда прям ресты выигрывают стадию рестартов. Поэтому это важно. Согласен. Есть такие игроки, кто прям часто это делает. Например, Hell тот же, да, он очень часто плюсует. И потом 1-1-2 берет. Очень часто. Ну, Stinger тоже этим промышляет в последнее время. Да, много кто промышляет. Это на самом деле очень важно. Ну, тут заливка сразу. Да. Но он даже не... Заливкой, наверное, нельзя байтить уже, да? Не, точно нельзя. То есть, если бы он тут... Хотя, может, еще что? Ну, тут вроде они грейжные, но он уже не бьется. Вот. Ему не хватило всех лучников даже скупить. И пришлось еще и... Не уверен даже, что цель тут лучше, чем... Чем Валеска. Ну, он, кстати, бьет. Бьет. Ну, пока... Да не, бьет, бьет он. Да, стрелочка все-таки выручает. А что он там, тюрьму, да, бьет, десятую? Да, тюрьма. Нормально. Не, хватает, да. Притык, притык прям. Ну, и посмотрим. Может быть, сейчас здесь Джедит, Ламар, Джереми. Ну, нормально, кстати. Ну, как относительно. Разведка есть, может, сейчас что-нибудь... Разведка не так плохо, да. Да, пасфайнд под центр возможный, да. Ну, нужно прям сейчас. Прям, мне кажется, возвращать это... Ну, да, он будет возвращать. А, нет, не будет. И Васьков бить, я думаю, он будет. Он, походу, играть собрался. Ему ГО бы, да, разведать разведкой, да. И принимать решение. Ну, вообще, так-то ничего нет. Один улик, одна зефа. ГО, кстати, несложное. Блин, не видно за вебкой. Ну, за рестартил он, да, очевидно. Тут, кстати, у Момчика сразу видно, что хороший раздач был. Големы на первый день 20 штук. И конца. Конца улик Алабашна. Да, да. Из Грейда Колпаков. Интересно. У нас, кстати... А, ну, он... 50, где-то, должно быть. С огневиками. Ничего себе. Интересно. Причем он бил еще и героем со стрельбой. Как-то вообще странно получилось. Ну, ладно. Неважно. Смотрим. Обзор-то сразу на Моми. И... У тебя на башне геймплей простой. Просто минимум 2-3 лампы хорошие, большие. И все. И весь респ собирается, да. Ну, если есть что собрать, то да. Ну, да, да. Ну, то есть тебе надо наролить такой расклад. У тебя... Те рестарты для этого нужны. На синем в этом плане даже хорошо. Тем более против Касла. Не знаю. Есть такое как-то... Заблуждение у некоторых, что Касл это всегда вот архи, как раз и все такое. Но... Бывает несколько сдач подряд без единой концы, без единого портала. И ты, ну, почти наверняка и хрестишь. В итоге на красном остаешься без рестов и уже играешь, что дают. Ну... За любой замок бывает. Да, конечно. Просто как будто знаешь это вот... Я беру Касл, я всегда получу хотя бы один-два арха. Не получается так всегда, к сожалению. О, по земле. Вот. Это, кстати, плюс уже, скорее всего. Портал, плюс земля на вале. Рынок. Ну, я бы плюсовал с одним рестом такое. Можно сразу ставить. Левка не очень. Он, кстати, еще очень удобный в форт на холме, но он все-таки не рискнул его бить. А зачем? Ну, типа, этих за грейдить арбов? Ну, да. Ну, у них денег не хватит тогда. Там же в два раза дороже грейдишь, а арбы дорогие на грейд. Вот плюс скорость, рефью, гарничек. Ну, нет, 100% плюс будет. У него там даст в таверне под... Сразу. В общем, вот этого должно быть достаточно. для плюса, на мой взгляд. Деньги справа есть, два склепа по ГОСТ. Интерес, конечно, не очень нас интересует, но он тоже есть. И накач, к примеру, да, через гномов. Плюс скорость, да? Да, плюс скорость. Плюс скорость, хорошо. Рынок очень важно. Рынок внешне, это... Тут прикол, что на кассле, как правило, внутрех рынков ты не можешь поставить себе позволить. И внешне очень важно. Рефа, наверное, сразу чекать через конюшню, успевает он или нет? Не, не успевает. Ну, пробить хотя бы. Нормальный расклад средненький. Он разведал не так много, да? Но в целом окей. Я его плюсовал. Может, тогда на мамочка посмотрим? Скорее всего, тут будет плюс. А, тут будет рест, понятно. В елочку зашел. Чисто потянуть время. Подделать вид, что он что-то пробивает. Ну, кстати, големов немного. Их там было 7 стеков по 3. 21. Даже меньше, 20. Ровно 20. Кстати, можно напасть, пробить их. Он уже горгулят отрядил. Ну, на обычных колпаках пробить. Посмотреть, что там. Я, кстати, не знаю. 20 железных големов. Ну, это на глазок, как големы. Типа обычные. Честно говоря. Или без 3. Вот. Просто пробить, что-то не хочет. Видимо, уже все решил. Раскликаться, так сказать. Ну да, смысла нет. Там расклад вообще пустой. Ну, значит, здесь будет плюсик 100%. Тирис он выбрал, кстати, под квартал. А не Даса. Ну, Тирис, может быть, даже и получше, учитывая, что основная стека у нас лучники больше. Ну да, там морали у него просто больше. Нападения не нужно. Ну и что? Все плюс, легчайший от Ивана. И рестартик. Почему Момчик даже не стал тут не вскрывать? А, ну, у него, видимо, уже все герои убежали, поэтому он... Ну, у него деньги, да, окончились, но у него просто ничего нету. Просто ничего не надо. Ну, просто он не стал там ни в тюрьму вскрывать, ничего. О, нычка сразу. Гигантов приятно. Легкая, кстати, нычка. А тут объекты. Не самые необходимые для Касла, но они есть. И обзорочка. Сейчас будет скрываться. Три улья. Или два? Два пока. Два аулия, две зефирки, два цеха. Ну, вот, типа, во-первых, всего по два, во-вторых, это не те объекты, которые... Ну, да, потому что вот он Касл, да. Вот тебе раздали... Тебе раздали все, все объекты, кроме конс, а ты сидишь и недовольный. Да? Да. То есть, за любой другой, ну, почти любой замок, ты такой вот, две зефирки, два аулика, два цеха. Да, да я это играю, то есть, еще что-нибудь найду, у меня есть стек и таких, и всяких будет, и гигантов, и уток, и циклопов. А на Касле такой сидишь, и он, смотри, инстарестит просто. И такой, ну, блин, я это речу. Вот вам и Касл, все. Ну, нет, опция это все собирать. Ну, да, вот я про это и говорю, что город-то, как бы, вроде сильный, да, относительно, а вот тебе объектов раздали, и ты такой сидишь, и просто рез нажимаешь. Так, тут пикидрал пришел, да? Кстати, цель с вампы сразу. А вот у меня вопрос, момчик тренил новая буст-цеха или нет? Самневаюсь. Смотри, он за фафнера стартует и гуля грейдит. Ну, за фафнера стартует не только по добусу уже давно, вот просто потому, что типа хаста выгодно. Ну, смотри, тут, кстати, нормально. Вообще нормально. У него три лампы уже, цех. Вон, статы смотри за одной охраной, и меч, и щит, это очень важно. Вот насчет гуляк я здесь не уверен, да? Честно говоря. Ну, он не думая даже ставит сразу гуляк. Ну, я, кстати, вот раньше тоже всегда не думая ставил гуляк. Ну, последнее время я пересмотрел, пересмотрел в этом плане свою стратегию, и, ну, конечно, зависит от отката, но иногда и на колпаков ставлю, да? Ну, то есть разбегаюсь на обычных первыми двумя героями, потом уже принимаю решение. Да, ну, наверное, при том, что зашел пикидрам, это нормально. Если бы герой с колпаками зашел, может быть, он еще и подумал бы, но тут... Ты в любом случае грейдить будешь. Хотя, ну, не, ну, если лампы легкие есть, не будешь. Ну вот, это и получается данный случай. Хотя он собирается сначала... С таким рельефом, кстати, с таким рельефом, я бы, возможно, даже обзорку рассмотрел на первый день, потому что у оппонента нет рестов, у нас рест есть, нам нужно принимать решение. И, блин, Q можно нажать. Я бы, возможно, вот рельеф, видишь то, что весь все справа заблочено горами, я бы, возможно, обзорку рассмотрел. Ну, на самом деле, она может, блин, ну, она может игру выиграть. Благодаря, ну, то есть, представляешь, ты вот сейчас ничего не разведал, а там справа просто пять ламп в пяти клетках лежит. Ну, грубо, да? Это важно, на самом деле. Есть в твоих словах какая-то доля правды, но я просто хейтер обзорки, тем более без рестов ты всегда это больше не знаешь. Ну, нет, пока... Макс, лампа, кстати. Пока есть ресты, вот, ну, например, да, один рест, если тебе надо принимать решение, не знаю. То есть, тут выбор, либо ты гуля грейдишь, который тебе, ну, да, они там дают 200 мулов каждому герою, вот. Либо... Ну, просто смотри, с одной стороны у тебя есть средства, с другой, если ты ставишь обзорку и находишь что-то, то ты уже с обзоркой на первый день играешь. Да, ну и что? Ну, и что? Ну, такое не очень приятно. Ты смотри, у тебя все еще встают титаны. На 1-2-1 спокойно. Я не говорю, что это прям руинит все жестко, но неприятно. И у тебя все спокойно, то есть, ну, ты на второй можешь колпаков грейдить или гуляк грейдить, или что, гэм ставить, что хочешь. На самом деле нормальная тема. Рекомендую, окей. Момчик играет от титанов, ну, так ты ставится, у тебя титаны все спокойно. Да, они там, может быть, ну, без грейда гуляк, без грейда гуляк ставятся титаны. Но тут у тебя важнее, либо у тебя герой на девятом разгоне бегает, либо ты заспалишь пол-респа. Мне кажется, тут не похожа раздача на титановую. Тут конца по дороге, легкие лампы, тут должен быть темп какой-то. Ну, говорят, что типа он рассматривает всегда титанов. Но это правильно, что он рассматривает. Конечно. Это нам нужно делать на башне. То есть ты должен играть от расклада, да, то есть должен быть готов к типовому раскладу и должен быть готов к плейтовому раскладу, то есть, ну, то есть вот так вот и по правильному. И вообще должен быть готов. Да, должен быть готов, должен быть готов. Ну и что, как думаешь, Плюсанетон это? Три лампы, цех, конца, перчатки. Нет, такая лампа вообще не нравится. Хорошие, боевые очень. Он не чекал к концу, он не знает, какого размера цех, и ГО не увидел тоже, и не увидит, судя по всему. Такое. Ну вот обзорка бы ему дала точное, точное понимание, Плюсовать это или нет. А сейчас вот он сидит и думает, таймер жгет, и сидит вот, Плюсовать, не Плюсовать. Ну у него, смотри, две нычки колпаков есть, на самом деле по колпакам у него окей, да? То есть пришел к кедрам, но с двумя нычками у тебя будет все равно 80-90 колпаков, спокойно. То есть стек есть. Что он будет делать? Ну давай. Ну по идее, с джинами, колпаками, вот крокодилы бьются за лампу вторую. 5-9 там изи вообще. Да. Еще нычка големов снизу, так что вообще отличная. Ну можно налево сбегать, да, и уже принять решение. Если еще там один объект он нашел. Он нашел много денег, кстати. И все. Ну все Плюсовать будет. Вот это. 6 героев, ну да, такое. Я бы не Плюсовал, наверное, ты. Я бы поставил обзорку, увидел бы справа два цеха еще и Плюсану. Вон еще нычку. Ну нычка колпаков здесь уже не решает. Вот ему на концу надо было зачекать. Обязательно. Вообще выглядит как крест, честно говоря. Ну не знаю, тут плюс. Три лампы, как бы три лампы. Одна из них уже Макси, да? В принципе понятно, что делать на старте. Не так. Так, тут Игнат вторым героем зашел. Второй фронт. Беса отправляются забирать город. Пока ничего особо не видно. Пока вообще ничего нет. Разбежка 8 героев. Ну понятно. Плюсовый кассел. Да. Птица на го. Птица. Игнат, кстати, сразу отметается. Видимо, портала не видим. Это герой с тактикой. Да. Конца. Так, поинтересней. Снизу два по госто. Конца два улика. Снизу два по госто сейчас будет по деньгам хорошо. Ну такое тоже. Рабочее. Ну. А три улика есть, наверное. Я думаю, если хотя бы одна конца заказа есть, это уже рабочее. Сомнительно. Посмотрим. Он сейчас по госто будет пойдет. Два по госто на жабика. Так, кто в чате напишет, сколько? Кстати, триол у него и два из четырех. А вот это да. А триол что-то я не увидел. Слева, да, там видно. А, вижу, да. Ну нормально по статам. Уже хорошо. Не видно, правда, охрана пока. Так, ну он сейчас, смотри, он сейчас жабиком обузит два по госто. Да? Наверное, да. Интересно, какой стратки он обузит с двумя единичками или с пятью? Я, конечно, не хочу высказать Крамола. Три единички это важно, но, по-моему, в целом это вообще никак не влияет на расклад. С пятью. Но это важно. Это важно. Понял. Такие микро-моменты игры выигрывают. Я тоже с питью обузил. Горят, с питью обузил. То есть ты игры проигрываешь в такие микро-моменты? Приходится, да. О, а еще тут два камня опыта. Приятно. Что-то он не поехал на по госто. Ну, когда. Ну, хочет, может, до города доехать, привки воткнуть. А он вообще в Али на по госто едет. А он, может, он не обузит на седьмой скорости? Да, ладно. Не может быть. Ну. Так, я не верю. Макс, я не верю. Не веришь? Не верю. Не, он и стал, кстати, смотри, реально. Так, тут Макси... Макси-склеп. Он, кстати, не грейдит колпаков. Интересно. Ну, у него денег пока нет. Он герой еще купил. И нички не собрал. А, ну, Джинов скупил за то Макси-лампу. Блин, Макси-лампа это жестко, на самом деле. По дороге за гоблинами, конечно. Да, вообще, Макси-лампа реально жестко. Это как-то объект взял просто на халяву. Да. Ну, за деньги. Как рефью какая-нибудь. Наверх, он там еще склеп. Нам бы разведку не изучал, нашел посмотреть. Вот сейчас вопрос. Если он ничего не находит, будет ли он обзорку ставить, чтобы справа от замка запалить вот эту областью? Или нет? Ну, он туда все равно поедет, за цехом. Нет, я имею в виду прямо от замка справа. Никсами которые? Ну, за горами вот это все. Он туда точно не поедет, если... Ну, не знаю. Просто он будет пробивать Никсов, и туда может запустить потом разведку. Ну, или так, да. Так, поехал за Череставерну, да? Угу. Нет, не Череставерну просто. Марьку качает. Марьку. А он уже засветил голову? Ммм, наверное, да. Оно должно быть прямо по дороге там быть. Просто уликов тут не видно. В целом, из его полугероев Маруся самый лучший, наверное. Ну, не знаю. Префу думает воткнуть чего. Да нет, наверное... Он обзорку ставит. Обзорку ставит. Ну, смотри, сколько ламп. Вау. Так я вот... Ютопа есть, кстати, и два цеха уже есть. Можно ищет на 12. Вот я говорил, говорил, чтобы не принимать тяжелое решение на первый день, просто ставь обзорку. Видишь вот это, и просто плюс, кайфуешь, сидишь, и все. Кайфуем. Ну, если тут вынушает его игра поставить обзорку на второй все равно, потому что, ну, он ничего не видит по-хорошему. Им надо что-то находить, чтобы знать, куда цепи строить. И все. Вот он сейчас направо должен герой оставить вот эти лампы, собирать. И там, возможно, уже после вот этих ламп сразу цеха брать. То есть лампа, 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 цех, цех и на выход. А как же тетосики? У нас, получается, три дня пропущены из-за строки тетосиков. Они встают все равно. Он же колпаков не грейдит. А не будет, думаешь, грейдить? Не будет. Все уже. А зачем? Ты отбиваешь лампу вторую, у тебя уже 10 плюс джинов. Отбиваешь третью лампу, у тебя уже в районе 15-16 джинов. Идешь вон, отбиваешь четвертую лампу. Еще крокодилов захватишь. У тебя уже 20 плюс джинов. 20 плюс джинов уже, ну, там, цех, кроме Максима Алкона. Так и любой берут. Окей. Все. Посмотрим. То есть тетосиков все-таки будет, потому что у топа у него есть. Я не знаю, ну, тут на весь этот ГО, в самом деле. Три из четырех. Да. Три из четырех. Причем с триол и коробочку. Коробочку. И он пробьет эту коробку. Ну, не знаю. Там зависит от ГО. Если ГО хорошее, я потенповал на такой башне. Пытался бы на, ну, на шестой, в худшем случае, выйти. Нет? А, он не бегал, да? В конце у вторая есть. Еще в конце. По дороге, блин. Как же по дороге кладешь? Да, чекни, чел. Ну, чекни. Он, интересно, чекнул ту, которая возле города? Ну, вряд ли. Навряд ли? Думаешь, не чекнул? Ну, у него там герой не был. О, сверху сапоги. Еще смотри, зеленые сапоги и еще лампа. Вообще, турбо-жировая у него. Без шуток. Ну, сюда потом надо приезжать. Далековато, да? Да, но тут таверна внешняя есть. Насчет турбо не знаю, но жировая. Ну, это хорошая сдача за башню. Прям очень хорошая. Да, безусловно. А представляешь, вот он ее зарестил, да? Он мог. Он думал. Он думал всерьез зарестить вот эту сдачу. Вот она, плюс обзорки. Так что, чат. Но не зарестил же. Ну, это так уже знаешь. 50 на 50. Так что ставьте обзорку на первый. Выиграет вам игру. О, еще лампа. Блин, ну, какая жиря. Ну, это всегда просто на джинах выходит. Статы, вон, видишь, боевые есть. Просто 50 джинов. Две концы и зеленые сапоги. И выходим. Все. Нормально, нормально словил. Ну, да. Тут уже не имеет смысла. Колпаков глядить. Надо отстраивать дыречку под Джор. Да, но они не нужны уже, да. То есть он сейчас уже все. Ну, просто на джинах все сделает. У него еще, знаете, есть. Гулик много, да, на Джор. Нормально, пятерочка. Сразу вампиров пробить. Цех чекнуть. Маленький, кстати, можно сразу залететь. Тут я бы, наверное, джинов бафал уже, да. Ну, кстати, бешенством, а не шотно. Сразу маленький цех заберет. И можно, наверное, на глаз сразу выдвинуться, да. Глаз, я не знаю, он, но у него-то цепи уже нет. Можно через Никсов поехать? Ну, вот он думает. Ему еще, по идее, бы здесь героя вчера поставить. И можно было бы сейчас уезжать. Другой вопрос. Там щит надо будет потом вывозить. Хотя у нас есть щит на 7, да. Не, Валька, смотри, обузит. Я думал, жабика печать будет. Валька с пятью единичками. Ну, это совсем по-пенсовски. Ну, что-то, смотри, думает. Думает. Ну, туда, мне кажется, рано. Рано убегать. Туда надо убегать потом сразу. Кстати, насчет щита. Блин, я не уверен. Можно и на 7 забрать, и этого хватит. Тут у нас 7 статов против 9, но там за щит нам больно сделают. Лучше уж он сапоги зеленой съездить забрать. Ему, кстати, нужно, наверное, пробить три лампы за Никсами, за феями, и поехать наверх за сапогами уже огневиков бить. Иначе когда-то было. Там еще вроде особняк был, можно его будет зацепить. Перчатки тут еще тоже, да. Да блин, у него вообще все, высота там, у него вообще все, пушка. Там уже, наверное, концы можно бить, и там с сапогами, и на ангелах летать. Ну, вот сейчас он мог чекать концу, не чек, но он чекал. Но он его поехал чекать. Он так посмотрел сейчас на фафнер, от конца двойка тут. Как будто он уже собирается, типа, через пару ходов фафнером бить гола. Так, тут. Ну, кстати, странный от конца еще. Странный выбор в Али. Почему Валя? Какой этот... О, предмакси, кстати. А что, он цех не будет чекать? А, у него проблемы кончились. Ну, статы 0,2, да? Статы 0,2. Но я думаю, что в двойке он потеряет максимум 2 джина, а то и 1. Да, да, наверное, нужно чекать. Другой вопрос, если он должен за глазами будет потом ехать, он может и этот добрать по пути. То есть, ему сейчас на самом деле... Вот здесь вот непонятно, почему Валю. Я бы Жабика точно выбирал. Или даже Вайнону. Ты не допускаешь, что он на седьмой скорости, ему некомфортно обузить. А, да ладно. Думаешь? Не исключено. Ну, надо посмотреть, какой обуз... По крайней мере, ну, тут укороченный таймер чуть, поэтому, может быть, его... Не, надо посмотреть, какой обуз он делает. Он обычный стандартный. И я тебе скажу. Нет, все. Ну, куда вам? Скорее всего, на седьмой, типа, не комфортно. Не тот делает, который... На седьмой любым делается героем. Так, ему один арт остался, и это... Чит, да? Пушка у него есть. Ну, блин, если он сейчас щит достает... Это щит, да? Ну, это будет жестко, но тут, на самом деле, тогда жестко на жесткую. Потому что, если он не найдет ЛТД, у него не супер темповая сдача. И... Я бы тут башню всегда брал. Ну, ты и до сдачи сказал, что башню... Ну, действительно, башня явная темповая. Ну, блин, она в целом, в среднем, по темпове, гораздо, чем Касл. Согласен, согласен. Немодный обуз. Ну, тут, то, как выучил, какие обузы. И плащ. Ну, кстати, блин, это все. Арты, вот триол, плащ, это все. Саутеда неплохо комбинется. Ну, это зеф много у него, вон там, сверху. Надо концы чекать, единичку искать. Тартовать с нее, видимо. Брать единичку, потом вали зефы как-то, да. Смотри, он прям чувствует, да? Ищет арты, ищет чтиток. Ну, да. Я таким вообще никогда не занимаюсь. Ну, это потому, что там просто, чисто даже с точки зрения математики, шанс настолько мизерный, что там нужный арт будет. Тратить на это просто время, еще и на таком таймере. Сомнительный вы. Занялась. Ну, вот, черной башни ему надо чекать. Ну, башни вот и по ГОСТу, да. Я бы, как бы, рынок вот брал обязательно. Рынки там, да, черные. А вот так вот по просмотру арты смотреть. Вот такой вот. Вот, кстати, рынок лучше его чекнуть. Тут даже цепло арты смотрит. Ну, я понимаю, что он просто арты смотрит, а не у ТД. Просто арты можно смотреть, что... Какое-то скопление, да, артефактов поехать разведать. Ну, как раз скопление артефактов. А, ну, ты имеешь в виду за разными охранами, да. Ну, да, просто вы в одном квадрате, чтобы... Куда героя на разведку послать, в какой угол. Ну, статы у него, кстати, смотри, 5, 5, 6, 4. Ну, хотя это четвертый день уже. Денег у него много. Ну, он Warhoff играет. Warhoff играет. Стандартно, да. Да, все еще рынок, конечно. Ну, точно Warhoff будет играть. Не, он тоже хороший раздач, конечно, закасывал. Интересно, есть ли у него цепь наверх. Я вообще... Что там за гнолями 100 плюс гнолей? Это все равно 5, 5. Ой, ну, понятно, на трухал. Что, на пятый день, думаешь, придумают? Вряд ли на пятый. Тогда он уже смотрел на Фафнера. Мне кажется, он сейчас... Да, вот он сейчас сидит и думает, как выйти завтра. Ну, я не знаю. Кто или на кого? Темп. Школа темпа. Вот, может быть, ему кого-то завтра купить вот в этой таверне. Взять вот эту десяточку за глазами, да? И под ГО поставить, чтобы добежать до ГО, типа, хорошего какого-то героя. Воина какого-нибудь, любого там, Софья... У него Марька там была. Разбить, типа, вот сюда Марьку, да? Взять ей вот эту десятку за глазами. И... Так, цех маленький. И вот он ставит под дальний цех. Он завтра будет туда взять. Ну, тут на шестой изи выход будет. С двумя цехами. С десятью лампами. Да, вот он здесь завтра заканчивает ход. Будет надежный выход на шестой. Ну, не знаю, шестой день. Там 40 джинов. Грубо, 5 ангелов, да? Статы хорошие. Это хороший выход. Даже на синем. Ну, зачем? Пасфайн, кстати, взял. У тебя сапоги, да? Можно было вообще вот этого чубрика просто ему офенс за эксперте, да, и под ГО его поставить. Как вариант, да. Кстати, я не вижу вообще, где Мариус. Мариус села в... Она в верхнем городе сидит. Он сейчас, по идее, на нее везет. И ей будет бить огневиков, ну да. Ну вот, неплохой кач. Плюс перчи ей довезет. Да, 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 да. И завтра ее, вот я говорю, разбиваешь туда. Там даже можно коробку не брать. Я думаю, не буду. А взять концу ей, да? Докачаться в конце. Там душка, ты говорил, конца. Душка, душка. Да, и просто на ГО встать, и все. И на шестой майке выйти спокойно. Так, тут рынок чекаем. Или не чекаем? Чекаем. Чекай, чекай. Зачем ему на этот ход чекать? Он все равно еще шапку не вывез. Он разбить ее может? Ну, может. Может. Не успевает вроде. Только сундук успевает взять, да. И еще город на выходе. И еще утопа. И еще утопа, да. Что думаешь? Не знаю. Тут прикол в том, что у тебя столько ламп покупать. Тут титаны сомнительно. Ну вот, особняк сразу надо хлопать здесь, да. Скорее всего, марькой. Отступить. Ну, тут баф джинов. Блеск плюс бешенство, эзекатка. Как ты это пророчил? Блеск плюс бешенство. Ну, почти изи. Неправильно ударил, но это не нормально. Мораль хорошая, да. Хилочку надо еще. Не, не, на нижнем. Еще раз. Ну, следующий сейчас. Хотя бы единичку. Смотри уже. Минус джин. Ну, вот надо было единичку горгулей делать просто. Да, ну, согласен. А, ну, они, смотри, нормально. Сейчас бешенство, эзекатка. Они за гулька полетели. Ну, все. И хил еще, ну, конечно. Да, все тут. Джинеймба. Вот это выбор. Плюс бепки. Бепки. Не лишние. И еще лампы все большие. Ну, жесть. Да, не, ну, это жесть. 30 джинов уже. У него еще раз, два, три, по-моему, лампы, да, еще? Ну, две точно за Никсами, за Билл Холдером. А где еще? Где-то есть, наверное. Да даже две, блин. Это 40 джинов у него получается. Да. 40 джинов? У джинов урон почти как у уток. Держу в курсе. То есть у них там на один, по-моему, урона меньше. Ну, да, что-то в среднем 15-ом или что-то такое. Да, да, то есть 40 джинов, блин, это вообще жесть. Все, лезем в утоп. Плюс еще бафы, бафы. Ну, да-то что-то он уже, мне кажется, зачем. Ну, здесь сейчас, ну, они колпаков потеряют, просто накач. Я бы лучше его на особняк взял и под разбивочку там. Так, может, это и есть разбивочка? Нет? Не знаю. А за денег у них не хватает. Не знаю. Он чекнуть, может, хочет, нет? Не, понятно, что мы берем утопу с двумя цехами, с лампами, со статами. Просто если он берет утопа, он на шестой не выходит. То есть завтра вот он туда уезжает, там возьмет цех, лампу, сразу можно будет циклопник хлопнуть. И щит, видимо, или зефу, там что-то с сапогами, а он зефу, наверное, да, пойдет брать, и потом через никсов выйдет. Щит даже можно не трогать. И потом конца-конца выход. Вот такой план у него. Ему нужно вот сюда героя еще поставить одного цепи. И по идее, подожди, у него город на выходе, что ли, мне показалось? Да, город, флакс, флакс на выходе. А, ну, так это вообще зефатка, тогда я герой саппорт не нужен под выход. Да, но я как раз, то есть, с точки зрения, что город на выходе, так-то можно и замедлиться. В смысле замедлиться? Ну, типа, в любой момент выйдешь, город заберешь, оттуда лежишь. А на шестой выходить, сто процентов. Тут скорее да. Вот это вот то, что он сейчас начинает строить титанов, это ошибка. Ну, тут пока джины, он может еще себе усилить стэк джинов. Ну, он деньги тратит, он тратит деньги. Ему надо ставить три рынка, ставить три рынка и фулл трейдиться на лампу. Кстати, пробил он гонолей в итоге и 30 тысяч тут. Неужели деньги там были? Да, он, наверное, 5 тысяч дали. Повезло, повезло. А жабаркас вообще ничем. А, нет, пвшалки собирает пока. Что-то он реально жабаркас как-то выкинул. И в итоге цепь-то тут осталась. Да, щиток-то что, будем с вами? Ну, смотри, триол. А я не вижу, кто там за триол. Я не вижу. Тут конца 2,4 была. Верхний он не чекал. Щиток чекаем. Преста уже поздно ставить. Они окупятся. А зачем? У меня уже вроде внешний рынок был. Ну, внешний рынок далеко. Ну, ну, в любом случае, кто должен ехать будет на конец недели, чтобы архов ставить. Ну, да. Тем более внешний ТП есть. По-любому туда поедет. До конца недели еще пригодится рынок. А он лад еще разведал, видишь? Ну, у него мага нормального нету, ни одного. Все смотрят артефакты. Ну, да. Он дал не так плохо, как маг. Что значит, не так плохо? Ну, в смысле, что у него нет прямо откровенно мусорных навыков. Ну, пасфайн для Касла бесполезный. Потому что ты всегда крылья сутопы ловишь. Так, ОХ завершенный у нас. 1-1-5. Рынок главный. Давай чекнем. Ну, я оставлю, что сейчас щиточек будет в рынке. Угу. Не, я оставлю, что не будет. У меня полегче ставка чуть. Ну, да. Ну, тут еще улик. Да, объектов дофига. Надо только придумать, с чего начинать. Ну, у него выбора-то особо немного. Ну, что ему надо АУТД просто найти, хлопнуть к концу на арбах. Сангелом. А если не найдем АУТД? Ну, с Дагча найдем, смотри. Смотрим. Опа. Да ладно, блин. Да нет, ты шутишь. И смотри, два из четырех этот и колба есть, эликсир еще. Ты шутишь, это считалось. Сидалось, читал. Ну, то есть, тут без АУТД он уже проиграл игру. Ну, грубо, ну, почти всегда. Вот если он сейчас не достал бы АУТД, он бы проиграл игру. Это уже. Если бы Мом не делал откровенную фигню. Вот. Поэтому, ну, тут должен быть щиток, чтобы какая-то боевая была игра. Чтобы нам интересно было смотреть. То есть, тут все по сценарию, понимаешь? Понял. Спасибо, Бараторч, за боевую. Поехали. Ну, вот сейчас уже, кстати, непонятно. Непонятно. Кто сильнее. Ну, ему надо на две зефы выдвигаться, по идее, уже. Выдвигаться с АУТД на две зефы. Забирать их любым героям. Там первую скорость. У нас Ангел на шестой, да, встает. Там через внешний ТП вывозить. Брать консы, улики. И все. То есть, ему надо вот это все придумать. Сейчас поставить мощные цепочки. Реально мощные. Вот он уже, видишь, на концу целится. Он что, чекать его будет, что ли? Не знаю. Два-четыре, так-то. Двоечку мы берем. Да не, ну, ему вот я бы, я бы как-то ставил, не знаю. Реально-нереально. Рыбы. Очень индикатор. Блин. А, ну да, они же под курсой будут, так это вообще не о чем. Они, рыбы там ничего не будут наносить. Да. Даже с ГСМ тут легко пробивается в олей рыбы. Да. И это еще подает слот, у нас статы там вообще. У него по отстройке что, если он не ставит конюшню, то у него сейчас завтра ангел, правильно? Угу. И вот он хочет в олей с ангелом пробивать к концу. Ну, то есть типа чекнуть, да, и вот этой вот Таней. И если два-три, то лезем в олей с ЛТД. Ну, это имеет, кстати, место быть. Можно и так сыграть, чекнуть, начать с нее с ангелом. Ну, с ангелом, по идее, трешка должна взяться. Вот. По идее, да. Ну, тяжеловато, конечно. Не знаю. Ну, это надо вот решить, решить, с чего начать. Вот это выглядит самое перспективное направление. Типа на верхний город, вот сюда на две зефы, рынок, через внешний ТП, улик, через внешний ТП возвращаем. На седьмой день все собираем, один, два, один все собираем, выходим с полразгона. На архах. Не, ну, с одним ангелом мы, на самом деле, и без концы соберем вот все эти объекты. Может, тогда начнете вообще с заставки? Я тебе это и говорю. Я бы вот с этого, наверное, пытался начать. Убежал бы сюда на шестой, здесь бы остался. На седьмой, через внешний ТП бы, поехал бы вниз и все бы там пылесосил. То есть, ему сейчас можно разбить шапку, сделать АУТД, валькой пробить триол и завтра выезжать наверх. Не знаю, может, он пытается на седьмой день типа архов поставить. Что думаешь? И выйти. Чисто две концы, две концы, пару уликов, пару зеф и АУТД. Денег не хватит на архов. То есть, у него будет архиз АУТД, первая скорость, да, то есть, там любой герой вообще нулевый пробьет. Птиц. У него будет один арх, таким образом. Не, почему две концы? Две концы. Не, я имею ввиду, что денег не хватит. А, ну, у него... Еще, тем более, это говорит, что жди туда-сюда. Плюс он на габанк есть. Ну, есть какие-то деньги, да. Но это же еще нужно сюда тоже, ему еще артыш покупать. Да, ну, кстати, может, гемы там, гемов хватит. Ну, у него, смотри, у него элик еще. А, идеально элик. Да, у него два кольца, но ему покупать надо, денег стоит. Что за грязь? Я только сейчас... То есть, если он элик покупает, архов тут уже не будет безу, топ точно. Там кольца 20 тысяч стоят. Знаете, другое кольцо. Ну, и все, смотри, думает, думает. Но он все-таки решил, как я сказал первоначально, через Зеф и поедет. Через Зеф и рынок, и внешний ТП. И потом... Кстати, еще две телеги на Респе, это тоже жесткий сет. Завтра с Ангелом уезжает наверх. Значит, надо покупать в любом случае. Не знаю, что он думает. За камень, кстати, купил. Да, он специально подобрал камень Дрейкона. Ну, что? Вопрос, он будет сейчас разбивать шапку, чтобы Триол ехать бить сразу? Или он это потом... Ну, Триол, на самом деле, боевочка, по-моему. Под заставой не обязательно, на самом деле, Триол. Под заставой, да. Но он, видимо, завтра, смотри, бьет Триол и уезжает наверх. Может, он придумал, как уехать наверх и вернуть сразу? Сомнительно. Не, все, просто разбивает. Да. Вот это сейчас ГС. ГС плюс мораль. Да, что-то он... ГС плюс мораль. Нет, ГСа нет. Такое зло. А что, второго беса пожалел, да? Жестко. Но он сам сидит, похоже. А, еще портал нашел. Ну и что? Ну, если уезжать, там остаемся завтра. Ну, тут, не знаю, честно говоря, если он будет сейчас портал забирать. Ему денег не хватит. Нархов. То есть, пытаться как-то вообще остаться на респе. Но без УТОП это вообще смысла нету делать. Весь прикол, что вот это вот все, вот это вот все, что у него есть, но без УТОП проиграет почти всегда любому центру. Почти любому. Ладно, бывает центры, что прям, ну вообще ничего нет. Но вот это все контрит просто, что КЗ, Чайник, 5 Олл. И, там, армия 40 джинов, да, типа. Не, если он выйдет на 1-1-7, то... Не, это снять, не понятно. Но тут он видит, что он сейчас портал, сейчас будет придумывать, типа, портал забрать. 1-1-7 здесь никогда не выйдет, мне кажется. Не веришь, да? Нет. Ну, фиг знает. Ну, он будет 1-2-1, наверное, на ангелах, да, выходить, Алую Башню доберет для первой скорости. Ой, да зачем первая скорость? Если ты собираешь ангелов, то у тебя уже там штук шесть. Нормально и так пробьешь птиц. Лучше не терять мясо, если можешь не терять. Не, ну, если речь идет о том, что плюс день в центре или нет. Ну, у него вариант есть, кстати, вообще не строить ангелов, реально купить два кольца и остальные деньги на цепи потратить. Как тебе такой вариант? Если ты собираешься чисто на ангелах выходить? Купить эликсир. Но он, похоже, поедет за порталом. Ну, смотрим. Ну, я бы тут темповал, да. Опять же, все эти сборники дают тебе жесткий буст по темпу и надо его реализовывать. Так, а что он тут? Он, Маркус, смотри, не разбивает. Не, не разбивает. Просто деньги собираешься. Сейчас скажи, что особняк брать не будешь. Ну, блин, ну, не будет. Я тебе так скажу, он не будет брать особняк. Ну, там не каждый особняк берется. Я понимаю, что в максе не берем. Предмаксе тоже не очень. Мини и предмини, это изи. Плюс мажор, как бы там, там понимаешь, два скорости. Какие-нибудь шапку. Меч получше. Ну, тут чисто минус коло. Я бы сейчас вейт-вейт не бафал бы. Потому что, если кастуешь без... Да, он правильно все делает. Красавчик. Вот сейчас джинов. Может быть, вообще гулик стоило бафать. И защиту. Минус джин, да, минус джин. Кстати, автобой неплохо подрался. Один джин и гульки бесполезные. Если бы он гульками сразу бы, без вейт-а полетел вперед, он бы гулик затрейдил. Да, вот эта ошибка. Но они не будут все равно джин убить. Повезло, повезло. Там повезло, что урон выпал, типа маленький, не убили джина. Могли убить, я думаю. Там у них урон же 3.7. Ну, там еще камня кожа висела, но да, могли. Ну что, поехали. Поехали вывозить цеха. Или пока еще... Пока еще будем забирать лампу за никсами. Не, сразу цеха. Двоечка. Где? Ну, двоечку он мог и... Друзья, он джина сплетанул. А, ну тут статы уже, да, нормально. Двоечку он мог и вчера забрать здесь, пока когда был. Да, нормально. Ну, и ничего бы не изменилось, взял бы он. Так. Сейчас без потерь. По-любому тоже макси лампа. Ну, или шестерочка минимум, я уверен. Должно быть. Конечно. Тут скилловые игроки собрались. Вообще удивительно. Я не знаю. Смотрю на их расклады, как они оказались от этой нижней сетки. Что такое произошло, ребята? Чат, вы смотрели, как так вышло? Ну, что? Борис, надо лампу брать. Да, конечно, надо. Уже к лампу возьми. К лампу возьми. Да у тебя денег хватает, возьми лампу. Ну, он боится, видишь, что цепи не срастутся. И вот, что я говорил. Че я говорил. Эти постройка джинов бесполезная была. Просто деньги, средства не потратил. Пришлось все равно ставить рынок. Ну, потому что, ну, блин, ну, ну, читается же. Ты дикую темпуху с лампами делаешь какие джины, чел. Надо просто, просто макси лампу покупать. Изи макси. Берешь макси цех и летишь на выход. Ну, пред макси, ладно. Ну, смотри, 5 гигантов, да, будет 5 ангелов, 5 гигантов. И у него 37 джинов и еще лампа макси, да. То есть будет 40, 44 джина. А если он еще заградит своих родных? Сомните. Ну, тут циклопник возьми. Ну, возьми. Хочет. Меня, знаешь, что удивляет? Вот он, я понимаю, он хочет через низ вывести, да? Да, через них вывести, через крокодилов. Я так понимаю, нет? Да, 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 через них сов. Почему он, ну, не считает клеточки? Ну, то есть там на глазок непонятно, вывозит он или нет? Запрещено условиями турниров врубать сетку. А, да, нельзя. И считать, ну, вывы, да. Мне это все объясняет, кстати. Ну, что-то смотри, на Зефу меряет. Чего? Зачем тебе Зефа? Если вот он завтра не выйдет, то все, забей, он не выиграет. Он реально эту цепь строит на годом Ник и Зефу. Так она ему нужна. Тут есть, так-то, и поинтереснее, куда строить цепи, как будто. Ему вот сюда надо героя ставить. Выезжать вниз, здесь ставить героя. И какого-то Фафнера, типа, под выход. Но он вообще, похоже, не собирается выходить на следующий. Еще лампа за духами. Можно забрать. Но она не нужна уже, у него денег нет. Ну, все, не выходит он завтра. Нет, ну, вообще, Риван-то выходит. Но как собрать нижнюю концу? А, нет, подождя. Он нижнюю концу скипает. Скипает к концу, но добирает сверху Зефу. Он хочет две Зефы добрать, я понял. Он будет через верх вывозить и через низ. Он будет скипать к концу ради Зеф. Да как он вывозит эту Зефу? Верхнюю? Вот эту, за Фангарма. Нет, это сверхнюю. Тут на перчатках герой. Можно, знаешь, как сделать? Там Гулик уволить. А, ну у него гиганты. Гиганты не уволишь. Короче, он вот так вот стоит. Да, он будет выходить. Там кто у него? Вот этот. Риланд. Нет, это... А, Риланд. А, Риланд будет выходить. Риланд без книжки. Ну, без книжки справиться, конечно. Да, там пофиг. Там 40 джинов. Там четвертая атака. Ну, хрен знает. Что-то такие... Ну, то есть еще герой тут нужен на сети. Ну, две Зефы еще, видишь, будет. Две Зефы будет. Да будет, будет. Не знаю, по-моему, проще было не запариваться. Ну... Не запариваться. Две заставы, две заставы. То есть, будет стек какой-никакой. Туда ради концы нужен герой. Ну, я согласен, наверное, что конца двушка всегда будет лучше, чем любая Зефа. Ну, там еще сверху гномник большой. Он, может быть, думает, что, типа, денег мало. Но там прикол, что он все деньги потратит на вылаз. Я бы лучше вот здесь вот забрал, просто забил бы вот на эту Зефу, да? Забрал бы циклопник. Забрал бы вот этот на обратном пути циклопник. И уехал бы вниз за концу. И просто Зефа бы скипнул. Согласен. На все 100. Просто бы всех героев сверху уволил и вниз поставил. А, подожди. А, вот это он кликнул. Мне показалось единичка конца. А, у него сапоги. Ну, не, сапогами, конечно, полегче будет у вас. Да. Да. Все равно. Как будто можно было ограничить с концами. Дешевле вышло бы. Ну, смотрим. Ну, не знаю. Посмотрим, сейчас что выйдет у него в итоге. Так, минус колечко. Колечко, кстати, хорошее. Так зачем он колечко при элике? Ну, не факт, что он будет элик покупать. Слишком дорого. То есть, ну, вот он поставил ангелов. У него 7 тысяч осталось. Он сейчас поедет. Еще портал заберет. И там еще героя купит. И еще здесь героя купит. Вот у тебя минус деньги. А колечки там что-то в районе 20 тысяч стоят. Так что... Да, трэжер колечко же должно быть дорого. В смысле? Там два колечка же. Ну, а одно из них это минора, а первое трэжер. Там, ты же знаешь, что там... От этого не зависит, да? Но я не помню, какие там цены. Нет, там у каждого артефакта своя цена. Ну, у него ресы еще просто есть всякие. Может, там на ресы хватает? Ну, там по ресам дорого будет. Ладно. Там, по-моему, если не совру, 7500 и 12500 на глазок ценит. Жёстко. Ну, да. Ну, рыба без ГС... Чё там? Там просто ангел вперед летит, и они ему что сделать не могут, потому что под перцем у рыб два урона. Так еще под слабостью. Да. Да нет, там и без... И с ГСом тоже было бы легко. Да. Так, а за глазами будем забирать здесь? Да. Горелия сетка запущена. Блин. Вон, теперь люди в чате реально запущены. Верят, да. Ну, это... Получается дисквалка. Дисквалка получается. Да. 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 Не, ну, просто тут у нас школа темпа против школы антитемпа и школа на глазок гейминг против школы сеточников. Бар-сеточников. Лучше бы вопрос создали, можно ли игрокам сетку включать или нет. А потом еще отменим эти... Очередность ходов в бою, да? Чтобы у Василия... Профессионалы должны в уме все держать. Да, все в уме. В какой школе? Ну, тут... Темп, конечно. Темп выигрывает игры. Да уже пофиг, на самом деле, на строков, мне кажется. Хотя, ну, с хостой, да, он может тут позволить сохранить. Они не убьют, кстати. Да, так глаза тоже ничего не наносят. Да. Так, а дальнюю Зефу он не вывозит? Он не будет, да, братью, он не будет. То есть он вот здесь сейчас эту берет и через внешний ТП вывозит. Я так понял. Типа не берет ни Зефу, ни рынок. Сейчас посмотрим. Ну, судя по тому, как он кликал, выглядит так, что он за кварталом сейчас и цехом поедет. А завтра уезжает вниз за нижней консой 24. А, нет, нет, вперед. Значит, остается. Значит, остается. Он остается. Ну, еще конюшню возьмет. Да, ну вот рынок пробил, как ты хотел. А, тем более. Окей. Рынок пробил. Теперь может вархов выходить. Ну, все равно денег немного. Тогда зачет, а, но хотя Черной Башне нам уже неинтересно, да. На объекте не собирать. Ну, вот он мерит. То есть он может вот этим нижним героем, маляки там, что она на рынок просто посадит. У него тут такие цепи, что ему как будто... Да, цепи вообще что-то жесткое тут ему надо. Тут ему надо сейчас, по идее, вот этих всех увольнять, покупать фулл новых героев, вот этого тоже увольнять, по идее. Он здесь прыгает сюда, берет портал, берет цех, потом снова внешний портал, домой, дома ставит конюшню и бежит, по идее, вниз, при этом ставит на верхнюю концу двух героев. Приду денег нужно на самом деле очень много. Я думал, он снизу побежит на концу. Ну, или снизу, да. Ставить под верхнюю, там, двух героев минимум на конюшенах надо. И под выход еще герой на конюшенах. Да, архов-то тут тогда не увидим вообще никаким образом. Да нет, тут вообще без шансов. Тут элик-то не увидим точно. Тут супер много денег на цепи сейчас. Либо мы не выйдем 1-2-1 с двумя концами и там дополнительными ништяками в виде улев. Ну, вот он валю завтра на конюшет, дома поставят под выход. На конюшет на седьмой день? Ну, такое. Ну, чтобы под выход встать ровно. У него тут еще вот даже баркас. Как раз цепочечку из этого города. Я, правда, не знаю, насколько он далеко этот расположен. Видимо, да, они собираются отсюда цепить. Ну, а что, он не будет нижнюю концу вывозить? Да будет. Будет выходить. Тут сложно, сложно. Не самый простой расклад. Самый простой расклад в плане того, что нужно отказываться от многих объектов. Ну, да. Тут надо расставить приоритеты. Это правильно. Расставить приоритеты. И попытаться, если ты хочешь, да, максимально добрать. Как-то вот все сделать. Вот он завтра, по идее, здесь остается. Возможно, на Габанг зацепит. Алую башню обязательно для первой скорости. И завтра он будет под верхнюю концу ставить. Колбон тоже не пробил. Ну да, элика не будет. Ну, зачем, если элика не будет? Ну, подобно без перспективы потом. Выйдем в центр, КЗКВ, лутонем сутопы по дороге и вернемся. Доберем кучу улев, сир, архов поставим. Нас так-то по статам, смотри. Триол, латы. Латы, кстати, тоже, походу, скипает. Ну, латы ему сауты да не особо. Ну, ты латы срона когда-то снимешь. Еще портал что-нибудь? Нет, не, не вижу. Он увел, кстати, стига от объектов на деньги справа. Что-то тут выдумывает. Ну, он через дом, видишь, настигал. Забирает сразу в Алую башню, едет на концу. Я, как тебе и говорил, видишь? Он из дома, походу, поедет сюда. Ну, у него 6000 осталось. 6000 осталось ему завтра покупать ангела. Ставить конюшню. Еще героя 2-3 надо покупать будет, минимум. И сейчас еще героя надо купить, по идее. Поставить. Не знаю, такое чувство, что... Может, думает все-таки как на 1-1-7 выйти, не знаю. Да, не, какой 1-1-7. Ну, типа, сейчас героя под ГО, нижнюю концу там как-то вывезти. Вместе с Аллой башней. Ну, он концу вывезет, нижнюю. Ну, смотри, вот у него конца двушка, у него будет 4 ангела, например, 2 птицы. И сколько там? 4 циклопа. 10 циклопов. У него сейчас 16 циклопов. А, Нокия, 16 циклопов, 4 ангела, 2 птицы и, например, 2 гиганта. И че? Да че? Он точно пробьет. Со статами 4-4, ты в лобби выйдешь? Да, ну, у тебя первая скорость. Так, на них перчик не действует, только слабость масла. Ну и че? Ради, почему на них перчик не действует? Он не действует, на них перчик. Почему? А у них иммунокогню только УГС. Действует? Это, конечно. Действует? Ну, ладно. Ну, ладно, действует. Тогда ладно. Ну, все равно будет неприятно, наверное. Там прикол в том, что если ГС есть, он сразу тебе блочит клопов, и тебе дамажить особо нечем. У тебя 4 ангела, и 2 птицы, и 2 гиганта. А, внутри Ол еще, да, есть. Типа 7-7 будут боевые. А, не, забей. Го упадет. Да какой смысл? Ну, не знаю. Ну, не знаю. Смысл. Темп. Но тут школа антитемпа. Я, да, сомневаюсь, что он выйдет, но... Я тоже на его месте не уходил. Я вот как бы за темп максимально, но в этом вот случае я бы не выходил на его месте. Выходил бы надежно 1-2-1 с фулл разгона. Не знаю, мне больше не нравится. На глазок. А на месте Момчика? Ты бы сейчас выходил. На месте Момчика? Но он все не выходит, все правильно делает. Красавчик. Просто я бы, может быть, Зефа скипнул, лучше бы добрал консочку нижнюю. Ну, если застава большая. Купится. Зачем удаляешь? Ну, он тут еще гномник, видишь, забайтил с этим большой денежкой. Мне просто ему тут не нужно удалять ничего. У него сапоги. Гномник большой, но не Макси. Чуть-чуть и горгулик решили пододать. Ну, ладно. Пики не считаем. Интересно, как у него будет с экономикой после выхода. У него там город. Ему нужно оттуда разбежку давать. Можно 300 отделить. Да. Экономика. Ну, у него, смотри, 6 тысяч, два рынка. Он сейчас отсюда еще. Ему надо героя купить. Плюс еще героя. Два героя. То есть, денег. Еще лампу купить, кстати. Он ее, наверное, скипать будет. Вот, вот. Я и говорю. До хрена. Хороший герой пришел, но поздно. Сейчас. А, ну, вот этот склеп еще, наверное, не брал. Ну, выйдет, тысяч пять будет. На пару героев нормально. Окей. Там больше и не надо по факту. А что? У тебя дорога вперед идет. Отправить героя на армии. Ну, не знаю, он будет так делать. Я бы, наверное, делал. Он еще пузо. Не, он пузо, наверное, скиплый. Что-то слишком по деньгам невыгодно пузо добирать. Тут вообще жир какой лежит. Еще две лампы, сапоги, пузо. Вообще статылф тут. Сапоги, перчатки, да. Сколько ламп у него? Ламп? Не знаю, я сбил со счета. Штук 10, наверное. Хотя, блин, если они все максималки были, наверное, поменьше. Не, ну, он сколько, подожди. Раз, два, три, четыре, пять. Шесть он вроде взял. Ну, то есть уже восемь. Ну, я еще его дома не взял. Ну, я и считаю, что шесть взял, две еще не взял. С того, что мы видели. Ну, да, еще слева вон две. Нормально, нормальная задачка, стандартная. Да. Ну, это топ-3, между прочим, прошлого турнира. Да. Между прочим, это игрок с корочками. Корочками. второго взрослого разряда по героям. Кто-кто не знал. Игрок запеченный, румяный, скорочный. Официальный фиберспортсмен. Жесткий, да. Не то, что мы какие-то дипломы купили в подворотне. Да. У него серьезные, серьезные документы есть. Ну, все, все, специально, да. Да. Если кто не в курсе, это не шум, ну, был турнир официальный, чемпионат Свердловской области, и момчик его выиграл. А я занял третье место, у меня там третий взрослый полагался, а им второй. Было дело давно. Полагался третий взрослый, но потом узнали, что ты еще несовершеннолетний. А тут единичка вообще конца была. Да, так он ее чекнул, я же говорил, единичка. Он поэтому, видимо. Ну, хотя, блин, я не знаю. Там как раз двоечка посильнее было. Ну, нормально, в целом окей. 14 клопов у него, да. 42. Ну, кстати, Джинов купил. Ну, и он сейчас фулл-трейд нажимает. Фулл-трейд нажимает. Вот, кстати, свиток четвертый. Должен быть резурек за лизардами. Он, по идее, успевает. Я бы чекнул. Ну, да, просто вот так. Чекни лизардов. Ну, пробей лизардов. Это резурект. Это резурект. А, ну, смотри, абузит. Абузит. Жесткий абуз. Да, он тут потратит только 140 мовов, по сути. Сейчас, за джоним это ГО. Будет брать? Да, конечно. Успеваешь. Бешенство. Ну, тоже неплохо. Если Джины не кинут бешенство, то мы сами кинем. О, по статам мы пройдем, кстати. Пока что. Автобой справляется без ГС. Без ГС. Без ГС это вообще изи. Тут блеск остываешь, и они шотают. 100%. Да, че, ревно и хорошее. Есть, да. Пятеру изи. 2К урона. Можно сплитать было. Ну, кстати, смотри, убиваешь пятеру и убиваешь четверку в углу. Вот эту, да, 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 все правильно. А этих гигасами убиваешь. Вообще красава. Они все на джинов выйдут. Ну, давай, давай. Не бойся. А, он не выбивается из четверка. Без бешенства. А, не выбивает. Угу. Ну все, тогда они пробиваются. Отступаем. С флитой, да, че-то не погорячился. Не, он все-таки бьет, смотри. Ну, кстати, не, если не ушибает. Ну да, все-таки четвертая атака. А, ну нормально, единичку добиваем. Добиваем изи. Угу. Нормально, пока они моралятся, гидры. У него же нет антиморали, да? Ничего не пропустил. Да ему надо единичку отдать одну, джинов. Не жадничай, отдай единичку. Вот просто вот эту сейчас наверх, чтобы пятерки на нее побежали, и одна четверка забайтилась, и вообще супер изи. Не хочет отдавать. Ну, он жаден, он все сморажет. Обычно, когда не хочешь отдавать, получаешь мораль. Нет? Отдаем. Давай. Да нет, да тут даже если пять джинов потеряет. Да понятно. Нормально, у него нормальная армия. Для центра более чем. У него статы хорошие. Вот-вот, видишь, как я говорил, гидричку отдаешь? Изи, изи, жатко. Все, без потерь. Еще и мораль. А теперь мораль. Идеальный герой под пробитие голос, лидерство. Тут джин умрет. Надо все равно бить. Джина. Два джина вообще изи. Диплом, белые тухи. Ну, тут водичку можно. Ну, что? За идеальное пробитие все. Ну, все по плану. Все по плану. Все по плану. Теперь фулл трейд. О, кельма. Кельма такая. Да какая разница? Она поможет забрать заставу и так далее. Фулл трейд, два рынка. Ну, что поделать? Надо на двух героев по плану хватить. Смотри, герани трейд. Камешки с пресейвит, камешки сейвит. Да, да. Качел трейд и камешки уже. Нет, у нас титасы в планах. Понял, понял. О, пять тёл. И, кстати, проход есть. Пять-деять золотых. Можно героям с тюрьмы с какими? Сейчас с тактикой ловим. А что там за драконами? Пять ол. Да, я не вижу. О, камешки продает, смотри. Это правильное решение. Нет, наши титасы. Ой, тут чеша. Ладно, Зефа пока не берется. Смотри, разведчицу вперед посылается. Будет другим открывать тюрьму. Пошла вперед разведчик. Хорошее решение. Надо героя с тактикой с тюрьмы. Чтобы и этих лучников пробил, и голдами посоревновался. У него, кстати, еще есть разведчик Пикедрам. Но это уже баскетальный город. Да, да, хороший герой. Разведчик важно в центре. Все, денег нет, мамчик. Давай. Ну, тут пятый герой. Или даже первый. Пятый. Кстати, Фенс. Фенс эксперт. Первый. Жестко. Ну, тут завтра Зевку можно вывести. Ну, тут можно, на самом деле, на харте эксперт-офенс просто остаться, а эту вперед пустить. Цех еще пойдет. Улик не нужен. Чего-то не едет вперед. Да, не знаю, ничего не едет. Типа, думаю, на 6-14 эксперт-офенс от Джора дали Касловского. Ну, там будет 8 голдов. Он просто думает, что, может быть, у него оппонент цех заберет, но это бред же. Блоков нет вообще идеально. Ну, все, вот так встаем просто. Чего-то назад. А, тут центр прямо здесь, смотри. Чего он тыкает? Прям по дороге. Три клетки налево сделай, будет центр. Не, ну, он может быть чуть повыше. Ангела сбросить. Или Ангела затанкует. Четырнадцатый деф. Затанкует и ему рет. Я бы тоже не говорил, ты понял. Я бы лучше тут потерял, типа, двух, там, циклопов каких-то, да? Ну, слушай, с марайками. Верхний стек поедет на циклопов точно. Да. Ну, все равно, два убивают. Два убивают. Оба поехали, видишь, нормально. Рассчитано. Да. Ну, получается, профит. Ну, это идеальная боевочка. Вот мисклики пошли на радостях. Ну, и что, у него все, на самом деле, очень неплохо. У него очень хорошая армия. У него уже хорошие его чистоты. Не, ну, туда уже что-то, что-то он, это... Да не, он так. Вот. Не поедет. Кстати, перчи... Ему сейчас какую-нибудь тюремку, да, хоро... Нет, смотри. Этих хочет бить. Тюремку хорошую, потому что у него мейна нормального нету. Да. И магию любую. И все. Готовы архов принимать. Проблемки с героями, действительно. Даже перчи не на кого оставить. Никого мы тут не позиционируем, как мейна. Все. 1-1-7 забрал город. Хорошее пробитие. Нет, он видит статы, расстроился. Ну да, он догадывается. Город он, кстати, не видит, потому что у Момчика... Ну, не видит, но он понимает, что третий город забран, статы выросли, скорее всего, в центре все-таки. Ну, всякое может быть. Тут как бы два релика на земле, может быть, там тоже два релика на земле. Хотя там один только релик на земле. Помним, что это плюс еще от Момчика было, то есть, наверное, Ваня ожидает, что там темповая сдача. Ну да, тут на башне, как правило, либо темп ты плюсуешь, либо титосную сдачу, да. Блин, ну как же с АУТД приятно боевочки проводить. Вообще отлично. Как мы тут утка. Типа сморрелся? Ну да. Нет. А, ударила. Ударила утка. Да. Ну все, ну смотри, деньги-то закончились уже. Может, и там грид больше. Так, цех маленький, мини. Вкладывать некуда. А Монков он зачем покупал? Не знаю, кстати. Не берет, кстати. Посмотри, Монка оставляет. Отправил гиганта в это, в свободное, так сказать, путешествие. Типа гигант, минус мораль нам делает. Все дела. Колечко-то он моральное уволил. Ну, я вообще не знаю, зачем он Монков покупал. Да, я тоже не знаю. Я даже пропустил этот момент. Зачем они нужны были? Судо, да. Деньги были, решил. Да, ну я понял. Пригодятся. Ты-то всегда так знаешь, когда деньги есть. Ну да. Гуляем. Следующий ЗП. Ну, кстати, ЗП-то все, ждем уже. Это уже хочется. ЗП будет с утопой тут только в центре. Так, конюшенка. Ну, конюшня здесь всегда ставится на седьмой. Тут нечего больше ставить. Ангела, кстати, оставил для разгона. Ну, естественно, это тоже обязательно. Ему надо завтра, он забегает в центр на 2 каму вов. Да, ему надо максимально какого-то контента найти. Там тюрьмы, утопы. Или там до центра добежать, да. Короче, что-то сделать. У меня обычно в такие моменты, когда вот такие вот раздачи на кассле, я выхожу 1-2-1, там уже у меня герой под углом стоит, и все пусто. Смотри, тут тоже единичка, и мы тоже не берем. Монков оставляем. Да, минус морально, как она нужна. Действительно. Не, ну тут первая скорость, я думаю, он будет все-таки. Не берет, не берет. Да ладно. Да. Кого выкину, а Монков даю, где выкину. Так, выбираем. Кто у нас сегодня самый... Чего? 23 пики. А что он реально так Монков рейтит, я не понимаю. Ну типа, что в них пиццы поедут, но там, блин, три Монка. В смысле? Только они не поедут. Чего, реально, 23 пики. Ну типа, он имеет в виду, что пики разгон портит, что четвертый. Такая у Монков пятый. Да, это такое. Вот, но... Не, ну ему тут птица нужна для ГО, это понятно. Ну вот то, что Монк, он разоритил больше 3 Монка, чем 24 пики. А что он к концу не лезет? Боится? Ну типа, он все равно здесь остается. Не суть важна, когда... Да там разгон, господи, 60 мулов. Это забей, не, разгон этот порт. Вообще ничего. Мотивация. Тоже вообще бред. Просто 23 пики, у тебя на 1-2-1 еще прирост героя, пик именов будет, и скупка, у тебя будет полтос пик. Я понял, смотри, он же на войну не берет к концу, а у нее стрельба, поэтому... А-а-а, да, мой дэмэдж наносить. Да, дэмэдж. Террибл, террибл. Ну и вот, он через Нагобанк вывозит. Вот Валя идет под ГО. К концу верхнего не вывозит. Или вывозит вот этого героя ставя, да? Да, ну ему еще героя тогда надо ставить. Можно пучку собрать, да. Да, еще героя тут точно нужен будет. А, так вот, Риза есть, нормально. Риза вроде должна хватить. Да, нормально, нормально. Да еще улик, кстати, не нормально. Ну не, если улик, тут нужно еще герой. Ну, о, а тут еще и портал, и не забрал. Ну все, минус 2. Надо еще героя ставить, забирать в концу портал. Максимально этого близко ставить. И улик, возможно, может два даже героя поставить, сверху всех уволить. А там он уже всех уволил, да? Жадно. Ну, тут прикол в том, что завтра, скорее всего, будет финалка. Но он это должен понимать, что большой будет шанс на это, да. И ему надо по максимуму усиливаться вообще на все деньги. Ну, то есть, прям вот на все бабки забирать все, что можешь прям максимально. И поэтому надо забирать все вообще. Абсолютно. Вот он еще колбус уликом ходит. Ну, кстати, вот это уже что-то жадно. Хотя на конюшне вывезет. Да вывезет. Он сейчас еще одного героя подговорит, и все. Ну, правда, я не знаю, как он там... Пупок, кстати, все вывезет, если что. Пупок? Да, видишь, пришел. Доставка пупком самая надежная. Угу. Все. Ну, ва, вывозит улик, вывозит. Ну, он, наверное, портал, может, скипнет, к концу заберет. В целом окей, добирает максимально. Тут еще улик, конца. Многобанк. Здесь сюда покупаем героя, колба улик. И наверх улик конца и выход. Нормас, нормас. Эх, с нычки верхней не вывезет ангела. Да ему вообще воскупить бы ангела всех. Так, это по деньгам. Ну, он, агабанк возьмет. Ну, да. Возьмет. Ну, сейчас момчик-то приедет в центр и соберет там все. Ну, центр еще выглядит как маленький очень. Ну, глазок. Ну, какой тоже, блин, 100-ты жесткий. Уже не такой маленький. Интересно, кем будет момчик дефаться? Ну, дерьмо сейчас должен найти 20. Ну, а если не найдет? Ну, вот это он увольняет, это, конечно, преступление. Согласен. Разведка игры выигрывает в центре. Так, вот Зефу доберет. Еще улик. Ну, он за рельефом. Кстати, вот не знаю насчет Зефа. У него по деньгам очень плохо. Хотя он вроде и так вывозит нормально. Ну, это обычная дальняя. Улик и поехали. Дальняя Зефа оказалась минималкой. Приятненько. Да, не, ну вот улик уже жадно. Но он, видишь, тоже на все бабки вывозит. Что-то ему будет стоить героя еще одного. У него денег 3000 и по рельефам 0. Но мы мешок подобрали. Ну, все, понял. Бабки не проблема. У Клефа можно поставить. Кстати, цех хорош, трешка. Ему надо у топа сейчас. У него статы очень хорошие, да. Армия большая очень. Ну, то есть, для 117 это очень хорошая армия. А, так вот у него Фафнер стоит. Кстати, еще к концу на респе. Фафнер довезет же. А, да. Все, окей, все. Тогда наговорил на него. У него тут все по плану. Ну, ему просто, если улик хочет добрать. Да улик уже из центра доберет. Ну, да, я согласен, согласен. Он же увидел, что городов у оппонента не выросло. Да, да. Не, добирает Фафнером. Придется, ну, он считает. Ну, я бы, наверное, не рисковал. Вдруг какая-то бы дорога, знаешь, закорючка там, я не знаю. Да, всякое бывает. Оставил бы. Если город близко, то окей. Ну, кстати, разведку, да, можно подкачать. Увидей город прямо здесь. И взять прям ей. Вот, ну, кстати, близко еще улик. Ну, тут по армии неплохо вообще. И здесь смотри, го уже прям супер близко. Вопрос. Будет ли он сразу первым действием засылать в сторону оппонента героя? Или будет тратить деньги на добор уликов и все? Блин, ну, с такой экономикой, может быть, не будет. Ну, и вообще, ему нужно утопы искать. Ему нужно утопы, ему нужны тюрьмы, чтобы кем-то дефать. Ну, он может сейчас, смотри, героя купить, вот эту разведчицу чуть-чуть налево отправить. Ну, у него денег на двух героев. Ну, точно нужно одного налево посылать. Тюрьмы, арты, все нужно слева пылесосить попробовать. Пылесосить на пять тысяч. Ну, даже какой-то нагобанк нас устроит слева. Ну, согласен. Бомбирник. Ну, смотри, он сейчас поедет за уликом. Ну, кто-то вот, ну, момчик. Ну, нет, пожалуйста. Да, улик это самое, потому что ему не особо нужно. А вот, кстати, здесь денежка еще есть на герое. Давай вначале пошлем героя одного. Не понял. Просто тут смысл какой. Мы посылаем просто героя перед тем, как увозить армию, посылаем героя налево, и там может быть... То есть, он сначала забрал улик, а потом пустил герой налево. Да, 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 вы понимаете. Вот он, ну, тут ладно, Алкин берет все, руханул. У него есть деньги, надо брать. Ну, вообще, если вы играете, лучше вначале героя послать. Ну, то-то-то по все это конечное. Это деньги на разбежку. Просто все вывезем сейчас со стороны оппонента. Центр маленький. Ангелов не нужно брать. Ну, возьмем. Вот это я бы не трогал. Я не знаю, я бы он прям так нулево в Алкином лес. Седых бить страшно. Статы хорошие. На крокодилах ловела получим. Центр большой. Да, ну, не очень. Ну, не маленький, да, я согласен. Что-то я погорячился, что маленький. Но такой. Мне кажется, что здесь вот от центра до Юнит-Кона бежать где-то тысячи две всего. А вот тюрьма. Тюрьма. А чекни Десса, может, тюрьму откроем, ее топу заберем. Ну, слушай, тут дорога такая интересная. Десса забирает же тюрьму. Да заберет. Почему он и смотрит? Так он заберет после. Нет, может, тюрьмой. Смотрите, он сейчас берет тюрьму и тюрьмой убивает в Олеску. Как он? И город забирает. И мэйн забирает, да. Изи. Согласен. Нет, тут должны КЗ сейчас дать, и он реально тюрьмой вперед поедет и потом через ТП вернется. Убьет в Олеску и через ТП вернется. Вопрос. Если так будет, напишет ли Юнит-Кон сразу ГГ или нет, как думаешь? Если он увидит, ну, ему приедет вот эта армия на лицо, убьет в Олеску и нажмет ТП. У него там еще все цепи на концу умрут и такое. Кстати, хороший герой. Ааа. У него жесткая охрана. Слушай. Ну, такой я бы что-то, наверное. Хотя, статы 10-22. Ну, блин. Просто мы ожидаем, что на 1-2-1 тут архивы идут со стороны ВНОТКОНа и заберут эту тюрьму вообще на изи. Он может нижнюю попробовать, Десса, и надо посчитать, мувы. Ну, у него же сапоги есть. Да, нижняя там тоже жесткая охрана, наверняка. Ну, в смысле, ты откуда знаешь? Ну, у него деньги есть, чел, просто разведай. У тебя 20 тысяч. Нет, смотри, он архидейвилов бьет, он ровно открывает. Но архидейвилы поклюют, поклюют. Ангела нельзя на них брать. А, он чекает сколько их? А их много. Их 20, подожди. 22. Не, подожди. 21. Не, 19, 19. 19. Ну, до 30 чек по-любому всегда. Да, конечно. И квест еще жесткий. Не, 19 я бы не лез, они очень жесткие. Не. Не-не-не. А вон снизу, смотри, седые. Ему надо нижнюю открывать. Ему нужен герой на седьмом разгоне, на шестом. Ну, если там 2 в 49 седых, так-то тоже. Да, у него статы нормально, у него 40 джинов. Вот, он увидел ее. Надо, надо, молчи. Надо, надо. Он же будет пробивать не Алкиным, а нулевым героем. Вот еще улик надо брать клошкой и просто на слепида пробить. Еще 20, на 30 тоже тюрьма. Короче, смотри, возвращаем, забираем улик КО и бьем вот эту нижнюю тюрьму, а ей бьем орхидевилов. Нижнюю тюрьму мне нравится, но я не уверен, что там достают. Достает, у него сапоги зеленые. Ну, я понимаю. Ну, на глазок Бриса бы точно на седьмом достала. Ну, Налкину хочет седых пробить. Тогда уж лучше действительно проверил бы нижних седых. Окей. Ну, молитва совой. Все, я не касты просто. 2 из 2. Блокировок. Ну, кстати, смотри, Джин это не выбивает. Нет, гиганты зато выбивают. Я бы клопов зафидел здесь, наверное. Сними ответку, нижень. Ну, кстати, да, мог снять реально с четверочки. Сейчас гигант с нее не умер. Нормально. Что-то 3 Джина, 4 Джина. Ну, какой Алкин красивый. Как всегда. Да. 16, это 20 опыта будет. Либо психи. 20. Ожидаемо. Ну, да, сейчас засветит медведи. Засветит медведи. Ну. Хотя, кстати, там только кучка дерева. Он даже не смотрит туда. Странно. Мне кажется, что с шестым разгоном туда герой на сапогах успевает. Блин, сейчас 20-49 негрыжных. Ну, это жестко. Ну, тут качаный герой. Вот и дикие. Ну, типа, да. А там, смотри. 10-19. Так надо бить. Там нормальный герой. Там просто вот этот герой. Можно на дефот сесть. Добрать каошку. Вот он их чекает. Ну, без грязных штук. Ну, тут с коробкой. Тут, скорее всего, герой плохой будет. Герой, да. А он этим героем хочет... Блин, они поделились. Этим героем он нижнюю не вскроет. Там далеко тюрьма. Ну, не знаю, смотрим. Интересно, что он придумает. У него досталось 12 тысяч. 12 тысяч. Уф. Он даже не мерил просто нижнюю тюрьму. Мне кажется, что достает туда герой. Вот. 10-10-10, да. Жестко. Ну, тут надо что-то терять кого-то. Я бы, наверное, уток плюс джинов терял. Вот этим снимать, наверное, надо, нет? Конечно, надо. Не знаю, что он жадничает. Ну, жадина он, жадина. Ну, смотри, он и уткой не бьет. А, ну, можно так, без разницы. Ну, на следующий ход. Снимать надо. А-а-а, минус мораль. Ну, смотри, джинам бьет, минус 5 джинов. Надо... А почему он уткой не... Ой, прочитал. Ну, это на самом деле, такой рандом, никто не угадает, куда они ударят. Да, оправдывайся, он все знал. Да, ну, виду, у него второй взрослый. А я кто такой? Даже не в топ-16, так что... Ну, кстати, герой здесь фигня. А, фигня. Дай бог, 10-й, может, вообще 5-й. Ну, да, 5-й. Так-то сирена поинтереснее смотрится. Ну, я уволюю. Нет, нельзя. Ну, у него выбора нет. Ну, либо так вывозить просто. По-прежнему не... А сверху колпак за этими, за державами? Ну, здесь ДД нету на героя. Нету. И муфчика не оставил населения. Ну, что-то я не знаю. Он сейчас пойдет за фидит за двадцатку на гостами. Да? Потом за фенами. Зачем на миде госты? И что-то и все, и все. И к чему вот эти боевки, за эти опыты? Да, мне кажется, он вообще как-то, типа... Вижу цель, не вижу препятствий. Не знаю, бьют все подряд. Ну, я его могу понять. Он, знаешь, у него лудоманская жилка. Вижу, вижу коробку. Вижу коробку. Все. Больше ничего не вижу. Поехали в казино. Смотрим. Пятная двадцатка. О, вот это повезло, кстати. Ну, у него минус мораль, конечно, жесткая. Вообще лютая. Ну, это повезло. Это хорошее. Ну, нет, тут двадцатка. А это без потерь? Не знаю. Ну, видимо, в Ангела плюс в Баллисту бил. Не знаю. Гений вообще, гений. Нафтобой. Прочитал он? Ой, он Джедит. Все прочитал. А, так это Саня с кольцом морали, который уволил. Да, да, имба, да. Имба. Ну, что он будет к фильму мерить? За медведями. Да он не смотрит туда даже. Он сейчас заберет вот здесь. Деньги потратит, да? То, что денег много. Да он все будет дефить Кирой, типа с хостой, нормально. А почему у кого не вывел? Вот зачем вот он-то, ну, то есть. Ну, я понял. Кого вывести двумя героями, чтобы у тебя под финал Квармак какой-то был там слепый, я не знаю, три. Нет? Мог, мог. Мог вместо птицы вывести кого? Ну, вот я про то же. Он купил птицу, он мог вывести к Олифу. Ну, то есть, он же понимает, что сейчас на него нападать будут. Причем, скорее всего, через тюрьму вот эту, возможно, за орхидевилами. Чармей, кстати, даже в гарнизоне показывает, что у нас больше. Да. Чувствуемся уверенно. Ну, там это всегда, потому что там же, типа, на скупке Касл, как правило, играет. То есть, ну... Это понятно, да. На скупке с орхами еще возможно. Так. Ну, не знаю, вот он кого не вывез, мне не нравится. Кого? Гремлин, этого удали. Да удали ты, дали, не переживай. Ну, он с Оликом вообще дефает. Еще и в гарнизоне, чтобы никто не догадался. Ну, у него одна цепнуха с латами, перчи, перчи не одеваем. Ну, кого, честно говоря, поинтереснее выглядит. Цепнуха, а у него там свиток хостые, свиток хостые у Лунуткон, да? Ну, ладно. Давай посмотрим, что у Вани. Там, на самом деле, у Вани, при том, ты сказал, что 100% финалка будет. Там так-то можно поехать наверх. Там дорога уходит наверх. Ну, как думаешь, он поедет наверх? Он видит, что город занял. Если бы статы светил Момчик, то поехал бы. Без статов, наверное, поедет все-таки в центр. Ну, там поездка в один конец, ты же понимаешь. Если тюрьм нет. Ну, да. Не знаю, мне кажется, он будет пытаться финалить. В надежде, что там нет героя хорошего для дефа. Я бы, наверное... Теперь точно будет. Я выхожу, вижу развилку, не вижу тюрем, ничего не вижу, да. Хорошо. Не, просто я тебе говорю, если бы светился Салмир в таверне, ты бы... Ты понимаешь, Салмир с жесткими статами. Ну, Салмир страшно, потому что это башенный герой. Он мог, типа, прийти на первый день, да? Из-за этого, да, Салмир страшно. Да, я мог в тюрьме там... Не, ну, на 20-го СПС Салмира он вряд ли бы поехал. Да, да, да. О том и речь. Так, ну что, довозики. Вывозики. Ну, он может попробовать, что, АУТД, да. За счет АУТД попробовать финалку выиграть. Ну, тут армии не так много. Сколько там, получается, цепнуха 840? 840 минус 4 ангела. А, Салмир у него, говорят, был, он его уволил. Ну, он все равно не видит, кто там дефает. Ну да. Ну и что, мы можем потащить вообще финалку-то? Сомнительно. Предположим, мы скупим всех ангелов у нас, что там, конца максималка там, да? Это 10 ангелов. Ну, там еще один лежит, значит, 11. А, 11, да. Ну, статы не очень были. Олик тоже, макси. 10 статы было, да? 30 суток, 10 ангелов. Сейчас еще ГО чуть-чуть, наверное, потрепает. Он, видишь, пикименов не скупил на Аджор, на ГО. Ну, вот, мне кажется, с КЛО изи бы для Момчика было за счет слеп. Вот три слепы там, типа, катку точно бы финалку выиграли. Потому что тут у Вали, сколько там у него маны? 15, 10? Ну, то есть, три слепы бы там точно катку выиграли. Вот. Ну, конечно, Мини. Не повезло. Да, бывает. Ну, там всегда так. Всегда так. Помнишь, у меня вчера тоже на Илленке конца была где единичка? Ты же комментил? Да, да, да. Всегда самое дальнее конца всегда единичка. Это закон природы. А, у него еще тут один ангелов на разгон. Да, да, да. Ну, вот что. Так, и птицы надо не забыть только. Да. Да, не, ну, там большая армия. Там статы хорошие. Там 5 Ол. Щит на 7, да. Что он там еще добрал? Латы. 3 Ол. То есть, у него 8 Ол. Блин, тут 10-12 СЛТД. Ну, кстати, тоже, да, неплохо. 15 маны здесь. 15 маны. Здесь одна утра потеря. Я кол, 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 кол нажимаем. Что, минус утка одна? Не страшно. Мне кажется. Изи. Кстати, тут еще какая-то коробка. Здесь 19 плохая, значит, там скучка еще. А, скучка. Что нам? Ему надо орхидевилов будет бить, скорее всего. И вот за орхидевилами жесткий, либо какой-то димер, да. Ну, уже либо жесткий какой-то макс с заклинанием, либо какой-то жесткий воин. Типа там, я не знаю, крэк какой-нибудь, тазар, и вот им на утд пытаться. То есть, вот такие варианты. Что, думаешь, он будет орхидевилов? Я думаю, будет орхидевилов бить. Он обязан их бить, на мой взгляд. Ну, если сейчас ничего больше по дороге не найдет, то, да. Так, он будет сандали, да, бить? Он сандали вывозит, плюс статы еще, считаю. Ну, и нет, ему мув, два мува. Ему нужно отойти, кстати, Валеской. Тогда хватит на дорогу вывести. Он не прочитал это. Сейчас 100 мувов Валеска потеряет. О, нет, не потерял, молодец. Ну, ну, мне кажется, норм. Нет, с хостой можно и получше, наверное. Что, они будут перевагировать? Но не в любом случае стреляют в первом раунде, убивают тебе два циклопа. Нет? Он сейвил монков! Чтобы в них сейчас стреляли. Понял? Да. Циклоп засейвил. Это вообще 200 IQ гейминг от него. Он не взял гиганта, а он скинул всех пикименов. Чтобы сейчас потерять на одного циклопа меньше. Чеховские монки. Он жесткий реально. Реально жесткий. Два волтриол. Красиво. Ну, это идеально, арты для АФТ. Да. Ну, и он будет открывать тюрьму, он обязан это делать. Вот он ведь тюрьму. А, нет, смотри, тут свиток, это так себе тюрьма, может быть. А, реально свиток-квест. Свиток-квест, два ресурса. Я же говорил, тут вообще мувов бежать совсем чуть-чуть. Ну, вот он наверх смотрит. Но он без пастфайна, да куда он там убежит? У него маны нет, пастфайна нет. Он даже шпутка Зен идет, он т.п. не может сделать. То есть, ну что? А у него финалит на Валибе. Нет, ты понял, он может сделать, у него земля теперь есть. А, да. Смотри, бьет. Там стало 20-49, лол. Да, да, прирост там 19 было. Ну, кстати, 20-49, вот их 19 было. Я думаю, что там даже с квестом и контролем там все равно 20-й герой сидит. Ну, 20-й точно, да. То есть, он должен понимать, что там с любым свитком и любым квестом сидит 20-й минимум, герой. Ну, вот непонятно, блин. 20-й это очень много. 20-й это очень много. Представляет, конечно, спасфайн был, он бы открыл Минза Медведев и 30-й, а потом он не стал открывать. Видим, низейшая черва. Блин, он едет в финалите, не доедет и гагачит напишет. О-о-о-о. Просто 20 мулов не хватает. Или сапогов. Сапогами, типа, прокатило бы. Да. Надо перекрывать, вот здесь оставаться. Надеюсь, что контроля нет. Ну, контроля нет. От колпакма нет. Ну, он кило доберет, даже армажить не сможет. Хотя нет, почему сможет. А ему надо? Ну, он может же ману пополнить после. Ну, типа, не финалить, просто Алкина разбить, да? Да, а что тут Валеск-то сделать? Все равно будет нападать. Да не, мне кажется, он сейчас... У него Алкин же, по-моему, экспертная земля, он его просто разобьет, купит ему книжку и им зафиналить с 10 маной. Можно даже армак прокинуть. У него же есть птицы, лол. Он просто армак кинет с Альмиром с 20-м, с 15-м СП. Можно он еще внизу за птицами тюрьму открыть, 30-ю, и ей зафиналить, разбить ее. То есть тут опций очень много, и все ведут к победе. Вот, но через армак не нравится больше, это красиво. Да, армак будет неплохо. Просто Солик на латах на птицы нападает, финалит, ой, финалит, тормажит, и добиваем Алкиным. Смотрим. Смотрим. Тут денег ограниченное количество, ему надо аккуратно, чтобы все получилось. Он еще сейчас героя снизу вскрывает? Да. За птичками. Сидык хочет. Но ему надо кого отбивать. Вот, он, по-моему, понял. Такое, о, о, можно же проармажить. Зачем-то бьет в деревьях. Не знаю, зачем. Подкач. Там свиток плюс циклопник, я не понимаю. Ну, свиток забирать вообще не очень удобно. Лишь не было. Лишь не было. Лишь не было, что он не дошел. Ну, он в Олесской подобрал обратно. Не знаю, мог ли он сэкономить как-то там? Может, лишний раз Ризе как-нибудь передался? Не знаю. Ну, да, но он бы тогда сандалий не достал. Не, ну, я говорю, Ризе, может быть, он там, когда передавал птицу, он же Ризе передавал птицу. Может быть, можно было не Ризе передать птицу, и тогда бы эти 50 мулов. Ну, я не знаю. Ну, да, ладно, неважно. Просмотрел, да, действительно, неважно. Ну, я, как и говорил, 2000 мулов здесь бежать ровно. Не, он, типа, я не понимаю. Так Ризе сама передала. О, да, да. Жестко. Теперь он может, кстати, слева добрать за мишками тюрьму, с Оликом ДД сделать. Добрать тюрьму, и этой тюрьмой его зафиналить. Как себе? Так нормально, нормально. Огонек. Еще раз, речь о том, что Ризе могла сэкономить себе 50 мулов, не передаваясь лишний раз. И за счет этого Валеска быть потом не забирала, тратя своим, увы, с Ризе. О, тут смотри. Да. Все, надеюсь, всем объяснил все понятно. Нормальный Челикс. Ну, сойдет. У него статы большие, масса хаст есть. Но он им финалить будет, видишь. Им финалить будет. Ну, нормальный. 70 маны, то есть, что, кого сейчас доберем. И слепые армаги там все-все-все есть. Боится что-то вот червей бить. Так они не грежные. Изи подкажи. Были чатик про Ризу, про Валеску. Смотрим только на... Не добежал, не добежал. Ну, на самом деле, если бы он добежал, могла бы быть интересная финалка, да? Такая... Ну, все равно, мне кажется, Мовчик бы выиграл. Ну, было бы интересно. А сейчас будет одна калитка. Ну, смотри, он с Оликом сюда идет. Почему ГМ не поставил? Чтобы этот... Ну, деньги экономить. Нет, ему в любом случае ГМ нужно ставить, чтобы этот его... Монах выучил хаст. А хаст у него в свитке? Ну, там выучил стрелочку какую-нибудь. Стрелочку у него, вновь, вновь, есть. Ну, выучил что-нибудь. Че-нибудь. Хилку какую-нибудь хилку, там, я не знаю, отслепо. Ты же не тупой, выучил же хоть что-нибудь. Да. Червяки из жесткие. Реально жесткие. Ну, да. Быстро не спрессор. Раскоп труп съели, минус два. Съели. Ладно. Пойдет. Ну, кого здесь важно, плюс улик еще. Прожег джиннов. Ну, у меня тоже такое бывает, но очень редко. Когда она кликает, кликает на таймере. Вот так вот. У меня было, знаешь как, я на ангеле залез в башню черную, там был зеленый дракон, и автобой умер на ангеле, а я кол нажал. Это было забавно. А как он, ты тебе с минус моралишь, что ли? Нет, просто, ну, дракон, видимо, моралился, я не знаю. Жестко. Как-то, короче, дракон убил ангела. Для меня это было... Ну, прям, откровением. Ну, что? Да ничего. Ну, он пузо хоть кто-то хочет. Зачем он пузо? У него на латте есть. Ну, типа, потому что он латте отдаст на армак. Да пофиг. Там после армага ничего не останется. Подожди, или он сейчас священникам армажить будет? А, ну, Салмир, он уже потратил, чайник нашел. Да, я бы Салмир оставил, им бы армажил. По 12-й СП, а потом бы просто вот этим... Ну, он им просто финалить будет, поход, без армага. О, он еще что-то делает. Ну, он поехал за колпаком. Не чекнул рефил, кстати, а там ЧД. Так, ну, тут ДД есть, поэтому он поехал. Да, легко. Ну, будет, что там, с одним взрывом финалить. Поедет же за тюрьмой? Ну, надо ехать за тюрьмой. Да. Это хороший мув. Хороший мув, мне нравится. Только я бы оставил сразу птицу армаг. И латты вот этому лойнису. Так он еще вернется. Ну, ладно. А, ну, у него полет теперь есть, нормально. Да, нормально, через полет ему надо. Просто деньги кончились. Весь четвертый. Тут 20. Тут тяжело придумать, как за мамочеку можно проиграть. Да. Ай-яй-яй-яй-яй. Да тут ладно уже, не пофиг на потери. Ну, потеряет он тут. Че, циклопов, уток, джинов. Мне кажется, тут уже ничего не спасет. Мащенную длину потерял. Ангел. Куда? Полегче, полегче, мужик. Он с Оликом может. А тут, кстати, воин. Ну, просто ДД нажимаешь им, покупаешь книжку и финальишь, Юрий. Да. Нет, мы сейчас черную башню будем забирать. Ну, он может вот ту тюрьму еще открыть через ДД. Видишь, седами справа. Ну, там, скорее всего, квест и... Ну, и что, все равно двадцатьчик, может быть. Ну, уже хватит тюрьму забирать. Давай уже. А что он считает? Так, нажми полет. Нет? Он типа Лонисом забрать, и им в финале будет. Да. Ну, он что-то перемудрил, мне кажется. Нет, вот в этом плане. Нет, ну, и с другой стороны, типа, тоже отдавать ТО, мало ли там упадет в слот. Ну, я бы выбрал вот этот тюрьму справа за мишками, чем вот мулик. Да, он, да, не видит. А тут сумка, тогда вопросов не имею. Вопросов нет. Да, и сетка, кстати, запрещенная. Четыре от игроки, что поделать. Ну, смотри, он в финале 50 маны. Ну, да, все равно выиграет. Взрыв. Хас надо поставить. А, так у него нет хасты. Почему он гэм не поставил? Вот, конечно, тоже такие. Да ладно, сейчас нападет. Взрыв минус 8 ангелов. Так. Спойлеры, спойлеры пошли. Да. Блин, как ты прочитал этот пример? Классический джебус кросс. Красиво, да. Вообще классика. Бессмертная. Взрыв гг. Вышел с респа, передал ход, прибежали, взрыв гг. Все. Помимо классического джебус кросса, у нас еще и классический кассел, который не может выиграть уже третью игру. То есть, три подряд игры проигрывает в нашем турнире. Причем это на религусе было, сейчас на юнитконе тоже лосс. Касслу не везет, ребят, в последнее время. Ну, а вы можете проверить свою удачу на Лиге Ставок. Под стримом есть баннер, переходите на зеленый. Там есть акция до 22222 рублей. Можно залутать при регистрации. Пишите Лига в чат и поучаствуйте в розыгрыше промокода на 500 рублей, который мы разыграем перед стартом второй игры. А сейчас мы уходим на короткую паузу. Пять минут. Я вообще-то давал больше на турнире за красный? Не, не давал бы. Мне нравится играть на рестартах. На фулл рандоме. Ну, фулл рандом, блин. Ну, я 4200 оцениваю. Красный обычно на фулл рандоме. Окей, эти 300 монет вряд ли завершают. А тут сразу зеркало рестартится. Оба скилла условили башню. Ну, смотри, видел, кто-то эти лампы. Видел, видел, да? Данж. А тут опять данж на зеркало. Вот, башня на циту. Ну, тут уже для ануткона хорошо. Да. Башня, наверное, самый сильный замок на рандоме. Плюс-минус. Ну, если какой-то, конечно, там какой-то профиль не придет. Типа шахтера там. Или что-то такого. Башня самый сильный. А как тебе, ну, типа, вот цита на фулл рандоме через медведей? Если там не сдача позволяет. Да, вроде тоже точно. Ну, вопрос в турнирной игре. Я вот в лобби бы, да, там, ну, паров бы с удовольствием поиграл. Но в турнирной игре без, там, не знаю, трех утоп, вряд ли бы стал играть в такую сдачу. В плане, что CD. Ну, ммм. Ну, против башни, да, в любом случае, не очень приятно. Вопрос, вот, будет ли он здесь байтить? Вот у него плохая сдача, да, байтит. Он уже плюс поставил. Инста забайтил. Инста рестарт. Ну, это хорошая от него игра. Хорошая игра. Опять цита, опять гундула. И галдранду, понятно. Сейчас снова плюс инста. Да, инстарест. Вообще, Иван, не удивился Гошанов в таверне. Как будто так и надо. Вопрос, вот тут вообще будет пустая сдача. Будет он ее плюсовать? Будет. Мне кажется, он играет так, аккуратно. Ну, хочу аккуратно у тебя. Ну, да, у тебя Гошан, но у тебя пустая полностью сдача. Иди, разбежка, например, будет. Ну, пустая она будет, в любом случае, только на первый день. Ты ее, типа, понадеешься. Да и к тому же, некор это тот, кто может играть через анимейт. Вот уже, ну, все. Ну, все, сразу. Хотя, вот по факту, вот ты говоришь, пустая сдача. Он увидел к концу, сразу плюс. А если она единичка, и больше ничего нет на респе, тоже же может быть такое. Тут уже не угадаешь. Ну, да. Так, а тут нычка медведей. На две черные башни. Гундулу повел куда-то. Не уважает Гундулу. Нычка собака, 3-3, на-ка. Солик есть. Странно, он Гундулу увел. Это же очень хороший мейн. Вот утоп. Вот она через сидык, смотри, с утопами. В прошлой партии на всем говорили, что Момчик тут через Титанов будет играть через Титанов. Он не играл в итоге, ну, и там и сдача, как бы, не на это намекала. Нет, там сдача, на самом деле, непозволительная, как было, там, играть в Титанов. А тут, может быть, он... То есть, можно, но это приведет тебя просто к лузу. Может, тут он расчехлит свое Т7? Ну, там охрана плохая, надо арестить. Любительство. Я бы арестил это. Глони видно вообще далекие дороги. Дороги ужасные. Коробки какие-то, да? Коробки какие-то есть. Я бы арестил. Два улика, кстати, да. Но я бы все равно арестил. Вот если бы было две нычки и две утопы. Вообще, конечно, да. Против Некра хочется чего-нибудь поболее. Опа, вторая утопа, кстати, герой с голдой. Форт на холме, например, за блоком. Ну, он сейчас к концу, видимо, бить будет. К концу же стрелочка, герой. Будет чекать к концу. Ну, видишь, уже крест приготовился. Здесь у него два улика, нычка, две утопы. Ну, а какой концу он хочет здесь увидеть, чтобы плюсануть? Интересно. 3-4? Или наоборот единичку для темпа? Думаю, 3-4. А, там еще рефьюго, типа, архаище. Да-да-да, рефьюго, рефьюго он тоже хочет, наверняка, отчеркнуть. Я думаю, просто единичка тут мало что дает. Ну, единичка, потом сбор двух уликов и что дальше? Не знаю. Ну, и там еще что-то находишь. Ну, нет. Так, конечно, да. Понятно, темп. Он, кстати, под пружи подставляет. Там у нычки просто тяжелая охрана. Там без уток или ангелов не справится. Там магогов много. Там две кучки плюс арт. Плюс нычка, там 50 плюс магогов. Короче. Тут волков всех слил. В рефьюге седой или рестарт? Независимо от того, какая конца. Ну, арт там. Ну, любой-то 7 грейжный подойдет, наверное. Да. Вот он, собственно, сразу на рефьюге, даже мимо в гараже. Даже в концу не чекает. Да. Барни носики. Ну, сархом он бы здесь играл, наверное, да? Ну, задумался бы, как минимум. Пошли юниткона смотреть, там два ареста. Тут латы были. Опять. Пошел по комнате дымок. Ну, это можно и интересный жрать. Инферно. Я чё-то не обратил внимания, что он... Вроде башни. А, башня. Ну, нычка гогов есть. Если супер-жир, прям можно поиграть. Но пока не супер-жир. Крэк. Странно, он на тряпке разбегается, жадничает собачек на разбежку. Теперь набейся. А чё тогда до этого на тряпке? Конца. Ну, не знаю. Можно и против Фафнера, они стареют сидеть просто. Налево ещё героя отправляешь по дороге, не находишь чё-то прям супер-жир и вес нажимаешь. Дороги, кстати, не очень опять... Да, всё, можно лестить. Ведамина с волной, типа пробить блок. Ну да, может быть. Кстати, он не стал почему-то бить. Вообще, ведамина без волны, это септияна с волной. Ведамина с перчиком. Так он и тряпок забрал уже, всё, неважно. Да, тот в чате советует. Сейчас бы чат. Простите, чат экспертов, конечно. Да. Ну, чё-то думает, смотри. Да мне кажется, вообще не о чём думать. Две концы, слушай. Чё-то он не вдохновился второй концом. Может быть, я видел до этого. Ну, он... А, у него нычка есть, он дейвилов рассматривал, смотри. Смотри, крик земля. Он пойдёт сейчас, чё, могилу чекать? Мы уже мысленно зарестартили. А, он уже нажал рез, просто момчик чё-то тупит. Я написал. Опа, момчик не видит. Ну, кстати, там нычка была, да? Нычка дейвилов, две концы. Да, крик земля. А вот теперь инферного момчика. А тут как раз, о, этот флакс. Ну, флакс мне, кстати, нравится на рандоме. Хороший город. Ну, то есть, мне кажется, сильный, достаточно. Ну, на рандоме, да, наверное, неплохо. Но мне, в принципе... Ещё и герои хорошие тут, Бриса, этот. Гриня, а вот она, волна смерти пришла. Всё, поехали. Это имба вообще на... Чё, кстати? На гриня имба вообще, на тряпках. Можно концы брать. Ещё один рест есть униткона. Ну, тут очень близкое дело, но не сказать, что самое приятное. Да, не самое лёгкое. Так, с гнальными справились. Руины есть. Под фарм улик. Цех. Ну, такое пока, такое. Да, нормально. Ну, немного, но направо ещё не бегал по дороге. Да, давай ещё. Чё, ггм не ставит, типа денег нету. Оп, внешний портал такой. Надо сказать, прикольная штука, прямо у мэйна по городам летать, да? Во, и смотри, мульти нычка есть. Ещё улик второй. Да, так, ну, уже не так плохо. Мульти нычка, да. Мульти паспорт. Ну, надо... Может, ггм всё-таки поставить? Направо, направо. В 7500 уже можно, мне кажется, ггм поставить. Да, да. Нет. Экономим. Просто Флакс это тот город, за который альтернатива от стройки практически. Ну, разве что, грейд фейк теперь? Да, не-не-не, навсегда ггм ставится. А вдруг? Может быть, он знает обузы с грейдом фейк? И цех на следующий ход, а? А? Сомневаюсь. Вроде он не практикует такое. Если мне память не изменяет, он даже раньше, когда все обузили цеха на башне, он не обузил. Могу ошибаться, конечно, но мне кажется, это так. Да, наверняка, ну, судя по тому, что он даже в Аляской брал по ГОСТу, и он, Ваня, не особо по обузам. Да. Что-то внизу. Понятно, пока. Понятно, пока. Через ГМ строй. Ну, нет, а тут все через ГМ строится. Так, ну, смотрим. Пушка. АТД, да? Опять, опять АТД. Две трубы одинаковые. Покчамп. Интеллект. Не интересует. Две трубы в два глаза. Почему не стакаются, кстати? Не знаю. Почему стакаются телескопы, труба, а труба с трубой? Нет. Бред какой-то. Так, ну че. Цветок какой-то. Левела пятого. Ну, ему фул вправо надо, да, героя. А Гриня, он что, под улик типа ставит? Под прокач на зомбях, может, на следующий ход? Нет, да. Похоже, играть будет. А че тут не такого интересного? Два улика, все. Ну, да. Как выходить будем? С двумя уликами? С мгм просто. Нормаги? Ну, да. У нас есть как раз нычка этих. В том числе огнянок и землянок. Свидок за джинами. Их там 10-19, там 4-10. Нет, 20-49, там 5-0, скорее всего. Блин. Ну, че ты эстрадку не портишь? Так мы гэм, гармак в замк. Флакси? Ну, там не дают. А, ну, вон еще за скорпикорами есть свиточек. Ну, не знаю. Так-то мало, согласен. Гаоти, ну, такое относительно тяжелое. Но он, смотри, гэм не ставит, походу, ряд будет. И говорит, что денег нет, да. Надо фу по дороге бежать. Направо. Да, гэм так и не отстроил. О, вот она. Ну, смотри, у него вариант есть кучка сундук эгем, либо рефа. Кучку он не подберет, случайно? Кучку подбирает. Ну, на гэм все равно не хватит. Ну, то есть он рынок ставит на первый. Рынок на первый и... Ну, смотри, вот если здесь арх, будет ли он это играть? Лучше ЧД. Ну, не уверен. Сад жизни на первый. Блин, минус. Так, я так и не помню. Вы говорите, что для сада жизни нужен гэм? Вроде нет. Не знаю. Ну, быки. У коровы нет других забодов. Да, рестель будет. Ну, да, такое. Нет, смотри, продолжает выстраивать цепь. Ну, он сейчас выстроит, подумает и зарестит. Ну, еще воздушку потерял, неприятно. Да, сад жизни можно поставить. Ну, все. Ставим, значит. А он старинок поставил. Плюс. Плюсует. Да, ладно. И смотри, ну, не... Реально плюсует. Жестко. Вообще жестко. Не ожидал. Причем, Флакс это тот город, который Иван обычно ролит. Но в этот раз что-то заинтересовало его вот эта задача. Ну, блин. Ну, ну, что-то не знаю. Утопа. Что у Момчика? Я вижу, что тут загреженные бесы. Потому что Игнат зашел. Там нычек у него много справа, помехи он есть. Игнат последним героем, но, скорее всего, он зашел с мясом. Дорога на Гаоне очень приятная. Да. Вообще ничего нет. Две нычки эфритов. Ну, все, через эфритов играем. Тут еще бесов три нычки. Ну, тут тоже что-то какая-то такая. Походу, играем такую на такого конца. Играем такую на такую себе, да? Судя по всему. Ну, да. Средней паршивости сдачи. Я не сказал бы, что это играбельно. То есть, смотрите, мы на первый день не видим достаточно каких-то объектов, да, и артефактов, или еще чего-то, чтобы выйти. То есть, пробить ГО. Для меня это аргумент на рестарт. Возможно, он еще плюсовал из-за того, что оппонента инферно, и типа это совсем плохо для оппонента. Ну, я не знаю, инферн, да тут как бы... Ну, понятно, что жир может сдать за любой город. Обычный город. Так, тут просмотры пошли. Смотрит за шахтами. Его интересуют шахты. Играем в отстройку. Резко, конечно, интересно, как ты сгенерился. Ну, да, да, дороги, дороги какие-то кривые. У него, по идее, город должен был быть в углу, а он у него справа. Шапка АУТД, да? Да. Тут, видимо, тюрьма была. Потому что есть и гоблины, и некромясо. Да. Тут бесов очень много. То есть, там три нычки у него. Все, она соберет под стой, пол, пятьдесят почти будет. Ну, и что, поедем на нычки? Ну, пока, пока, не знаю, пока две нычки ифритов и конца. Больше ничего нет, нычка тяжелая. А четыре даже нычки бесов. У него есть маг статы, два шапка. За горгулями и за чародеями вместе с нычкой. Там могут быть свитки. Надо вот сейчас отдаваться, может, на Игната свиток чекнуть. Свиток чекнуть, да, ифритов пробить, наверное. А, уже есть у него такая шапка. А, да. Поехал качаться. Башню бить. Ну, свитки важно чекать, на самом деле, да. У него, правда, магов нормальных нет, но... Свитки игру выигрывают просто. Просто, ну, представьте, сейчас он за гульками армаг найдет. Тут же вообще все кардинально поменяется. Инферно с армагом и без армага — это две большие разницы. Вообще, у него есть шапка на шесть. То есть ты просто любого героя заливаешь и на армаге берешь объекты. Так, фейк прожит. Это сейчас будет дабл отстройка ифритов. Кстати, я бы задумался, денег очень много. Если вообще ничего не находит, дабл отстройка ифритов с двумя нычками, как себе. Да. Ну, он как раз поэтому, возможно, и смотрел там шахты золота, чтобы побольше там мяса построить, чтобы деньги были. Кстати, универ, интересный чек. Вот сейчас чек. Ну, хатку плюс универ. Ну, такое. Ну, такое. Ладно, не повезло. Две могилки еще. Да, могилки тоже важны. Ну, такой какой-то творческий респ. Ну, тем интересней. Вообще, рандом, в принципе, часто сводится к таким сдачам, где приходится проявлять разные навыки. Так, а тут подкач на зомбарях. Ну, кстати, урона-то нифига нету. Чего не заградил воздушек? Потому что гэм. А, гэм же не построил, точно. Я забыл. Ну, да, такое. Коровку будут не забыть. А что он планирует? Ну, вот он сейчас масло докачает. Какой дальше план? Можно было бы тпшнуться куда-нибудь сразу, но там у башни вроде ничего нет. Интересно. Зефирка бы какой-нибудь. Какой зефирок нету? Да. Зефирка, да, круто, но зефирок нету. Можешь нашел? Мы отвлекались на момчика. Да. Не знаю. А, вон действительно есть. Прям видно слева. За конями. Плюсовик. Да. Ну, значит, туда, да. То есть мы сейчас гэм ставим и берем нычку и на третий с грейдом воздушек полетим за зефиркой. Ну, да, хороший старт, что, на третий день зефирка. Повезло, неудача, да, прокнула? Да нет, но там еще есть вроде хп. И фейку сохранил. Все. Все-таки снимем. Что-то странно. А что он делает? Просто всеми вейд, 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 ответку снял, нет? Ну, пока, боевка, конечно. Да, да, да. Требует много концентрации. Я не очень люблю такие боевки. Ну, да, аккуратненько, да, да. Прям вообще ненавижу. По гост ты тоже не любишь? По гостах тоже мискликнешь и все. Да нет, ну, тут дело не в мисклике, а тут надо что-то их развести вначале там, потом вот это вот отбегать, подбегать. По гостах-то там все, как бы в одну и ту же клетку встаешь и ничего, ну, не надо придумывать. Просто мозг отключаешь. А здесь вот именно что? Разводить, она еще долгая такая. Кстати, он в итоге киринданом 1000 мулов-то не потратил. Да, просто ман уресает. Можно вязать. Он на повышалку. А, еще поедет сразу сюда. А что там? А он землю не докачал. А, у нас зефирка есть. Пустите, две заставы, это уже нормально. У него еще тюрьма какая-то тоже конями негреженными, некровскими. Так-то? Перспективненько уже. Первой скорости по-прежнему на ГО нет. Ну, да. Ну, там это либо конца, либо... Этот... Увидит Игнат, Игнат, и причем со статами уже. Да. Но он понимает, что он, скорее всего, на первый день зашел. Угу. А вот вопрос. Если бы у Момчика был Игнат, он зарестил бы Юникон? Если бы сразу с раздачей Игнат зашел. Сложный вопрос. Зададим на послематчем. Мне кажется, да. Потому что здесь сдачка не такая стильная. А если бы Игнат увидел, зарестил бы. О, еще улей. Ну, нормально, кстати. Три улья, да, солнышко. Где, четыре улья, нет? Четыре, да. Вот за стрелками тоже улей. Четыре улья. А, ну, четыре вообще уже. Другой вопрос, что сейчас четыре каких-то мини-предмини улья у тебя там 20... Сколько? Двадцать суток, да. И, блин, статов нету. Не, ну так тяжело жить. Давай 48, ну так и нормально. Хорошо. Ну, охрану-то этих он пробил, а... Как будем здесь пробивать? Игнат, Игнат зашел сразу. Не, Игнат зашел сразу, но он не зашел ни первым героем. Ну, он не зашел, ни с раздачей был, да, по ставерне был, но с мясом. Удивился охране? Да. А, с мультинычки он не знал, что там охрана есть? Серьезно? Не знаю, говорит, удивился. Настолько редко играет за факс, да? Ну, видимо. Ну, тут воздушек надо грейдить, сто процентов. Ему же зефирку нужен грейд, плюс на охрана не хочет. Чуть не хочет. Охрана, я бы грейдил. Рыб купает. А, он не играет вообще, играет за факс. Так да, не, это понятно. Я поэтому удивился еще, что он плюсанул этот факс. Но то, что нычка охраняется, вроде должен был знать. Ну ладно, окей. Пусть так. Теперь ему надо придумать, как еще вывезти отсюда, потому что Бриса до портала не достает. В воздушек, вулики, не гряди. Да там, блин, после двух зефирок уже можно и цеха взять. Тут вон сразу цех есть. И там уже пофиг. В воздушке это мясо. Просто они позволят проще пробить охраны у зефирок, плюс сами зефирки взять. Поэтому... Короче, просто забил в итоге на нычку, ну блин, хреново. Да нет, это что-то... Так, подожди, но он большой зефу не возьмет, ему урона не хватит. Сейчас рыбы хвостом покажут. Ну это вот, знаешь, наверное, сказывается, маленький опыт за факс. В плане грейда в воздушек. Не чувствует горд. О, кстати, стрельба. Да, топчика. Это очень сильный грейд. Тут еще, видишь, вот эту коробку он бы грыжными с нычкой твоей разобрал бы. 20 грыжных воздушек действительно тут справлялись бы. Ну или после зефы справлялись бы. Хотя, кстати, после зефы он так может взять. Ну может. Ну, смотрим. Что думаешь, большой не полезет? Нет, наверное. В двадцатку он возьмет. В двадцатку, да, максимум рет. Ну, посмотри, урон рыбы наносит сколько? 70 урона. Воздушки тоже примерно, я думаю, в районе. Воздушки 80 где-то наносит, да. Ну да, получается. Получается даже двадцатка. Еще антиморали нету. Да, нету. Только минус удачи. Ну, то есть будет страшная боевка. Ну, он, наверное, обязан лезть, я не знаю, у него выбор-то какой. Разбиваться, пополнять ману и ехать за конями с той вот мультинычкой и грейдом. Это минус день мы теряем. Потом эту все равно не кем брать. Хотя там на грежных воздушках. Минус воздушках. Минус воздушках. Минус воздушках, это печально. И он тут сейчас рыбами не убегает. Еще минус воздушках. Минус три воздушки, но это много. Ну и большая. Ох. Да. Это печально, на самом деле. Ну, ему надо разбиваться, наверное, ману пополнять. Ехать за конями, зефу брать с мультинычкой и грейдом. Да, он уже, на самом деле, что-то я не уверен, что он двадцатку берет здесь. Не, ну да, полкова там плохо. Он, смотри, чекает двадцатка. Двадцатка. Ну, морали могут похоронить, на самом деле. Ну, наверное, надо лезть, я бы полез. Я бы полез. Я бы полез. Можно сейчас открыть калькулятор, посчитать урон, да. Я не знаю, пользуюсь целым калькулятором. Так он только что, мы видели его урон. Примерно такое. Пользуюсь целым калькулятором, посчитать урон, прикинуть примерно. Наверное, должен брать. Если морали не будет, точно возьмет. На моралях можно умереть. Ну, вот если бы он добрал мульти-нычку, вообще изи было бы. Он бы, во-первых, не потерял воздушек на матросах, да? Угу. И было бы 19 воздушек вообще ультра-изи. А с грейдом воздушек это вообще... Ну, должно браться, должно браться. Должно браться. Смотрим. Что-то в тобой вообще никого не убил. Ну, так понятно, да. В тобой сразу там вырезают воздушек. Так, две ответки. Ну, смотри, вообще урона нет. Ну, а зачем две ответки тогда? Ну, он вот этими вниз. Уху, вообще жесть. Так, понятно. Минус фейки сейчас что ли? Подожди. Да. Ой, мораль. Минус фейки. Стрелочка еще есть. Да, одна. Опасненько, опасненько. Ну, тут сейчас мораль все конечное сразу. Ну, стрелка хорошая. Ну, не, нормально. Подставляют бы кого-то, да? Да. Все, морали нет, нормально справился. Ну, пойдет, что пойдет. На тонкого, конечно, да. Ну, я бы, наверное, отдавал рыб. Душек отдаем. Кто такие эти воздушки? Восемь циклопов. Ну, что, ну, у него маны не осталось. Ему еще денечка-то резать надо. У него колодцы нет. Из-за этих чеков, да? И денег нет. И шесть героев. Ну, возможно, где-то кто-то спрятан, но все равно. Ну, цехов навалило нормально. Ну, ему, наверное, надо лететь улей забирать на этом мясе. Да? На этом мясе? Ему нужно вторую заставу забирать. Но он ее никак не кажется, не знаю. Ну, типа бристый там. Не знаю. Ну, в улей тоже что-то прохлада лезть. Большой улей это будет слишком вольно. Ну, что он, в атери нычку возьмет, шесть воздушек, еще шесть рыб. Шесть воздушек, шесть рыб и по уликам. Не, с нычкой, да, с нычкой, да, возьмет. Нормально. Огнянок можно купить. Но он в целом тогда и без циклопников. Ну, без циклопов брал. Огнянок в улях очень любят. Да. Лого, что не взбиваем грин, да, конечно, на этот ход. Ну, да, согласен. Ну, вот он, видишь, грин так и хочет. Будет брать нычку. И ехать по уликам, видимо. Ну, три цеха у него. Ну, я, кстати, по мясу-то нормально у него. Четыре уля, да, две зефирки, три цеха. Ну, мы же, будет собирать цеха снизу? Я думаю, что будет. Ну, будет зависеть от размера ульев. Очень важно. Вот. Еще у него нету потов совсем. То есть, если у уля маленький, здесь тяжело будет. Зачем ты здесь купил героя? Ну, он будет сюда уезжать, потому что. Будет сюда уезжать. Ну, давай, смотрите. Или мамочка будем смотреть. Мамочка интересно, что там вообще придумал. Молочек вообще что-то творил в прошлый ход, мы не знаем. Да. Нимбус нашел. Гигасы на гуок, алпак на выходе. Покрасил эфритов. Свитер, молитва. Не повезло. Не повезло, да. Ну, нычку покрасил, кстати, эфритов. Интересно, какими потерями? Интересно, что он вообще, что у него план какой, что делать. Что он внизу разведал, там он обзорку взял. К концу. О, ульярму. Улик конца. Подслиты были чуть-чуть, бесы, видим 61. Ну, а там за нычку, видимо, там эти были. Во-первых, лизарды, во-вторых, в нычке, скорее всего, залил. Угу. Ну, смотрим. Ну, у него два улика, да? Два улика конца. Тут, конечно, отжора под улики очень много. Да, да. Пока не получается его реализовать. Ну, грустненький рез, по-моему. Вот еще. Ищем, ищем армак, продолжаем. Там еще коробка какая-то за монахами. Да, да. И вот у нас Агар, кстати. Отличный маг. Ну, не отличный, ладно, сойдет маг. Ну, пойдет, да. Не самый плохой. Не, на самом деле, под коробку, у него продвинутая мудрость уже. Угу. Пойдет, окей. Что-то думает. Рев учен. А он остается здесь или что? Не понимаю. А вон у него третья улика есть. Что-то Момчик тоже не понимает, что делать. Зудумался. Не знаю, что он хочет найти в рефьюге. Ну, под улики какого-то Т7-юнита. Улики, конечно, разбросаны еще за такими не очень приятными охранами. Ну, да, да. Поэтому и хочет. Опа. Не ожидал он, что чел без наклинаний. С просмотром земли. Да. Ну, это, кстати, на самом деле очень хорошее заклинание у него вообще в целом. Ну, вообще, было бы интереснее, если бы добавили, наконец, героя с просмотром воздуха. Ну, согласен, согласен. Айден уже был, да, и так, с просмотром земли. Так. Давай, самое интересное. Давай скилуху. Нет. Она успевает еще. Что-то придумывает. Да. Момчик не понимает, где 10 ламп. Когда уже лампы на эфритов? А. Все просят постоянно. Не понимает, какая-то им бабут. Чекает на титанов. Да, да, да. Есть. Три. Имеется. Да что, строим great эфритов и easy титаны падают. Может быть, мы своих титанов построим? Как сейчас? Тоже вариант. А цеха? Цеха все у нас кода. Не, здесь тоже вроде один был. Ну, блин, тут очень грустный вес. На самом деле, тяжело тоже непонятно, что делать. Не чекает рефилу, а ну все, от КГ. Ну, пока грустненько выглядит. Ртуть, кстати, подбирает. Может, будет строить вообще ГМ? Ну, может. Ну, тогда прямо сейчас надо начинать. Не, эфритов надо построить. Ну, я бы реально рассмотрел вот эту коробку на мага. Вот этого с продвинутой мудростью. Ну, еще пробить надо. Ну, я согласен. Пробить ее надо. А, у нее уже Игнат, по идее, уже с эксперт-тактикой, наверное. Ну, да, то есть Игнатом бьешь, берешь на мага. Ну, собираем, а денежки-то-то-то. Тут тоже рефюго. Иван, смотрим. Взял нюшку, он взял улик, видишь? Вижу. Ну, и, по крайней мере, пробил улик. Я думаю, что... Ну, он большой, наверное, не полез бы, да? Ну, вот он как-то Брис и дальше не поехал. Да. Зачем туда герой вчера ставил, да? Непонятно, да. Гриндан, кстати, тут без ману. Ну, он разбивается ману пополнять. Завтра будет бить коробку за котами им, скорее всего. С шестью это плюс коробка. А, ну, он сейчас вывезет и туда сверху за улик поедет, типа, стрелку. Взял он улик. Да-да, да. Шестерочка. Ну, по плану пока. Сейчас, по идее, должен быть первый мини. Так, и деньги. Сейчас у нас денег нет, да. Три рынка. А че на внешний не зашел, не потратился. Ну, мне че, как будто уже лучше на следующий. Хотя, он тут остается. Ему надо гриню сегодня выкупать вообще. Встать за бампами, очень сильная коробка. К сожалению, он тут уже в 7 и уехал. Вот эти денежки формиют. Да, ну, немного тут денежек. Нарез и собирает, будет трейдить. Все, поехали. Опа. А тут АГГ. Походу. ГГ? Вроде, в тобой пробил, нет. Ну, ладно. Кстати, а че он автобой не кольнул? Смотри. Гогов не тронули, и Фритов не тронули. Ну, Беса всех слил. Блин, ну, тут их... Полтой, ну, полтой 40. 40. 40 это много. Еще и с ГЭСом. Пишет, что это похоже на магию. Ну-ка, сейчас это в калькуляторе забил. Да, да, забил. 37 на магию. На стихию смысле, да? Да, на стихию. Или весь пятый. Или весь пятый, да. Блин, а он на Игнат еще брать жив, да, будет? Ну да. О, тут большой улей, кстати. Так ли? В МАКСе не будет. Не, ну тут хил есть. Продинно. Ой, я-я-я-я. А, посмотри, он уже хуже подрался. Он сейвит бесов и теряет уже и Фрита, и ГОГО всех уже потерял. Четко у Стори боевочка максимальная. Могу лучше, чем автобой, как известно. Ой-ей-ей. Нет, по МАСу, по идее, ПИТЫ должны лезть. Ну, ПИТЫ 48 в среднем. Ну. Ну, тут магия будет. Ну, смотри, он сейчас берет пустую. Что он ГГ пишет? И ГГ. Ну, вообще, Момчик точно в калькуляторе смотрит. Я не знаю, будет ли он брать, реально. Нет. Весь воздух. Ну, действительно. Как неожиданно. Ну, блин. Обидно, конечно, обидно. Ну, кстати, стихия-то такая себе. Он что, пятнашку хотел здесь? Не знаю. Ну да, десятка тут не лезла. Десятки не могло быть. Ну и все, у него вообще непонятно, что делать. Ну, свитки оставишься чекать. У него там свиток за чародеями. И нычка эфритов. Это надо делать. Наверное. Так, а у Ивана 14 уток. Можно еще взять улик заставу на следующий. Тут просто на седьмой день выйдем надежно. Доберем цеховсе. Выйдем на седьмой. Так, ну и это значит, что будет походу... Что там? Супер Близ, да? Супер Близ. Ну там, что где, когда? На третье же... Ну на Близ, да. 8-4-1. А трейд или рандом? Трейд. Ты же играл отбор, и все уже забыл. А, или я тролльца первые две проиграл сразу, и все. Бой, не пошел. Быстро отстрелялся. Быстро на первом же, да, соперники отлетел. И третий не играл. А здесь я так понимаю, третий... Ну, нет, были. Я просто что-то не видел особо торги. Третьей игры, поэтому... Ну... Я даже не знаю, кстати, на 8-4 кто лучше кликает. В плане... Да, Юниткон кликает лучше, но принятие решений, мне кажется, Момчик побыстрее будет, нет? А вот у меня ровно обратное впечатление. Да? Ну не знаю, кстати. Я вот не знаю, кому выгоднее таймер быстрый. 8-4-1. Мом, по идее, должен жестко тоже играть на таком. Ну, то есть, хорошо. Посмотрим, ты уже похоронил прям, да, тут все. Ну, там у него вообще, я не знаю, какие шансы, честно. Так ты же уже говорил, что свиток просто нормально все. Ну, блин, у него ни мага нет. То есть, пятый день у него вообще качаного героя нету. Ни мага, ничего нету. Честно говоря, слабо верится, что он там что-то сделает. Еще и титан в этих QBO есть. Не знаю. Оп. Тоже предмакси. Приятно. Вообще по размерам пока хорошо. Да вообще ему идеально, мне кажется. И зефа идеального размера, и улики хорошие. Первая шестерочка, улик вторая уже восьмерочка. Ну да, ему надо, я так понимаю, что с его сдачей. Там надо могилы чекать, свитки чекать, какой-то ауто искать. Тут изи первая помощь. Ты, как Флорибера, всегда пикаешь первую помощь. Кстати, странно. Я думал, он коробку будет бить за котами, а он вот ровно зефу бьет. Ну, ему предлагали шкалера, интеллект, он все отказался. Тут надо кач. Шкалера, кстати, может быть и взял бы. Все-таки приличных героев с хорошими заклинаниями. Да, там Салмир, Демир, Айслин, Аламар, Джедит. Так, ну смотрим, тоже большой. Макси! Ну все. На минус всякую фигню и... Да и вообще языкатка. Не, ну тут, конечно, тоже... Но на самом деле, присланул такую, не знаю, сомнительную сдачу, на мой взгляд. Но в итоге оказалось суперкрутой, с размерами вообще со всеми идеально. Просто дало. Вот как у Момо прошлое, да, было идеально. Вот здесь такая же, только за флакс. При том, что у него были проблемы в начале, именно по цепям, какие-то... По деньгам там даже... Да, по деньгам по цепям. Да, сейчас все хорошо. Цеха он точно вытаскивать будет, я более чем уверен. Да, он уже прокликивал, да, будет оттаскивать. То есть он будет здесь на седьмой день выходить, вот сейчас гриню, смотрите. Че? Просто ставит под выход, либо под коробку за котами. А здесь уезжают армии за цехами завтра. Ну, большой должен быть. Ну, хотя при админе. Шестерочка. Тут и клопов бы я поделил. Нет. Героев тащит рандом или скилл? У меня не скилл, это все знают. Нет. Не знаю, флакс хороший герой на рандоме, гриндан хороший герой для рандома в том числе. Мне нравится. Коробочку бы зацепить. Ну, все, завтра уезжают два цеха, да? Там что-то свиток еще, потом вот слева перчи можно с тюрьмой открыть, героя поставить. И гринни 117 на фейки с перчами выйдет. Ну, перчи он что-то пока не вывозит. Зачем, завтра выходит. Не будет цеха вытаскивать. Ну, один цех может попробовать вытащить. Там вроде минеральный источник есть или что-то такое. Или мне показалось? Что-то жестко. Да, есть минеральный источник. А, ну не с той стороны. Ну, не знаю. Ну, а что? Ну, ладно. Первой скорости нету. Нету. Ну, то есть у него, смотрите, у него вуток сразу влетят. Без статов. Там из статов только метчика Total D, да? Вот он доберет вот этот цех. И все вроде. Так, а справа он не доберется? Он просто туда, да, мораль. Там, смотри, еще сразу блок червей за релик по дороге. Не, мораль у него, у него солнышко. А, точно. А, так с солнышком, да там потащит он все, все тогда. Не, он остается, смотри там. Да, смысл нагаж ставить. Не понял. Или он хочет пробить ГО, пустить вперед героя, а здесь армию вернуть. Интересно. Ха, закончились, так что. О, конца, вторая. Конца. Проблема, что тут ничего нету. Нечем брать ни Зефу, ни концу, ничего, ни улик. О, у нас свой Титан. И джойним ГО. Ну смотри, вот с Титоном уже можно улики брать внутри улика. А вот взял бы он его вчера, он бы монахов пробил нормально вообще. Ну и вообще у него была бы инфа, он мог бы распланировать свой ход исходя из Титана. Да, да. А теперь это такая приятная неожиданность, но поздновато. Ладно, выводит. Ну смотрим. Ну он вот эту нычку будет бить, да? Нычку плюс свиток. У него еще свиток есть за духами океана. Он там со шрайном? Ну, четвертый-то может лезть, 2049. Ну просто вот у него Титан, будет пять эфритов. И все. Концы к концу-то нечем бить. Ну у него там есть колодец вот рядом с агаром. Довести ему шапку плюс 6, пара армагов и вот концы. Концы пара ГМ поставил. Реально ГМ их строит? Я не знаю. Или для слепы. Подожди, он построил где? В мейне? Да, ГМ второй. Окей. Да, на самом деле, этот Титан мне намного здесь улучшил ситуацию. Честно говоря. Да, прикольно, но... Да, прикольно, но да. Пока не сильно это прям его вырывает вперед. Да. Ну, получается, надо было строить Титану здесь. Да. Все как ты говорил. Да, да. Ну, у него, смотри, у него... Ну, я не знаю, у него статов нормальных, что-то не очень. Был бы какой-нибудь вариант, может выйти через Личей, попасть по бездороге, там, забрать колпак, потом перелететь Титанов. Здесь уже квикает. Ну, он что-то, смотри, уже все просто квик-квик-квик нажимает. Здесь, наверное, бежать надо было, нет? Да. Вот, болт неприятно, то, что потратил. Давай уже, Армак подбери, ну, е-мое. Титановка подбери. Тринадцать чародеев, он же влезает тут четвертый. Четвертый, да, по идее, должен быть. Печаль. Сюда. Печаль и молитва. Печаль и молитва. Да, это печаль. Печально, да. Ну, что-то он вообще за голову взялся. Что делать? Надо за уликами вот этими бежать. Ну, там надо героя ставить. И сейчас убегать за левым, типа, да, уликам. Я по-прежнему верю в свиток за духами океана. Только так, победим. Ну, не было, кстати, бы Титанов, да. Ну, на Гесса не было бы, на Гигантах, в принципе, можно было бы 1-2-1 выйти. У него Игнат землей же. Так, ну, и он и так, наверное, будет выходить, пытаться 1-2-1. Что-то вот. Что-то у него какое-то лицо расстроено немножко. Печальное у него лицо, печальное. Я не знаю, я вот не расстраиваюсь, когда мне такие сдачи раздают. Ну, просто, ну, ничего не можешь делать. Чего расстраиваться. Да у тебя всегда одно выражение лица. Да? Да. Да. Так, а что там у него сверху? Сверху у него еще одна рефюга. Не знаю, 2-го Титана доставать. Но тут я поехал. Посмотри, по нашему плану, last chance в могилке. Last chance. Квошечка сюда. Или кошечка здесь даст какие-то аута. Академия в теории даст аута, потому что есть герой с землей. А просто статы какие-нибудь жесткие. Ну, понятно, что тоже что-то дадут. А, тут щиток еще. Смотрим, а не увидим. Не увидим. Ну, а он приехал, типа, добрать щит, могилу, да, плюс скорость. На обратном пути этот. Ну, ему надо за уликами за правими двумя уезжать. Ну, он уезжает за статами. Говорит, статы будут, армия найдется. Ну, то есть он, типа, на пяти фритах и одном Титане на статах будут концы бить. Без уликов, что ли. Вообще, если Игнат сейчас поедет за концами, когда же он тут? Ну, 1-2-1, да, будет выходить? Ну, да. Но тут раньше, мне кажется, и не выйдешь. 1-1, 6, 1-1, 7. Ну, да, такое. Все, ГМ уже не будет точно. Нет, смотри, ставят под улики, значит, за уликами завтра уезжает. Ну, пойди, чтобы дальний вывести, нужно двух ставить здесь. На следующий ход купит. Ну, да. Ну, че. Да в могиле будет, скорее всего, скорее всего... Амулет от забывчивости. Я бы на мажор поставил. У нас разные с тобой могилы. Ну, и хорошо. Я бы с тобой в одной могиле не хотел лежать. Так, ну, смотрим, что здесь. Здесь выход, по идее, должен быть. Так, он смотрит влево. А че тут? Видел шапку? Че-то я не видел. Видел, видимо, да? Да не, по-моему, на удачку просто у него тут какая-то цепь придумана. Или че? Не знаю. Да не видел он тут шапку. Че так как-то... Может, он перепутал? Может, он не в тот этот пресс? Да вряд ли. По идее, он должен был сейчас сидеть, тфу, ход продумать. Пока Момчик ходил. Не, он вообще просто вывез. Да. Ну, че, у него 30 суток, 16 циклопов и цех, да? Ну... Не знаю. Слепо вроде нет у него. Буду смотреть. Не знаю, может, он все-таки попробует... Я думаю, он поставил герой под выход, он 100%. Не, я имею в виду, что он попробует в цех вытащить до другого. Да вряд ли. Большой. Ну, ему Макси нужен. Это троечка. Беспотерянная троечка. Да. Ну, тут 30 суток они шатают. Так, ну не, он выходит, все. Поехали. Можно было бы каким-нибудь... А, он их забрал, да. Типа, разбиться, чтобы через источник выйти. Хотя у него солнышко, пофиг. Внезапный темп. Вот он свиток может еще вывести, да. Ох, труба плюс свиток. Ох, эти статки через свитки. Ну, конечно, у Момчика там печаль плюс молитва. Тут будет сейчас резурект. Ну, тут вроде... Элементаль земли вообще. Ну, кстати, хороший, хороший. Если на гола будут проблемы, можно в любой момент, да, от Джорджика призвать. Ну, сейчас похоже... Первой скорости нет, по идее, утки сразу в уток прилетят. Да, прилетят. Там надо как-то думать, сколько они стеков станут, чтобы уток спрятать попытаться. Только если с рельефом повезет, то не впилиться. Нет, если они будут долетать, они точно влетят. Ну, да, я имею в виду, что рельеф может сгенериться, так что... Это понятно, да. Не ударить. Ну, судя по раздаче, рельеф будет окей. Так, ошколярил ей. Смотрим. Рыб не берет. Берет. Так, ну и вот куда. Первая защита. Как я сейчас уткам летела. Тут еще прикос, что если сейчас две морали в первом раунде, сразу летят и две морали, это будут похороночки. Представляешь, он сейчас умрет, и ГГ напишет. Легчайшая для мамчика. Да вообще будет супер. Ну, это, кстати, я не знаю, пробьет он нормально или нет. Такие места. Тайна может генерить под 90 уток. У-у-у, какая-то дорога. Да, еще видно, когда близкая ГГО, часто такая дорога. Лицо Ивана все выражает. Да. Призыв даст. Там первая защита у тебя, призыв за раунд умрет. Призыв на 21 какаху, да. Ну, смотрим. Ну, ты говорил сразу и мораль еще. Их много. Ну, хотя бы они сейчас. 81, нет, 79. Смотри, какой рельеф. Рельеф в пушку вообще. Еще и яд не прокнул. И там минусы дачи, по-моему, сработало. Да. С таким рельефом и векатком. Да. Гигантов только он не очень поставил как-то. Да, нет, вот вообще, визе. Там две мушки вниз отдаешь. А что? Я бы внизу заблочил двумя. И... Тут хас клопов можно дать. Ну, либо призыв, да. Не жадничать. Дать призыв. Вот гиганта надо, по идее, вниз прятать. Да. А он рыбами закрыл проход. Да, не говорю, поэтому тут ни гигантами, ни землянками не пройти. А, ну вот сейчас гигантами прячет хотя бы. Или нет, будет бить вообще. Интересно. Причем в разные стеки бьет. Ну, у него утки шотают с удачей. Удачливый. Да, он такой. Ну, и зекатка. Три утки потеряет, даже две, да. Слишком легко. Ну, тут рельеф, конечно, божественный. Морали как будто даже в плюс сыграл ему в итоге. Морали в первом раунде на... Атаканул он теряет, да. Тридцать шуток. А, да? Тридцать было? Да. Подожди, тридцать гражданых уток по первой защите одну утку. А, ну не минус удачи сработало. Да, понятно. Ну и поехали. А, черви, кстати, не на дороге, я думал, черви. Я думал, они на дороге стоят. Тут прикол в том, что он может завтра еще не доехать, из тюрьмы не будет. Я не очень понимаю, зачем он отдает всю армию на Нагаша. Ну, тюрьму. Не всякую он тюрьму пробьет. Ну, такое. Ты хотел за цехами, типа, да, уехать? Ну, за цехами можно и плюс два вол отбить. Вроде как. Очень дорожная. Дорога вообще жесткая. И он просто на следующий ход не доедет, скорее всего, по-моему. Да, там еще видишь блок и все. На следующий. Ну, кстати... А, перчаток у него нет, да. Там шестой разгон. Ну, мне кажется, доедет, кстати. Там еще закорючка. А, не, не доедет. Такое. Тюрьма только, да? Не доедет. Тогда, тем более, надо было оставаться и добирать цеха. Согласен. Ну, тут видишь блок и мы еще больше не доедем. Недоволен. Переводим с Ивановского. Недоволен. Ой, кстати, тут колпак на выходе. Да, так я же тебе говорил, можно выйти через лечей, по бездороге, пойти колпак собрать. А, так может, он уже так и придумал. Не знаю. Смотрим. И... Колдуем. Ну, кстати, ему теперь дубина не нужна. Да, да, да. Но никого. Момчик тоже недоволен. Да. Не бьет, смотри. Просто рядом встает. Заблочил. Ох уж, это и новая. Шапку так и не отбил. Светок-то будет отбивать, нет? Вряд ли уже. Я думаю, что нет. Там на выходе за лечами еще что-то за кабанами. Ой, за... За быками, да. Тим. И мы еще цепи на улик за пасисами только-то нужно, да? Да там один герой всего. Ну да, он все равно нужен. Так он, наверное, 1-2-1 будет выходить. Он все равно с дубиной поедет. Просто он вроде как на концу уже прицелился. И... Поехал разведывать. Вот за боками надо посмотреть, что. Что там? Содячка на резист, по-моему. Но там явно не только оно. Ну, он Игнат, смотри, не трогает. Что нам планируется? Да. Ну... Что, сосредоточился? Полная концентрация. Вообще. По лицу видно. Концентрировано. Там, он ману резать едет. 10 ману резать. Но он, видимо, резнет ману, завтра под голову встанет. Так он не докачал даже землю. Ну, он, возможно, через лече реально будет выходить. Все равно не докачал землю. Желательно докачать. Ну, там по пути докачает. Докачает на кого-нибудь. Да и все. Не проблема. Просто, я думал, он еще же... Мы же говорили о том, что он на статах будет брать концы. А тут он сейчас как-то с двух... Ну, он концы будет утками брать. Шалобус по гост. Ну, утки, может быть, 12 уток так-то. Может. Что-то будет. Русский обуз. Надеемся, возьмет. А берется? Да. Да нет, заливка, конечно. Можно было, мне кажется... Кстати, я не знаю, как автобой слился. Так что тут титана вообще не пробивает. Так, СП. Еще. Да. Ну, такой, если бы лучше какой-нибудь плащик. 2-2 был бы, да? Титанши проиграет эту драку. Было близко. Сядут 20 от гоблинов. Ну, так ты еще сейчас... Что, в Ульяс минус морали полезет? Да. Ну, смотри, у него 1-2-1. Прирост и фритов сколько там? 4-8. Если этих не сольет. 13 фритов. Плюс 2 концы. Плюс триулия. Блин, мне кажется, он титанов даже бить будет. Как он сейчас еще? Ну, автоматонов он, видимо, попробует титаном пробить. Ну, да. Эх. Там, что, стреляешь, потом разминируешь титаном. Да нет, Unix сам приедет только в центр на 1-2-1. Если сейчас не доезжает. Так что нормально. Будет? Да. Какой-то холостой ход немножко. Ну, в шестью точно. В смысле, он за Ульями уехал, а ему нечего больше делать. Ну, понятно, да. Ну, просто. На фоне предыдущей партии, где там каждый ход контент какой-то собирался, добирался. Ну, согласен. Ну, тут раздача такая, к сожалению, ничего не сделать. Приходится вот так. Ну, не сдаваться же, да. Ну, я вот не знаю. Вот он... Вот увидит он, если на next ход, типа, плюс город у оппонента. Он даже безреца маны смотрит. Он реально титанов будет бить на 1-2-1. Не, ну, у него статы 9-9-8. 9-8. Типа, два отсуток, 13 фритов. Недокачанная земля. Ну, это вот, да, косяк. Плюс скорость есть, ну, типа, за грэдит эфритов-то. Ну, блин, не знаю, прям. Ну, 1-2-1 выйдет с потерями полуармии, наверное. Не, так вот, да, Комбон, смотри, у него там гумагоги стоят, он докачает завтра землю. Станет под выход, здесь уедет за концами. Едет за концами. 1-2-1 выходит просто. Да, язык, он еще победит здесь. Он победит еще здесь, конечно. Ждем, ждем победы от Момчика. Фанаты Момчика. Плюс чат, да. Или щиты, щиты, наверное. Щиты за Момчика, да, поднимаем. Но чисто теоретически он здесь может победить. Чисто теоретически, конечно. 3% всегда есть. Да. Василий не даст соврать. Не, он 1-2-1 будет выходить. Да, конечно. Ну, он банально ничего не доберет на 1-7, кроме двух ульев. Да, ну, трех. Ну, вот этих двух, да. Не, на варианты, что в их вышел, там, я не знаю, взял тюрьму, тюрьму, взял колпак, прыгнул куда-то еще на тюрьму. Этой тюрьмой просто накрыл там каким-то магом со взрывом, да. Такие варианты бывают. Ну, редко очень. Ну, бывает. Если мы сейчас не добегаем до центра, ну, уником не добегает до центра, то... Смотрите, сейчас ход у нуткона в центре. Просто пробегаемся и передаем ход. Да тюрьма еще будет, смотри. Ну, да. Ну, такие все статы светят оппонент. Не светят, в общем, их. Видим, что он не вышел. Ну, типа стоит... Не, смотри, думаешь, что вот это, типа, уже он в центре. Не, ну, это подвыше. А Вишерт и артов много. Да, ну, он увидит сейчас, да, что... Кстати, видно, что вот этот герой, да, не добегает до города. Ну, ему тюрьму надо. Вот здесь тюрьма на... Вот где идет наискосок, там тюрьма стоит. Не, я имел в виду, что герой Момчика не добегает до города. Ну, и Нагаш тоже, да, не добегает. Не, ну, лого перь сапоги добегает, наверное. Собирается... Нет. Нет, просто... Да, он не вернет здесь никуда. Поехали на тюрьму. Так, тут гасты пока под... А вот тюрьма, кстати. Вот тюрьма, да, изи, я же говорю. Но гастов сначала надо пробить. Ой, да, тогда гасты, что? Вот сколько? Ну, а два циклопа убьют. Три. Ну, так-то тут нулевая защита. Два гиганта убивают. Укол, что? Ну, да, получается. Ничего не остается. Зато до центра добегает, у него лишний день в центре. Не, ну это круто, согласен. Как же ты читаешь эту игру? Да тут как бы сценарий просто надо было тебе прочитать. Да, я не успел прочитать, только сегодня пригласили. Ну, то, что он коробку за котами не открыл в итоге, что-то. Там и свиток, и коробка интересная могли быть. Ну, ладно. Что тюрьма? Там блок какой-то, да, он что-то расстроен. Драконы, что ли, какие-то? Не знаю. А, это эльф. Эльфов боимся. Эльфов боятся в центр не ходить. Центр-то такой, пока вообще ничего не увидели хорошего, да? Ну, да, там щиток на плюс 12, и все, пока. Два цеха, он, смотри, как стоят. Ага. Да, он что-то хочет сразу к тюрьму бить, а зачем? Не понятно, зачем. У него вроде там Брисы есть. Деньги есть у него, просто забери город, посмотри, разбегись. А, может он расстроился, кстати, что залил гигантов, потому что центр башни. Да, пофиг. Ну, в смысле, он сейчас думает, он сейчас думает, что типа Мом вышел и взял коробку на титанов? Думаешь, так он думает? Да не. А что, ну, там он видел, что там где-то близко. Не, ну, конечно, есть такой шанс, но что-то, что-то Мом быстро походил слишком для такого хода, чтобы титанов там отбить. Ну, в смысле, ну, там, отбил титанов за каким-то... Ну, то есть он пробил ГО, потом отбил титанов. Да, и все, и там загнался еще почему-то на синем центре. Но он там вышел, так, знаешь, чуть-чуть. Чуть-чуть. Да он видит же по просмотру. Вот этот герой он думает, что это он уже в центре, где-то, где-то... Да не, он же делал просмотры земли, он должен поднимать. О, тут жестко. И минус... Мутку не убили. Там тоже минус удачу, по-моему, прокнуло. Да. Ну, не знаю, не знаю. Мне кажется, он думает, что он коробку нашел на титанов, и типа стоит там у выхода просто. Я думаю, это типа, какого хрена он напрухал опять в рефьюге там, все такое. Ну, не знаю. Я бы, честно, подумал скорее на коробку, чем... Да, в коробке по три титана. Восемь гигантов. Косметра. Ну, кстати, нормально, пассвайндерша. Будет ли он ЕЦХ сейчас вывозить? Наверное, да. Нет. Или куда-то вниз поедет. Рельеф, конечно, тут... Тут везде автоматоны, просто я смотрю, по дороге автоматоны. Рельеф хороший, и вообще ничего пока нету. Еще тюрьма. За циклами. Ну, десятка, десятка. Можно, на самом деле, забрать цеха и поехать открыть тюрьму, и тюрьмой типа вперед поехать. Либо это и открыть тюрьму, и оставить ее, если что, назад. Да, сдать. Ну да, можно так сделать. Тюрьму, разведку вперед сделать. Чтобы посмотреть, какую коробку на Титанов скрыл, Мам. Да, да, да. И увидеть, что коробка на Титанов на самом деле на ГО. Ну, он еще... Ой-ой-ой. Тут вообще жюри, он сейчас все заберем. А что он ругается? Что ругается? Не знаю, что. Ну, типа, потому что охрана неприятно. Да, пофиг, вообще ты там отдаешь, ты 12 циклопа, ну, блин. Ты сейчас все у оппонента заберешь. Это же вообще, ну, это жилье. Ой, смотрите, все сбежали. Пипец, не повезло. Ну, вот стрелки не убегут, конечно. Не убегут. Ну, просто мне непонятно, что ругаться, что. Те, напрухал тысячу тюрем в центре, и, ну, да, ну, за стрелками. Неприятно, бывает. Ну, смотри, а Джор еще одно... Пасфайндер... Однофракостный. Фракостный. Да, и всех пасфайнд. Ну, вот смотри, тут бы момчек уходил на... Шестой, да? Через тюрьму бы тоже до центра дошел. Кстати, нормальные потери. У них восьмая. Два циклопа, две утки. Да. На восьмое. Я бы согласился, 26 штук, у них восьмая скорость. Но с первой скорости нету, не, я бы согласился. Здесь вообще. И поиск мораль и удача. Ну, там еще и тюрьма. Ну, тоже смеется, уже нет недовольства. Ну, потому что, ну, это смешно. Тут еще смотри, поспорят шкаляр. Так, сейчас к момчеку приедем по тюрьмам. Ну, тогда... Балансная вещь, конечно, тюрьмы на джебе. Ну, и все, он сейчас гао разведает. Увидит, что никто не стоит даже. Тут еще пасфайндер. Вот гао видит. Видит, что никто не стоит. Именно просмотр воздуха нажать, посмотрите, герой стоит. Ну, все, что, зевку вывозим, да, и выходим отсюда. Свиток. Кстати, если голый свиток, то контроль. У него, кстати, в зевку первой скорости нету. Ну, а джор есть. Ну, кстати, сейчас реально, а не момчек никак не увидит, да, что к нему на гао приехали. Не, ну, в смысле, он видел, как андал вроде проезжал, нет? Не уверен. Он вроде так подъехал, что... А, хотя, не, он же нападал, нападал, да, на гао. Чем-то, да, да, он увидит. Он если просмотр нажмет, он увидит. Ну, и вот, как думаешь, дастся он или будет дальше играть? Ну, статы мы не светим. Ну, да, статы не светим. В целом, так-то не усилился особо, Ваня, вообще. За этот ход он добрал щиток и... Заставу. Ну, он, как минимум, все тюрьмы забрал. Ну, момчик-то об этом не знает. Ну, я согласен. Да. Тюрьмы забрали. Я бы еще, наверное, налево пробился героя. Там автоматоны, блин, неприятно. Кстати, за морскими волками тоже может быть автоматоны. Там автоматоны бьются их, господи. Грейджин их там 25 штук. Денег уже не так много. Ну, на одного там один герой по факту нужен. Ну, он вот коробку метит, типа, надежда на магию какую-то, да? Видимо. Там две коробки, да. Да, две коробки, 50 плюс коней. Ну, по факту, что он ход сделал. Минус один циклоп. Минус три, две утки, да? И два гиганта. Но он зато все разведал, все расставил. Вот еще под улик ставит, да. Там город, по-моему, справа, да? Да, вроде. Ну, просто, если момчик будет выходить через Личей, там есть шансы хороший контент найти. Учитывая, что он видел. Да, не только он видел, видел. Да, да, видел. И 6, 8, 7. А не видел, раз город смотрит. Нет, видел. Ну, конечно, ну, конечно, он уже в цену под моим голодом. Он от волны ставит. Не знаю. А волна есть. Ну, так это вообще имба. Ого, он жесткий. Сейчас тут получим минус три утки, да? Надо было, кстати, добивать стык, нет? Чего, он не выстрелил? Так. Кого они бить будут? Ну, они титаннером будут бить, да? Ой, он, кстати, не может сейчас волну, тогда он получит по эфритам. Поэтому замедло. Тут снова вопрос, откуда у Мончика титан? Ну, вариантов очень много. Из коробки? Да? Да, из коробки в центре перелетел, потом два титана слил. И вот. На разгоне они оставили. Что-то титаном зачем-то убегает, а что зачем он убегает? Минус утка. Минус эфрит. Ах, еще, вторая, сюда. Это печалька. Кстати, он не успевает тут нормально вывести. Ну да, ты говорил, что тут нужно два героя. Ну не, он вывезет. Ну да, вывезет. Ну еще, все весы берет. Два мини-улли. Я бы сдался. Вот честно, на его месте я бы сейчас сдался. Даже вот в турнирной игре, даже если бы я проигрывал 1-0, я бы вот сейчас сдался. Ты против Фазерса сдавался или у тебя там? Ну я не помню. Нет, там... Нет, убивали. 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 Амулет плюс один? Так он же волной там их бил. Поэтому у него амулет на антиволну одет был. Так, это имбовая темка. О, выходим. Выходим? Да нет, он землю докачивает на сундучке. А, не докачивает. Выкачивал, проверяй. Ну он реально будет пытаться титанов убить? Ну да. Причем мы знаем уже, что там бегает оппонент. У нас есть альт-био, который на эксперт-тактике легко бьется. Не понимаю реально. Какой смысл? Ну, здесь проход в колпаку тоже есть. Просто у него не пассвайны, ничего нету. Ну то есть он реально без земли будет бить 30 гигантов с титанами. Ну ладно, смотрим. Ну мы тогда еще один ход в центре посмотрим. Что в коробочках там интересно. А если третий будет минимальный улик, он сдастся? А, он не сдается, что в могилу чекнуть, я понял. Сюда второй гист. В обоих могилах был истин. Да, мюрок. Прухал статы. Да. Ну, в тех сети у него был пассфайндер. Сейчас, похоже, уже не будет. Три топора собираем, да. Ну ладно. Сейчас, ну вот давай так, если менее улик. Ну я говорю, мне кажется, сдастся. Да. Блин, ну не знаю, мальчик может такой, знаешь, не сдающийся человек. Есть такие, знаешь, игроки. Не, ну он поедет на концу. 2-4. Мне кажется, да, умрет там, конечно. Не, ну что ты, это хорошее. У него 4-4 боевые. Ну, типа, есть. Небольшой смотри. Нормас. Габанаре Фритов спрепло. Вот, кстати, и третий топор. Да. А у него, получается, на... Опять будет минус мораль еще в конце, да? Да, естественно. Естественно. У него еще и, я так понял, единичек нету. В общем, едет просто вот так вот. Ну, шнадцуток, кстати... А, ну вот я единички. Шнадцуток, наверное, возьмет к концу. Иваром. Я думаю, что любую возьмет. 6-9. Плюс скорость поставь. Ну там нет ГС. Двоечка вообще изи. Ручка изи, только чем выходить. Шестнадцать уток еще, вторая конца есть. Кстати, у него там, по-моему, цепей нету на вторую концу. Ну, я так понимаю... А, ну, кстати, да, он не вывозит. Не, ну, тут просто тут прикол в том, ладно, пофиг найти тона, да, который на ГЛО. А, у него нет масла против обычных гигантов. То есть, как он их бить собирается? Я не понимаю. Не, ну, он вот так, смотри, хочет. Не, ну, он тут только останется. А, ну, он окна считает, да? Это запрещенный прием, кстати. А сейчас герой туда поставит, и нормально. Ну, окей. Ну, сложный очень расклад. Такие играть не очень хочется. В турнире особенно. Я готов поспорить, что за духами нужный нам святых был. Да? Сомнительно. Не, игра всегда дает аут. Вот, вот. Не согласен. Не всегда. Нет, ну, типа это обычно, это где-то в углу респа, у тебя находятся там конца, еще пара объектов. Которые ты никогда бы не вытащил. Но они есть. Ну, ладно. Смотрим. Ну, сейчас, короче, у Юниткона в коробке магия должна. Либо земля, либо воздух, гринни. Либо весь пятый. Титон, но все равно армии меньше. О, много. Да. Из резистили. Повезло. Девяносто штук. Блин, девяносто много. Тут на самом деле сейчас пятерка плюс гиганты и все. Тут уже на второй неделе, ну да, титаны тут врезают. И гиганты. Конечно, влезают. Тут, а гиганты, мне кажется, влезают все. Валерия, вторая пятерка. А что мы хотим? Больше боевка и легкая. Боевка легкая. Сейчас, что в коробках дадут. Могут две двадцатки, по идее, да, дать? Две двадцатки могут дать. А могут что-нибудь хорошее дать. Типа всей магии. Плюс там 10 золота, например. Какие-нибудь джинны и пятнашка. Джинны и пятнашка. Слабовато, мне кажется. Ну, он маны не оставляет. Но джинны двадцатка. Кстати, урон это не так много у него, да. А у него... Вот на призыв и все, больше нет. Нет, да, это я понял, да. Ну, залиться-то все равно будет сложно. Да не, он не зальется. Гигонта могут, по идее. Опа! Из-за центрального. Да. А, он им бегает? Нет, нормально. Он сейчас землянок подставит. Нормально, затерпит. Солнышко имбада. Солнышко минус три. Удачи еще о единорогах. Да. Почему не взял два цеха? Ну, у него денег мало. И у него героя под вывоз армии, потом ввоз не было. Ему надо было ставить сюда героя, что он уже не сделал. Да, ладно, да. Ну, что, визе бьется без потерь. Можно уже землянок наверх отдавать. Как будто он мог разгонять Гриндана, и тогда бы он вывез цеха. Ну, он мог, да. А, разогнать Гриню, армию, типа, в городе, да, ставить? Да, да, да. Я не знаю, может, он, типа, побоялся, что его там как-то накроют, я не знаю. Ну, он же разведал там все. Разве что по бездороге, но... Стоит человек, лого, перчатки, сапоги. СДД. Не знаю. Не, ну, типа, армию не забирать с собой, а оставить армию, чтобы добрать цеха. Да ладно, они здесь не нужны, на самом деле. Пушку потерял, и пофиг. Ну, сейчас он в центре останется без маны. Ну, он разобьется сейчас. Двадцатка. Ну, я же вторая, так себе. Значит, вторая пятнашка. У-у-у, влезли. Чего? Серьезно? Не ожидал. Ты же сам говорил, две двадцатки, может быть. Ну, да, ну, у титанов побольше, чем у двадцатки, Швелю. Блин, не ожидал. Я думал, если титаны, то пятнашка где-то плюс-минус должна на глазах быть. Ну, титаны это все. Теперь у нас есть титаны, не только у мамчика. Теперь люди будут спрашивать, не где Мом достал титанов, а где Миндкон достал титанов. Всем титанов. Ребят, я моргнул. Где Миндкон достал титанов? Я из могилы вроде. Из могилы. Какие некровские титаны. Ну, все, он разбивается, просто спокойно. И Грин и Дефа сейчас добирают два цеха, там улик справа. И автоматонов пробивает, и все. Ну, полная тоже концентрация на Иване, не расслабляется. Да. Ну, что расслабляться? У него, во-первых, таймера мало. Во-вторых, как бы, ну, игра не закончилась. Всякие бывают раздачи. Надо готовиться к худшему, что там три утопы плюс орхидейвилы какие-то, да? Или титаны отстроенные. Отстройка титанов тоже вариант. Бам. Еще так приятно. Брисы качаем. Видим, что все то же самое у мамчика. О, свита, кстати, тоже может быть контролем. Не, не может. Пять-деять не может. За библиотекой точно не может. Макси. Макси. Ну, все хорошо, у нас уже только статов надо где-то найти. Блицу точно быть, да. Блиц будет интересно посмотреть. Ну, да. Я так понимаю, мамчик отлетел 0-2, а вот Иван вроде 1-2, значит, он Блиц играл. Да-да, 2-1 отроса. Там, причем, финалка была очень интересная и на глазок тащилась. Иван Коном, но он там не тот каст дал. Там, типа, он, знаешь, как он оставил супер заряженного героя со всеми артами, там, типа, 25-25-25-25, на единичке с артиллерией в замке и, типа, через призывы воевал. Так. И что он очень... А там против него были, типа, седы, там, гигантов, 10 штук, короче, очень много армии. А у него был призыв, там, стать чем-то водянок. Такая финалка была. Ну, интересная финалка, на самом деле. Вот. Понял. Пересмотрите на ютюбе, как говорится. Да-да, пересмотрите обязательно на ютюбе. Очень интересно. Я вот финалку видел. Ну что, пошла разведка... Нет, не пошла. Ну, он так просто выставился. Ну, в общем, вот, да. Подписывайтесь на ютюб, смотрите повторы там. Браво, браво. Хорошо пробил. Не, он, смотри, все-таки налево пробился. А, у него шапки не было, да. Не было, не было. Но у него деньги кончились. Ему надо еще гриню... Разбить. Да. И еще вывести героя. Ну, выглядит так, что я бы вот левым героем просто вывез. А он не ставит гм. Ну, так он вообще в мейн разбивает, да, его. Ну, да. А почему? Не знаю. Тут вроде и разгончик был бы на титанах. А у него там сколько маны осталось? Ноль. Ну, кстати, вот этот можно взять. Шапку он передал? Нет, по-моему. А, он вообще будет, типа, на всякий случай поедет во второй город, да, и там будет оставаться. Сейфовенько. И вот ставят, как будто, типа, вдруг это... Вдруг его город заберут. То есть full safe играет. А гриню вообще вот здесь выкупает. Здесь разбитка... А, он на утопу целится домашнюю. Ну, типа, да, в центре нихрена нету, поеду брать домашнюю. Вот он у ТОПа есть в центре. Тут нету. Ну, неудобная у ТОПа. А эту возьму он с пассфайном. Вот КЗГ здесь. Понятно. Ну, все понятно. Ну, все понятно. Эх, не дают интриги, да? Да, я вообще. Ну, сейчас Момчик на голову умрет. Мы даже не увидим реализации КЗШК. Скорее всего. Сейчас покачают просто лорку вот на коробке. Кстати, коробка жесткая. Сейчас наг дадут. И просто пробьет КЗС. Подожди, там просто минор лежит? Да, минор и коробка. Так, может, тут и не только наг дадут. Ну, в смысле? Что-нибудь поинтереснее? Ну, тебе-то оно еще. Ну, двадцатка, ну, двадцатка. Тут восемьдесят штук. Ой, ну да, восемьдесят. Семьдесят четыре. Ну, ладно. Да, титоны. Это вообще бред какой-то. Что за коробки-то? Ну, вот он зря сейчас удачу свою сливает. У него еще катка. Не надо было вскрывать, да? Надо было просто хадэскипать. Да, да. Это зря. Он КЗ вот это разведывал у дороги. Титанов от рихлявных. Так. Тридцать секунд остается. Ну, ему надо КЗ бить. Оставаться здесь. Ну, он сейчас КЗ пробивает. И там улики не будет уже, да? Что-то цепи строит. Две утки. Я бы кол ножал. Но он уже не ножал. Два цикла подрался. Да, да. Уже подрался. Он уже потерял двух циклопов. Сейчас еще, скорее всего, потеряет. Да, точно потеряет. Ну, хотя, если мораль сейчас удачи. Ну, да. А, подожди, ну, может, да, мораль удача. Ну, мораль нужна. Ну, да. Окей. Ну, все равно на четыре цикла. Да, да. И утки на четыре цикла. Ну, пойдет, деньги должны были дать, но не дали. Тут тоже Титоса должны были дать, если уж так. Кстати, минус. С минус одной защиты бил. Так, поехали смотреть, как Мурчик сливается на голову. Конда осталась. Так, ну, конца единичка. Конца, да. Да, да. Конца. И перед этим еще надо бить птиц там. Грома. Не, ну, Момчик, конечно, герой. Не сдается с такой сдачи. Прям селач. Ивр, кстати, он вообще вывезет это. Ну, вывезет, наверное, у меня денег, правда, нету. Не вывезет. Не единичка. Тройка. Ну, кстати, отличный размер. Фонда. Идеальный. Морали могут поддушить немного. Так, автобой слил 5у, тогда и ифритов. Ну, кстати, похоже на правду. Когда он лучше померется. Будет ли они титана бить или... Ну, они, кстати, будут. Нормально. Главное, чтобы сейчас титанис не изморалился. Он мне уже не убьет, скорее всего. Упасненько. Ну, близко-близко, да. На грани фола. Нормально. Ну, кстати, вывоз-то тяжелый. Учитывая, что у него 333-300 и нет, и нет где взять. Ну, здесь все берет что-то, да. Ну, что, наверное, он все-таки выйдет как-то. Ну, здание. Не верю. Не веришь? Не верю. Без масла? Не верю. Хреново, что он, кстати, этого... Ифритов слил. Лучше бы он титана слил. Ну, так хотя бы какой-то стек еще был. Титан мораль портит. Ну, да, титан мораль портит, и стеков у нас маловато. Да ему что, ифритов у него 1000 монет. Так вот, видишь, нагабанк. Ну, там один нагабанк. Тебе особо ничего не даст. Ну, я не знаю, мне кажется, выход в лобби будет на гигантах. С маслом еще мог, наверное, пробить. Без масла вообще без шанса, мне кажется. Ну, мопчик же герой. Ну, я согласен. Тиражик специалист по ифритам. Троечка. Ну, сейчас, Джор уже плевать. Кликаем быстрее, чтобы побыстрее выйти в лобби. Так, ифритов взял. Все, пошли. Ну, смотрим. Плюс скорость, я думаю, все-таки надо надеть. Мне кажется, что да. Вряд ли мы волну смерти в гиганта будем пихать. Фритов, кстати, не докупаем. Ну, да. Ну, 12 минут таймера засейвили, но на раскрутку центра отлично. Сейчас пойдет, да, раскрутка тут. Я же говорю, тут выход, сразу колпак, ДД, тюрьма, тюрьму забираем, тюрьму ДД, забираем мейн, туда кого-то разбиваем с ДД, забираем боковой город, накрываем эту лору без книги. Принят, такой план. План надежный, как считаешь? Плюс скорость не поставил, кстати. Получается, наш Титан не обгоняет его Титана. В смысле, глошного Титана. Да. Слепо. Слепо есть за то. О, но со слепо, кстати, норм. Бам-бам! Сразу моральность ангел. А ты так не умеешь, Момчик. Вот так умеет. Тебя вот так, только в другую сторону. Да. Моральный орлы не за нас. Да нет, тут сразу видно же, что не бьется, но без масла они вообще никак. Сейчас будет крутить центр. Ждем. Ожидание раскрутки центра. ГО Титана накрутят. Он будет в претенцент. Так-так, гиганты легкое ГО. Если нет Титанов, есть масло. Очень легкое. Минус два уже. Это он еще Титанов не тронул. Не то, что не тронул. Там еще гиганта половина жива. Ну, слушай. Че? Может, пробьет все-таки. Да тут уже гигантов не осталось почти. Ну, и че? Ну, тут смотри. Три ангела против четырех Титанов. Ну, подожди, у нас еще Титан, три Фрита, пять уток. Вот уже Титан замедлен. Он не того, кстати, сделал. Там замедлен, да? Ну, это серьезно. Он и Фритов, да, подставил? Только вопрос, как он Титанов будет убивать. На перестрелку, да? На перестрелку. Бам! Не, он пробьет. Три Титана уже точно. Три Ангела плюс Титан. Завалят. Идейшая пробивочка. Да, идейшая. Не почувствовал. Согласен. Ты уверен, что бьем? Да, Титана бьет. Да, пробьем. Ну, ладно, я... Ну, бас, получается. Я опозорился. Пробил. Амомчик герой. Ну, пасфайн берем, чтобы крутить центр. Да, сейчас колпак надо отжимать. Ну, все, пошел, пошел крутить. Давай. Блин, а тут сложная охрана. Ну, у нас теперь маслоу, кстати. И минус морали нет. Угу. Угу. Ну, типа масло и расстреливаем. Он, кстати, даже масло не будет юзать. Да. Ну, он потому, что все правильно. Масло на колпак оставляем. Да, да. Это важно. Добавно. Добавно. Пит сначала пошел бить Ангела, сморалился и пошел бить Титана. Да нет, Аизи бьется. Ну, статы 10-9 все-таки, да. Да. Моралятся они, конечно, жестко. Крутим центр, в общем. Да. Ну, по факту, пока крутит. Что-то сейчас, по-моему, Ангела одного накрутят. Живем, живем. Ну, я сейчас Титану мог накрутить. Ой, а что? Нормально. Что, ну, а ты какое масло отдавай, ты что, мальчик? Боится, что Ангела выбьет. 35 хп. Надо бить тогда демона. Живем. 14 хп. Не. 47. Господи. Как же я переживаю. Ну, все, Аизи. Не, вообще Аизи. Так он что-то в одну точку у себя. Ну, можно из надо, чтобы морали не было для... Ай, минус ангел, дай ей 3. Бить, простите. Это было важно. Да, накрутили святки Ангела. Не повезло. Чуть. Вот это решающе было, ребят, если что. Ну, это важно. Тут с тремя Ангелами билось, а вот с двумя уже не бьется. А все, почему он плюс скорость не одел? Да. Решил сдаться. Ладно. Не крутится центр. Да. Тяжело, Борос, крутить. Квадратный какой-то центр. Ну что, ждем Блиц тогда. Да, друзья, к сожалению, не получилось. У нас здесь полноценные прям боевочки увидеть, да, между двумя игроками. Ну, не раздало, не раздало Мому конкурентную. Но есть и хорошие новости. Мы с вами посмотрим Блиц. Счет 1-1. Уходим на небольшую паузу и через 5 минут продолжим. Ну что, поехали. Поехали. Опять кассл, но на этот раз Момчик за кассл. Ну, кассл хорош на Блице. Безусловно. Бегаешь, ничего не делаешь, рейсики собираешь, Ангела строишь. Но. Можно же и Орхидевила строить. Ну, такое себе. Не нравится, да, тебе? Не очень. Кстати, как тебе вообще ролл-циты? Ну, это я не знаю. Тут у каждого свои предпочтения. Не могу ничего сказать. Не в курсе. Каждый любит какие-то определенные замки. Ну, просто если как раз играть за определенные замки, поэтому роллит. 4107. Кстати, инста-плюс от Ивана почему-то. Почему интересно? Две зефирки, кони и ногу. Ага, понял. Логично, да. Две зефирки, да. Ну, а еще Орефу чекнет. И под Зефу сразу, наверное. Плюс на красном. Типа такой, знаешь, полубайтовый вариант. Угу. Ну да, ну да. Ну, тут за Игната всегда зефирки. Хочешь увидеть? Го бьется с маслом на циклопах, поэтому... Не, просто это выглядит неплохо, но вот прям на инста-плюс... Ну, а че? Ну, ладно. Нормальный плюс. Ну, просто ему сейчас и боевки проводить, сейчас еще пару морали словит. Все. Ну, один-два всего. Ну, да-да-да. Ну, я думаю, тут на уверенности чисто Ваня пытается так... Выходить чуть-чуть. Типа у меня жир. Так, а там у Топа сразу. Клепов много. Но Ангелов пока не видно. Ну да. Опа, Джиди, Джиди, Игста. Подожди, а че 21 Лукарь у нас? Ну, он не скупился, денег нет. Уберет, кстати, по гайду Содовскому мощному. Ну, ладно. Фига он профиг. Даже я этот гайд, не знаю, но, точнее, я его не учил. Там супер профиг. На момчики. Но не добил вампиру все-таки. Ну, да, потому что 21. Ну, тут минус, кстати, арбалетчик будет. А, повезло, повезло. Не выбил. Мог выбить, по идее. По нулевой защите. Профиг, смотри. Знает, гайд на склеп. А, ну ему вон обзорку надо брать, и он примет решение. На самом деле, Джиди тут опа такая удобная. Он еще в Али не ходил. Ну, сейчас палит, что, две концы изи плюс. Портал, кресет тоже изи плюс. Но Джиди не прокачался. Пока. Нет, нет. Ну, тут герой сильный очень. Так, смотрим. Ой, улик, улик, улик. Чуть-чуть. Ну, ангел, улик. Четыре улика. Зефир, коробка. Снизу еще что-то там. А у конца слева. Вижу, вижу. Пять уликов. Не, ну это вообще изи плюс. У него, кстати, тут еще почти лук снайпера собирается. Да, я вижу. Тетива. Вон, пикимены есть нычка. Берем просто пик. Сомби. И вулик. Пик мечей на третий день вулик. Можно попробовать Джиди-то подкачать. Если землю возьмет, продвинутой землей залететь просто через резурекс. Вот. Так, ну да, ну да, даже архов можно поставить с одной концой, большой. А тут зомби в рефьюгии, что-то сверху он вроде ничего интересного прям не разведал. И вот как-то уже и не такие уверенные. Ну, я согласен. Но он может, если на второй ничь не находит, 1-1-2 берет, по идее. А тут смотри, еще какая охрана уликов. Мечи, горгульки и кентавры. А, кстати, чек на концу, не заметили мы это. Хард пришел. Пик увольняем, ничего себе, жестко. Что-то вывезти хочет, кстати, куда-то уехать. Куда-то уехать. Ну, вниз он разведал? Ну, вниз он, я не знаю. А, это, типа, сплит на забор замка сверху. О, пошел сплит. Жестко. Ну, сдача очень жирная, по идее. Можно темпануть, попробовать через улики. Ну, если там конца единичка, вообще отлично. Ну, хотя тогда было, наверное, Джорде Синечка, хорошо. Ну, смотри, если просто темпануть в улики, то единичка вообще. Ну, просто вон, пикименов. Шахта вот есть. Пикименов собрать. Мефалы еще есть. Кошка нам зашла, да. Да. Пикименов собрать, просто на пикименах взять там первые 4-6 улик вот на Мефале. И потом уже все остальные просто подряд собираются. И все. А как же Орховая? Ну, у тебя есть опция всегда просто потом на утках взять и Утопу и Орхов поставить. Почему нет? Ну, я не знаю, я не верю, что такое реально Зарезка. Да, да. Ну, кстати, Джидита вообще не палит, что ли, он, даже не вывел из замка. Да. Забыл. Ничка пик пока не берется, едем просто до города. Ну, давай посмотрим на Ивана, наверное. Тут точно второй плюс будет. Да, скорее всего. Обзор, обзор надо брать. Не успевает. Ну и что тут? По дороге, шок, реликовый. Ну да. Улик, пара коробок, ну такое. Еще у нас еще улик. А, еще улик, кстати. И еще нычка голов. Еще застава. Ну, он тоже плюсовая, скорее всего, будет. Изи плюс, он сейчас, по идее, он бесиков вывезет и пойдет он у Зефа за гномами бить. Обрати внимание, что он качает Ивара. Эксперт стрельба уже у Ивара. Сундук на опыт взял. Ну, тут коробок, смотри, много еще. Да-да-да. И за мечами тюрьма. Не знаю, мне кажется, два плюса на два плюса. Сейчас играть будем. Вопрос, на какой день он здесь уходит? Ну, я думаю, на шестой какой-нибудь должен соображать. Ну, момчик тоже на шестой должен соображать. Ну, вот я не уверен насчет момчика. В смысле? Ну, ты говоришь, что темповые улики там. Ну, посмотрим. Ну, можно попробовать. Ну, можно, я и говорю, посмотрим. Ну, я не верю, что он там Рез возьмет. Не, Рез вряд ли. О, тут Тиран. Ну, Болистик. Не очень. То есть нычка ифритов, кстати. Да. Ну, кстати, может, но он, не знаю. Ну, Анджор тут много. Восьмая атака. Продинент и офенс. Вывозит ГОК зачем-то. Я бы вон заинозев вот эту побежал, да. Так, не, он туда бежит, но еще и коробка. О, здесь жирная коробка. Он ивром туда бежит. А, не, ну, азиафон будет же ивром брать? Да. В смысле? Ну, там одинаковая скорость, может, и ивром. Да, ты не возьмешь большую ивром, солнышко еще. Ну, все, два плюса на два плюса, да. Может, он вообще сейчас солнышко пробьет питов и только потом... Ну, все, вода. Плохой выбор ивр, мне не нравится. Ну, а как, вот такое количество зев, типа стрельба, круто. Ну, вводу получил. Да, сейчас в коробке пятнашка и... Ну, там пятнашки не будет. Там весь четвертый будет. Ну, ладно, десятка. Ну, да, два плюса на два плюса, судя по всему. Ну, я здесь тоже не верю, что здесь средств будет. За джидитом, с питью уликами. В конце мы, конечно, не видели. Вскрыл тюрьму с агаром. И агар сразу убрался. И он валит, смотри, в улик уже целится. В смысле, он сразу в улик залетать будет? Ну, или типа чекать. А какой он улик берет? Ну, только маленький и дай подожди. Да блин, он даже без значки пика, без мячей. Не знаю, может просто на подкач, на чек уликов. Типа, если маленький, рестим. Да. Не, я пытаюсь просто понять логику. Сомнительно. Я бы здесь лучше джидита покачал. Чем валю. Мы джидитом что сделали вот сегодня? Иоанна, на стихию чека. А-а-а. Минус 2 морали. 2 плюса, 2 плюса. Отступить. Ну, сейчас как и морали, было бы 1-1-2. Ну да. Не, ну это имбовая штучка. Минус хобббится. Хобббится заливать, конечно. Осуждаю. Сомнительная вообще затея. Ну, у него еще есть аджорданжевский. Кстати, Харт так и не добежал до города. Нормально тут хобббится заливает. Ну, хобббится и вулик слабый аджорд. Тут как бы нормально затерпели. Хобббки не берет. Карты там за гульками, наверное, что-то еще. Ну и что, сидишь, думаешь. У него нычка коней есть. И там сразу коробка по фангармаме какая-то жесткая. По фангармаме, кстати, мечей дадут. Он даже смотрит... Ну да, так как темповая сдача, да, он думает, это конец строить. Ну, типа, что, на какой они там встают? Нет, подожди, на третий мячи, на четвертый конюшни, на пятый. Но пятый поздно. И может, что выходить надо. Это момчика качество? А, вторая конца у него, и он реально думает. Таймер лёг. Да-да-да, вторая конца. Ему надо отдаваться сюда, обузить по ГОСТ, брать нычку коней. И с конями просто разваливать улья. Еще и за фангармами мечей забирать. Плюс. Все, поехали. Плюс тут вообще ничего думать даже. Ну, он подумал. Потратил чуть-чуть таймера. Ну, он просто потратил время впустую. Алая башня. Еще по ГОСТ. Тут, кстати, две шахты. Еще улей. Но этот улей не факт, что будет увозиться. Доехали, и сейчас не пробьем, да? Да не, пробьем. Пробили. Так, ну что, Иван, довозит без? Мне, честно говоря, больше кассел нравится. Единственный цвет может подрешать. Ну, у кассела героя лучше, точно. По мясу будет точно лучше. Да, плюс утопка есть. Вот по статам непонятно, что. Ну, темп явно все-таки за Иваном. Мне кажется. Я думаю, он на день раньше выйдет, и плюс он красный. Да ладно. Я думаю, что они в один день выйдут, на шестой. Хорошо. Посмотрим. Хорошо. Кстати, не решился отбивать нычку ифритов. Данш нашел. Ну, у него портала нет. Портал не ино. А, ну да. Ну, он далеко там. Это слишком, наверное, долго делать. Вряд ли. Тридцать девять гогов. Магогов. Уже. Да, и сто пятьдесят бесов. Вообще нормально, да. Еще двадцать собак и двадцать гарпий. По мясу вообще очень жирно. Все, поехали. Кстати, у него солнышко. Не, он смотри, Игната. Игната качает. Не, что я говорю. Коробку он кем, думаешь, будет Иваром брать дальше? Ну да. Видимо, тут он сейчас объедет Лорелей, передаст на Ивара. Или, может быть, он разочаровался в Иваре, как думаешь? Да, вряд ли, не знаю. Ну, тут единственный вариант, знаешь, какой, что Игнат сейчас возьмет землю. Да. Или, может быть, Офенс или стрельбу, не знаю. Вообще, не может он тут один один пять выйти? Не знаю. Зависит от того, возьмет ли кто-то землю. На самом деле, если за пятами десятка, и у него герой берет землю, может спокойно. Было бы прикольно это увидеть. Угу. Ну, один один пять, в теории можно. Тут еще от размера будет объектов зависеть. Так-то, что-то считает, дверь, там у него три зефирки предмакси и уже хватает. Ну, может быть, три мини, и тогда воздух. Ну, воздух плохо, да. Ну, над щивором поедет, солнышко, бейте коробку. Так, ну, заехали где-то хорошо. Тут даже Макси берется. Нет. Не берется. В смысле? Ну, в смысле, сейчас не берется, по крайней мере, не знаю. И он не успевает, кстати, о-о-о, еще герой покупать. Он остался, а что, какой смысл? Что бы сейчас питаем, сморолились, убили 30 бесов, и мы бы не берем Макси завтра. Не понял я вот. Ну, собаки же тоже могут сморолиться? Ну, могут. Ну, ты тогда с иклопами, ты поймешь, что так сморолиться, что мы вообще ничего не возьмем. Не знаю. Ну, кстати, Марька, Марька. Ой, тут момчика, а, ну, у него минус 2 морали. Вот Марька, кстати, я бы Марьки, кстати, брал коробку, наверное. Ну, нет. Ну, что, Марька, мы что, терпеть собираемся на ГО? Ну, в смысле? Ну, блин. Хороший воин, без лишних навыков. Ну, Ивар тоже пока без лишних навыков. Ну, Ивар стихию плохую взял. Ну, все-таки я считаю, что в приоритете земля, чем все остальные боевые навыки. Ну, стрельба тоже лишней не будет. Ладно, посмотрим. Может быть, сейчас Ивар исправится? Я верю. Я верю в Ивар. Так, понял. Ну, и от морали бесов, как прячется. Надежная игра, видишь? Большую заставу не полезли. Тут от морали играем. Такое чувство, что у нас уже солнышко. Что-то мы моралимся как-то. Жестко. Не успеют перчатки подобрать. Ну, пятого убьем, чем. А почему он дал бесам этим сбежать? Ну, друг ГС, чтоб бесов не убивали. Тринадцать. Блин, это... Собаки. Весь четвертый. Ну, не знаю, десятка лезет. Да, наверное. Тринадцать. Без третий, нет. Не знаю. Четвертый. Весь четвертый. Или десятка, да. Ну, короче... Что? Хотим дать шанс Момчику. Тогда нужен весь четвертый. Если десятка, это слишком жестко будет. Четвертый. Хотим дать шанс Момчик. Не, ну, Момчика, там все не так плохо. Ты говоришь лохом, что стою выделишь. Ты прям, если десятку сейчас с наивора, и он возьмет землю. Это будет слишком жестко. Тут реально-то на пятый выйдем. Ой, пральки пошли. Жалко. Ну, в деле, конечно, разбиться еще этим ходом было бы его. Ну, там, подобрать коробку и разбиться, но... Ну, он, если берет десятку, то он завтра разбивается, по идее, это вполне от мана. И встает... То есть четвертый разбивается, и на пятый выходит. Давайте посмотрим. Ну, коробку, может? Да. Это важно. Думает. Думает. Да, на блице. Таймера у него... Блин, у него на три минуты больше, чем у Момчика. Ну, Момчика, стандартно заливает таймер. Конца. Ну, конечно, конца. Десятка, значит. Да, десятка. Артиллерия. Ну, вот я про чай горел, он... Ну, он плохой. Я бы его не... Я бы реально Маймарик убрал здесь. Коробку всегда. Без шуток. Ну, то есть, да, он эксперт офенс-стрельба, но, блин. Может, его тогда не разбивать, а ставить под концу? Ну, так и есть. Походу, сейчас после зефа просто к концу сразу берем. Ну, все, можно на Момчика, да, переключать? Сейчас, подожди. На концу ставим. А, там контент мощный. Единичка, ладно, все. Кстати, разбиться на ней не может. Да, не может. Странно, кстати, дал, почему не три единички. Или он не будет, нету плана разбиться. Ну, теперь уже есть план разбиться, потому что, что я тут, Ивры, делать. Нет, я все... Он будет, видимо, просто Иврам через хосту выходить. А, ну, хотя тут сейчас застава... Будет, не будет, братцы, да? Не будет. Я не знаю. В смысле? Ну, он на предыдущий ход не взял, сейчас ничего не изменилось. Хотя, амораль удачу добрал, не знаю. Да, в смысле... В смысле, не будет 150 бесов? 4-300, а ты, в смысле, не будет. Нет, к тому, что то же самое было на предыдущий ход, нет? Ну, он ее чекать сейчас будет. Типа, он боится Макси. Ну, мне кажется, он Макси шоттл 140 бесов. Чертой атакой. О, тут нормальненький... Ой, плащика под жиддит и т.д. Почему он так Вистаном обузил, а не Мефалой непонятно? Не пробивал тридцатку. Не пробивал? Вроде нет. Да, ладно. Ну, у него там, типа, дамаг 150, типа 250, или что-то такое. 350, Макси, Ролл. А, ну, значит, не пробивал реально. Вот они... Ну, играть надежно. То есть, в среднем это 270. Еще концу нашел. Ой, еще тюрьму нашел. Ну, концу он тоже нашел, да. Ну, четвертый день, ему надо что-то придумывать. Че он тут вообще? Коней забрало, по ГОСТу заобузил. Что делать жиддит? Коробка вот эта вот за фангармами очень хорошая. Жиддит качается. Не, жиддит какой-то фигней занимается, по-моему. Нет, жиддит эксперт земля. Оу! Серьезно? Седьмое осознание уже. Да. И что, оно под утопу? Да, его надо на концу в этот уехать, жидди там. Потому что на единичка. Не знаю, сейчас вообще вниз куда-то едет. А, за данжем, коней порталит. И будет завтра улики бомбить все, да? Ну, да, кстати, был вариант. И действительно тогда джиддитом под утопу. Типа на шестой джиддитом под утопу брать? Да. Да, вы тут жесткие какие. Что, нет? Ну, реально, если он соберет все ульи плюс кони. Не, ну то, что он там шесть ульев соберет, понятное дело, хватит с резюректом. Ну, вот и все. Ну, кстати, можно... О, Погост, да, идет, а будет хороший, мне нравится. Он здесь все равно, типа, остается. Забудить Погост и таки-то стать. Таймер только, да, надо экономить. Ну, согласен, согласен. Что он думает? Там охрана Погоста, по-моему, есть еще? Нет, нет. Типа, хочется экономить единичек, что мало. Четыре единички в итоге берется. Интересно. Ну, нормально, хватает, на самом деле. А, ну, он тут закрывается, да. Дул, гексовая единичка. Идет за две. Иван. Кстати, одинаково теперь по таймеру у них. Баланс. Ну, Момчик еще только в боевочке. Угу. Ну, тут армия осталась, да? Армия осталась под концу. Он, судя по всему, Ивара разбивает, покупает книжку, ставит под Го, будет им выходить на шестой. Опять, не будет выхода. И он уезжает завтра вниз, вот, за уликом, зефиркой. Да. Можно нам Момчика обратно. Да, на его погоста. Который мы ждали. А что-то хотим, боевые статы какие-нибудь нужны? Ну, шапка на четыре, неплохо. Шапка, да, но Джедит уже пополняет. Ну, там, прямо у топы колодец есть. О, тупо, Киева. Неплохо. Да. Ну, и все, он завтра вот эти триули берет. Триули берет, Джедит оставит. Подожди, а не вывезет, да? Типа коробочку бы, может, Мефали взять. Вот за фангарми... А, у него... Почему Мефали? У нас там этот словил. Лизард. Да-да-да, Вистан мощный. Фейку. Фейку оставь Джедит. Или же иди там на выход пойдем, нафиг это у топа. Возьмем мы Вистаном. Че скажешь, на шестой выпрыгнем Джедитом. Блин, мне это больше нравится, кстати. Завтра ставим конюшню, Джедита под выход. Собираем вот эти все 10 уля в две концы и выходим просто. Ну, не знаю. Пейтон тут это все. Просто, наверное, если он на шестой выходит Джедитом, то архи тут никак не встают. Да, какие архи тут? Ультра темп. Ну, ультра темп, но в центре на таком таймере удобнее архами действовать. Да, ну это... Ну, я понимаю, да, окей. Тут все профессионалы будут идеально проводить боевки? Конечно. У него второй взрослый. Тут на самом деле на боевке это две минуты дается. Вот если бы одна была, то может быть. Тут две минуты на боевке, так что это изи. Ну, ну, армия такая будет на Джедите с маслом, мне кажется, вообще без проблем там. Типа пять ангелов, сорок уток. Что тебе там, тяжелые боевки? Ну, уху взять, коробочки там добрать, все такое. Не знаю, мне кажется, вообще без проблем. Ну, здесь уже в любую лезем без чека. Блин, ну, ему везет, конечно, размеры. Макси. Просто идеальные размеры. Сейчас еще пара моралей вы... Ну, у него. Судачка. Ну, да, у него, у него. Ну, естественно. Естественно. Да бей! Кстати, пока не работает. Ну, а нижний убить. Почему? Я в нижний убил. А верхнего бы забыл, закрывал двумя. Да тут потеряет 30 бесов на них. Бесы уже отжор. Ой-ой-ой, моральки. Неприятно. Ну, кстати, еще мораль. Не у него и минус ангел. Вот на последнюю. Вот на вот эту. Да. Ты как будто заклинаешь. Не надо тут на морали. Все. Ну, блин, ну... Ты уже смотрел, у мамчика там тоже жир. Сейчас будет жирно-жир. Ну, тут какой-то слишком жесткий жир. Там действительно 30 бесов. Изи. И Игнат. Ну, он Игнат будет, смотри, выходить. Без книжки. Не, я думаю, Игнат будет бежать в центр. А, типа, слогой с перчатками? Да. Ну, тут за счет света победит, походу. Ну, там в зависимости от центра, конечно. На глазок он до центра добегает. Кстати, ангел не оставил. Ну, бесик, восьмой разгон. Я бы оставил. У него ж 20 хлопов. Ну, ну, то ангел нафиг там не нужен. Ну, вообще, да. Ну, тут зефирка, конечно, да. Но тут уже мясо столько. Аджора столько. Что нафиг этот ангел не нужен? Ну, сколько там это? 150 муглов выигрывает такое. Вряд ли пригодится. Ну, ты зря недооцениваешь. Не, ну, мы видели, да, в предыдущей партии, в первой, точнее, да? Да. Не хватило 50 мулов. Да, поэтому я тебе говорю, это на самом деле бывает очень сильно реляет, когда вот там не добегаешь, что мула до города, может и границ будет. Понятное дело, да. Так, ну что, тут тоже большая? Ну, по идее, двадцатка должна быть. Как-то скромно. Как же Макс. Блее. Ну, шестерчик. Нашка. Морали, вдачи, все дела. Солнышко, это такая имбища, конечно. Соглы. И это мы еще даже не собирали улики. Да. У него уликов там тоже вроде нормальное количество. Ну, а что, три зефирки, 26 циклопов. Нормас. Профессионал. Сейчас еще внизу что-нибудь разведаем. Раз уж поехали. Мечик, например. Лишним не будет. А, и к концу. Ну, конечно. Слишком сложно. Я бы, вот, кстати, не уверен, что на его месте бы сейчас не съехал. Ты не хай роллер, что ли? Ну, типа там город нам этот, он не нужен. Мы завтра выходим, ну а максимум удобрать. Так, а что тут добирать? Ну, тут улик и так доберется. А, тут ничего нет, он тогда может быть. А вы, не, подожди, а вывезти домой и уехать наверх сегодня? Как тебе такой вариант? Ну, значит, сверху ничего нет. Ну, единственное, что мы улик, типа, да, не добираем. Там сверху только коробки. Насколько я помню. Не, там улей еще есть. С правого, на улей он на выходе. Так, здесь покупаем. Что там, хаст нужен, хаст нужен. Хаст. Изикатка. Ученый. Сюда плюс атака. Хил. Вот это мы и так вывезли. Вот этот улик, да. Вот этот никак. Ну, мы, я не уверен, что он бы вообще как-нибудь вложил. Нет, у него там еще вроде был где-то сверху улик. Нет? Нет, улика есть прямо над замком, но легко вроде. Там над замком и еще над выходом есть. А, ну. Вот, над выходом еще за демонами. Сейчас выставить. Ну, отличный выход, один и не шесть. Да. Ну и вот вопрос. Момчик будет один и не шесть на GDT выходить? Или будет через утопу играть? Я бы через утопу играл. Но ты бы выходил. Я бы выходил. На конюшнях. Еще, кстати, не видели мы, есть ли у мамчика замедло. Но у него свиток был, по-моему. А, ну ладно. АГО мы тоже не видели, да? Да там пофиг на GDT. 70 маны. Будет 50 уток. 5 ангелов. Какая-то сколько угол. 50 уток. Смотрим. Да. Таймер у мамчика что-то вообще забей. У него сейчас прибавится и будет 6 минут. А Ньюткон сходил, у него почти 4 осталось. Блин, это жестко. Да мамчик всегда без таймера играет. Это понятно. Уп, квестики. Это важно. Самоцветики возьми, зачем тебе опыт. Когда последний раз давал квест на джебусе? Да не так давно, наверное. На обычном. На обычном. Сдавал. Полезно? Что, ну а это очень редко. Но это, как правило, лейтуха, когда идет, тогда сдают. Опа, играет чемпион. Сюда. Тут, кстати, можно с единичками, конями взять дракона убить. Черного. Там золотой. Золотой там, по-моему. Но. Не оденечек, правда, очень мало. Ну, не утроглое есть. Типа вот. Ну, он сейчас вот таймер льет. Да тут ошибка вообще-либо очень серьезная. Он хочет еще одного героя купить, видимо. Ну. Не, ну чел, ну ходи. Ну, серёг. Ну, ходи, пожалуйста. Да забери ты уже на эту башню. Ну, тут таймер важнее нам тысячу раз, чем вот этот башня. Бед, ну, конечно, магом со статами 0-0. А что он всех берет? Зачем? Боится, что в коней впилятся. Да. Ну, они, если коней сразу не бьют, то изи. Даже фейк прожиг, никой не нужен. Просто с разгона бьем. Кстати. Не, они не убьют же коня с удара. На, деф нажимайте все. Деф нажми. Просто нажми деф. Не отрискуй. Не, ну, у него нет морали у дракона. Просто деф нажми. Да, столько бьетчел. Спасибо. Сапоги-перчатки вот из этого угла вывез. Ну и смотри, мы джиддита сейчас ставим сапоги-перчатки на лошадке и завтра финалем юниткона в центре. Жиддитом. Смотри, мы сейчас ставим джиддитопу-допу и ставим героя под выход. И на архах разваливаем. Так архи только на седьмой день встанут если конюшню не ставить. Ну, хорошо. Ну, тогда с утопой просто разваливаем. Вот я тебе говорю, сейчас ставим жиддита. Сапоги-перчатки на выход. А где же? Добираем вот эти 50 ульев, 2-2 концы, а вистаном берем утопу. И выходим с жиддитом с утопой. А если утопу Макс? А что утопа? Ну, ты говоришь 50 уток, то, конечно, тяжело спорить. Если 50 уток, то и Макси возьмется. Ну, ставь конюшню, чел, конечно. Давай. Все, и на выход. Но он обязан так сыграть. Пожалуйста. Все. Все, послушал тебя. Ну, он обязан так играть. Ну, нет, плач не нужен. Что он делает? Ха-ха-ха-ха-ха. Он берет башу. У типа. На концу он идет. Не то и не... Ну, короче, не то. Все. Он начальник будет завтра брать к концу, разбиваться, вставать под утопу, на седьмую брать утопу. А счастье было так близко. Расстроил меня момчик. Да. Такой же крутой план. А что, почему он... Ну, он сейчас фангармов едет. Но он тебя не услышал. Но в следующий раз говори ему прям на уши. Не, я не фангармов едет заливать мясо. На коробку он вообще забил. Да, по коробке жесткая. Там, если 20 плюс фангармов, там реально фанатиков могут дать. Ну, вот он сейчас берет, а что уля большой, да, он думает. Че, а че, какой смысл концу этот убить с джиддитом? Смотри, он берет сейчас вот этот улей, уезжает наверх и берет там три улья. Еще он потом тридцатью утками не возьмет к концу эту три четыре. Мефала какой-нибудь или вот этим же Вистаном качаным. В тридцатью скобочках шестнадцатью. Че он делает? Зачем он герой покупает? Я не знаю. Ну, антитемп пошел, да, антитемп пошел. Он чек очень пошел. Смотри, как сейфовы играет. Ну, кстати, Макси. Ну, там статы плохие, но надо ехать наверх тогда. Ну, как плохие? Там минус 2 морали вообще под дулик, это очень круто. Плюс там, ну, этот Вистанус. У него по армии 4 коня только дамажит, ему убивать нечем. Ну, да, потому что он нож к 6 секунд рел. А где к сети все пики? Где он залил пик? За коней, наверное, не знаю. А нет, с конями он уже дрался 10 пиками. Ну да, ладно. Неаккуратно подрался, окей. Ну, у него медузники лезем. Ничего себе ты. Полторы минуты у него осталось. Ну, блин. Сейчас пара чуть-чуть сомнительно, какая-то. Пока везет. Даже, и то, что он сплетел, то есть. Тобой вообще все потерял, кроме коней. Да. Ну, тут всего-то и ничего. Морковь потерял. Маркинам нужны в улике. Ну, у него деньги типа кончились. У него деньги типа кончились, потому что он улик. Ну, он чекал улик, потому что, да. Ему можно было, знаешь, как просто большой. Он, смотришь, а марками стрел ударил случайно. Ну, видишь, уже светится на тайминге. Поплыл, короче, все, он поплыл. Поплыл. Ну, я не знаю. Ему тут, ну, должен быть очень плохой центр у Юниткона. Юниткона и какая-то супер жесткая у топа у Момчика, чтобы выиграть это. Не знаю, по-моему, ну, типа... А он Ангелов хочет ставить, у него 500 монет в казне. А Ангелов он не хочет ставить, он же поставил конюшню. Нет, он на седьмой хочет Ангелов ставить. Ну, это когда еще будет? В смысле, у него 500 монет. Да не, он тут на цепи все тратит. Мне кажется, Ангелы тут не встанут. После утопа... Такой смысл, да, задержится, стархов не ставишь. Не знаю. Ну, просто утоп. Если Джо Руликов скислил. Чтобы вальки вывести. Смотри, сейчас еще один улик большой, и мы там заливаемся. Ну, он не полезет большой, будет соседний чекать. Тогда мы еще сольем своего Аджора. Да, мясо тут совсем... А, тут маленький он чекал. На коня... Видишь, даже маленький с потерей коня. Ну, тут Валя, потому что он такая себе. Не пробивает, кстати, в это 180. Слабо свешивает. Неприятно. А надо было, значит, стремясь сначала. Ну, тут минус моралька есть, плюс у нас моралька. Ну да, вроде коня не потеряется. Нет, кстати, конь, наверное, потеряется. Хотя... Не, не потеряется. Или потеряется. Не потеряется. Близко было. А если бы слабость не кинул... Ну, короче, он там неправильно... Да, если вы первого пробил муху, то хватило бы. Ну и что? Берем единички или тем следующее. Надо верхний брать. А почему? Верхний маленький. Откуда ты знаешь? Сценарий опять читал. Да, я понял. У него на самом деле здесь... Ну, вот он не прочитал тоже сценарий, да, Момчик? Супер линейная сдача. Значит, берешь за фангармами 20 гречных мечей. Лежишь сразу в Макси улик. Да, ты понял? Да, я понял. И все. Ну, действительно, коробку, как будто он мог вскрыть, придумать, как... Не так сложно ее было вывести. 30 арбов и 4 коня вообще из эту коробку бьют. Ее на самом деле и 30 арбов бьют на каком-то вое нехорошем. Там стрельбой на Валеске. Большой. Ну и что тут? Ну, тут Макси будет. Да. Нельзя лезть, наверное. Я же говорил начально, а верхнюю взять. Я говорю, говори в наушник. Ты как-то... Мне все говоришь, я же не играю. Могу сделать. Нет, а тут сдача очень жирная, очень жирная сдача. Ну, тут как-то, я не знаю, вот он здесь вот в моменте. Может быть, стоило Джидита потратить на Макси улик, кстати, да? И повести его под утопку. Типа, то есть не трогать вначале, вот зачекать эту эту улик, видеть Макси и Джидита на него потратить. Вот он, видишь, даже цель, что типа он Джидита Макси улик. Ну вот, видишь. Не, ну это поплывало уже, на самом деле. Грустно, 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 да. Да. Ну ладно, что. Мы надеемся, Казакова чайник в топе. Чтобы какая-то борьба была. Единичка. Не очень повезло. Ну да, ну тут, в принципе, нормально все. Явно лучше, чем у Момчика. Я говорил, что мне сдача Ваде нравится больше. Ну, не знаю, мне на Каске очень сдача нравится, реально. Она очень хорошая. Ну, хорошая, бесспорно. Она очень хорошая. Там просто как-то по-другому может сыграть. Не знаю. Попробовать. Я бы, возможно, действительно Джидита вообще не до конца хода оставил. И после того, как чекнул бы Макси улик, пошел бы им, наверное, ну то есть поменял бы план. Пошел бы Макси улик брать. И потом бы его под утопу через колодец тыщил. Вот, давай, как МРФ, Беспощадно. И все объекты еще большие. Ну, кроме Констана. Ну, кроме Констана, да, чекаем обязательно. Сюда, версия. Нет, тут тоже такая достойная достаточно сдача. Да тут таймера еще много. Ну, если он до центра сейчас добежит, это будет похороночка. Большой. Да, да. Приятно, приятно это все собирать. Вообще. Соломышко еще. Ну, у него статов так себе, да? Нет, ни меча, ни щита нормального. В целом, окей. Тазар поздновато зашел, ахтазарчику бы сейчас десяточку, да, тут скормить. Веришь Тазара? Ты, я вообще смотрю, веришь в дефенсеров? В дефенсеров? Ну, там, про мифу говоришь, про Мариус и все такое. Только если они имба. Имба. А, ну, Мариус? Да, Мариус просто воин без лишних навыков. Почему нет? А Тазар? Ну, Тазара на землю, во-первых, шанс очень большой. Во-вторых, ну, там, наверное, лучший воин в игре. Ну, кто-то скажет, что Юри теперь лучший воин в игре, да? Ну, еще одна большая улика. Да. Трех улев, 24 утки. С трех застав 26 циклов. Да, да. С трех улев, да. Да, да. Это скилл. Красиво катает. Еще и Гогов сохранил. Да, на единичке. У него есть собачки есть. Поехали. А там еще коней мало. 20, 49. Еще и перц можем кинуть жестко. 42 коня. Понимаю. Интересно, это минерал? Ну, я думаю, что около, около мини-ролла. Не уверен? Думаю, что мини где-то в районе 42, наверное. На глазок. 39. Так 42, это их здесь и есть. А, 42, а мини-ролл 39, да? Ну, вот. Ну, то есть, ну, это вообще идеальная сдача. У него все идеально. Ну, у него, знаешь, что? У него кач плохой у Ивара. А вот так, вот просто идеальнейшая сдача. Ну, еще конца, да, размеры, не повезло. Ну, очень не повезло. А так, ну, просто. Ну, а представь, у него сейчас было там 16 клопов и 16 суток. И он бы без масла вот сюда полез. И коней 60, да? И коней 60. Он бы умер просто. То есть, насколько вот рандомчик, да? Угу. Да. Ну, коней, правда, он видел 2049 изначально, поэтому плясанул. Напоминаю, что это сдача на 2 плюса от обоих. Ну, только что-то у Момчика не так все хорошо. Притом, что там, на самом деле, сдача-то жирная тоже. Ули большие у него. Просто как-то, ну, как-то в моменте вот что-то начал не в ту сторону играть. Не знаю вообще. Собраться ему надо. Еще в теории камбэкнуть можно. Надо собраться Момчику. И сыграть правильно. Цита-центр? Да. И таймер еще остался у Ивана. Таймера вообще много. 6 минут еще это очень много. Ну, что, добежит? Я думаю, что нет. Я думаю, что да. Не, куда вниз? Куда вниз? Действительно. Вот это. Тюрьма. Тюрьма добежит. Тюрьма добежит. Но он без тюрьмы, мне кажется, добегал. Ну, на глазок непонятно. Ну, все. Тут уже, честно, хорони Момчика. Добежал до центра. Денег нет, но у него на два героя есть. Этого достаточно у топа есть. Просто сейчас берет два уля. Покойно завтра Иваром берет у топу. И все. Щит вот еще есть на статы. Герой-то не очень быстро. Еще передаваться приходится. Че-то мне кажется у... Ну, вот вот тут. А, добежал бы, да, реально. И вот улик, да? Берсук, кстати, может дать. Да. Можно. Нужно. Бэм, по-своим шмаляет. Ну, и все. Там еще коробка какая-то за мантикорами. На право просто герой отправляем. Одного можно вернуть на Ивара. Взять улика, вернуть на Ивара. Не знаю, есть ли в этом смысл. Наверное, нет. Можно вообще через портал домой отдать. Он думает, сифрово будет играть все-таки. Домой думаешь, оттуда заправлять? Ну, вот через внешний ТП успеет же. А Ивар добегать до центра? Он чуть не дышит пример. Если Ивар добегать до центра, то лучше, да, домой вернуть. А вот щит получше. Я думаю, что нет. Ну, вот и дозар качается. Сейчас прокачаем. Может, Магогов подставить. Или что-то не хочет. Ну, что так, блок на дороге. Еще бы тут ГС был. Ну, ГС был бы жестко. ГС было бы супер жестко. И пробил. Разведка язык пол. Ищу тюрьма. Ищу рулик. Ну, по идее, против двух плюсов он должен как-то бояться. По идее. Он видит, что центр небольшой опять. Вот. Это, кстати, хорошая тюрьма. Видите, убегут. Не успевает. Ну, кстати, тюрьма неприятная. Ей накрыть могут в теории. То есть он должен понимать, что если момчик стоит под выход на конюшнях, то он этой тюрьмой накрывает. И вот вопрос. Будет ли он сейчас убегать домой? Там еще, кстати, город может быть на выходе момчика. Да, мне походу не будет. Да, город остается на Сандро. На Сандро. Ну, у Сандро есть Берс и Замедло. Ну, нет, сомнительно. Вот его бы Джидид с пятью ангелами сейчас накрыл. И там тридцать с ютками. Это эзекатка была бы. Ты же это понимаешь? Там дорога, короче, завитушка идет. Там бы добежал Джидид сапоги, перчатки и конюшня. 100% бы добежал. Ну, на Макс разгон не может быть. Ну, на седьмом он был на Мухе. Так, ну ладно, смотрим. Смотрим. Поехали по уликам. Сейчас еще один большой за кентами. Сейчас кенты нам еще весят Джору. Где он вывозит? Да, все, замедляемся. Как будто момчик слился, но он даже не слился, он просто... Просто все. Затормозился жестко. Да, не знаю, насчет. Там должна быть идеальная утопа, это треха. КЗ, КВ, отчаянникам. Тут все, кстати, что-то тоже как-то боевка непонятная. Ну, что он рассчитывал. Два коня убили. Они просто сразу побежали, поэтому в них стреляли. Ну, и в них и так стреляли. Глобомчика мы до сих пор не видим, а Ваня пробивал чемпионов. Нормально, бьется. Ну, отбил пушку, хорошо. Да. Ну, он сейчас с Жиди там берет Макси Улик и на под утопу встает. На седьмой день должен утопу бить. И как, кстати, поставят Ангелов с утопой, да, по идее? Ну, да. А Мефой пойдет сейчас Фангарма вбить, и там мячи будут. Чек эти. Так, погоди. Че? Тут проход есть, да? Нет, тут прохода, он будет сверху оббегать. Ой. Так там, без разного лодится, на сапогах, перчатках, конюшни, он добежит всегда. С запасом. Окей. Окей. Тут масло. Ну, масло, ну, или стрелочки просто, и типа стрелочки, 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 и бьем, бьем, бьем. Нет. Какая тут разница? Только маны всегда хватит, как угодно. Да, согласен. Можно вес нажать. Для рана. Ну, сейчас хотел... А, ну, нормально. Сейчас будет уток бить. Представляешь бы, у него жидкого не было? Чтобы он здесь сделал. Слушай, как он будет вывозить верхний улей? Я не знаю. Он же вообще оттуда всех герой. Но он подумал, что там, если даже нижний он берет маленький, то все равно Макси умирает, да? И он подумал, уеду так, но... Ну, еще туда герой с конюшней поставить, наверное. Не знаю. Ну, вон там, коробку идет бить. Наконец-то. Те самые 20 мячей, да? Угу. А он, может быть, сегодня туда уедет на армию? Не знаю. Вот он жидит оставит. Через... Ты уверен, что он успел? Володец. Опа. 100 маны будет. Ну, просто посмотри, как там бежать еще. Там еще до колонца... У него 2... Там 2... Сколько? 2... 2 700 мувов. Да я понимаю. Все равно, да хрена. Ну, или на один... Че, один 2-1 у топа. Не, он смотри, под разбивку ставит. 23, но Таизе мячи вообще. Ну, он быстрее пробьет, чем я посмотрю. Да. Монки даже. Ну, я тебе говорил, это супер линейная сдача. Ну, блин, она же читалась. Даже Монки, а не мячи. И он бы сразу брал Макси уль. Представляешь, какой бы темп был, если бы он эту коробку на третий день открыл? Представляете? На пятый можно было выйти. Вот такие коробки за фангармами. Ну, он ввозит, кстати, два уля. Вывозит завтра. Ему вот эту концу надо вывозить. Но было бы очень сильно, на самом деле. Было сильно. Да, да, да. И сейчас понимает, что проспал свое счастье, Мамчик, в этой коробке. Ну, да. Немножко это будет давить на него. Ну, он тут все-таки берет завтра. А, ничего. Все-таки берет, будет забрать утопу, видимо. Может быть, кстати, с двумя ресами, без колодца будет брать. Просто. В это я больше верю, да. О, еще конца была. Ну, у него уток много, уток много. 18 плюс два уля, там один из них большой. А концу он слева вывезет от замка? В конце? Ну, да. Вчислим. Умэйна, которая слева? Да, да, да. Вывезет там на конюшне легко два героя возит. Окей. Тут сейчас вопрос, что здесь в утопе. Ну, кстати, смотри. Сейчас в утопе дают фигню. Единичка. Там какие-нибудь мешком, да. И так-то момчику дают что-нибудь жесткое, и так-то шансы у него есть. Ну, это пока, да. Потому что пока-то не особо ничего-то видно. А что должно быть видно? Вроде и так все очень жирно. Типа пять оллы, и КЖ не лежит, да. Ну, да. Как ты говорил, в прошлом, слишком сильно Иван напрухал сразу. Тут как-то не сдало. Ну, вот так вот я сейчас смотрю. Если вот так оба расклада видеть, то, мне кажется, Castle-то получше будет даже. Что, не согласен? Ну, блин, тут тяжело теперь сравнивать, потому что тут Inferno плюс центр, а Castle без цены. Нет, я имею в виду не как разыграно, а вот сами, если расклады, смотреть. Не, ну, ладно. По расположению, по размеру объектов, там вот, по коробкам. Ну, вот я согласен, с коробкой на монахов, да. Тут можно гранжу. Она реально, ну, она халявная. Халявная коробка. Ну, ладно, смотрим. Так, для коробки. А сколько их было? 120? 15, что-то, не особо. Это типа весь четвертый какой-то? Наверное. Ну, ладно. Медведи, да, решил красить на 7? Ну, кстати, хорошее решение. У него 4 полнычки по дороге. Он после утопа их все красит, и у него на 1218 медведей. Как будто коробку нашел, только за свои деньги. Можно не покупать. Понял. Купить. Бэпки не проблема, он решил. Он улик еще, по-моему, вот этот не брал. Да, да, он улик и не набирал. Ну, что, евро-мутопу идем бить, я так понимаю. Еще удобно, не, ну, тут уже нормально он раскрутится. Еще удобно, забей. Ты тоже тяжело. Разу для утопа берет 1 евро, 2 Игната. Ну, кстати, он типа красит нычки по утопу, да. Медведи в утопах засидите. Только бэпки кончились. Хватает? Он вроде, ты что же стоит. Надо даже 1500. Все. Сейчас у медведей в утопе солит. Да, у медведей для под утопа убрал, они будут в степи из них надевать. А что у него там есть? Какой-нибудь блесик хотя бы. Хилл есть масса, я помню. Блесик не надо. Устретим СП такое себе хилл. Ну. Чем богато. Блесик бы неплох смотрелся. Ну, кстати, 11-11 нормальные статы с солнышком из утопа. Только Макси неприятно. Сейчас. А еще утопа. Оу. Волбун. Тут что-то шансов мамочку не оставляют, походу. Единственное, пока герои с землей нет. Да пофиг, тут тюрем столько. Блесик бы, да. Ну, жажду, кстати, надо давать, наверное. Я бы дал. То есть, если мы убиваем, мы сразу шотаем красных. Но он не выбивает с жаждой. Ну, там можно попробовать. Ну, просто ему нечем добивать. Были бы какими-то там 10 гоблинов, может, и добил бы. Ну, он либо хас дает, сейчас красных добьет. Бьет красных. Потом зеленых типа шотает. Удачка. Сейчас уже можно... Че, я бы черных ударил, кстати. О чем? О чем не понимает. Он думал, что они будут, яички бить? Нельзя бить черных. Окей, 3-3. Нормально. Ну, все понятно. Для скорости чайник, колпак. Понятно. Ну, че, открываем тюрьму хорошую? Да нет, тут забей уже по 4 утопа и тюрьмы. Все ты ливаешь, да? Да, можно ливать. Можно ливать там архи, не архи. Но я не знаю, там должна быть такая идеальная утопа, чтобы какие-то шансы были. Так, еще тут он... Он забирает все-таки город на выходе у Момчика. Ну, кстати, у него круто забрать, за руинить постройку и увезти оттуда и просто руинить постоянно построить. Нужно и так. Если там что-то интересное будет, то будет добирать. Ну, да, это понятно. Ну, сутка. Диплу не берет. А он знает, что там на выходе город? Он по рассмотрам видел? Он же может выйти налево. Вот сейчас он видит, по-моему, кусочек города. Но он знает, что точно снизу нету. Смотри, он даже флэш будет. Ну, вот он город. Вот не бейся смысл. Ну, сейчас он уже не заеруинит постройку. Да, ну так уже нет, конечно. Ну, еще. Феникс и ногового болел Момчика. С Ресом действительно это легко пробивалось. Ну, он сейчас, по идее, Игнатом должен ехать бить нижнюю топу. Зефу не добрал. Он в курсе? Не забыл. На той мере уже. Гриндан заходит, вот те герои с землей. Да, полторы минуты осталось. Ну, до него, кстати, ДД есть. Подкачивать ставят. Коробка хочет. Чайник не забудь надеть. Не за коробку из ДДД вывести. Ну, да, там правда еще ладо, не знаю. А, там, кстати, слабые. Багаж слабый, а там жерелик лежит. Да-да-да-да-да-да. Не, я думал, там их пить 99, но 20-40. Не, Момчик до сих пор не видит, да, там. Но он понимает, что оппонент сего. Го, подошли. Но он по городам видит, что уже вышли и в город забрали. Еще чайник. Ну, то есть, у Момчика чайника в итоге, скорее всего, не будет. Ну, да. Ну, так, Казак, КВ, Пиотел, Четыре Олл, Макси нужно. Но Макси с двумя рейсами он не возьмет. Ну, согласен. Смотри, гриню разгоняет. Мне кажется, он не заметил сам, как передал. Да, не возглавлял. Кажется, типа мы. Ну, вообще здесь Игната надо мейнить под пузо, по миру. Вот это, кстати, АКВ. Ну, че, надо в топ убить. Что происходит? Просто подумать. Чекает сколько их типов. 8 на 7,56. Мне кажется, в топ вот столько же до мейджи нанесет, сколько и коты. Нет. Ну, он в топу не хочет, что ангел умрет. Он мог со стороны на ней убивать и им снять. Ангелом. Да. Так. Крижите морали. Удачи. Да, блин, у него тут еще гоблин уже 90-го, вообще идеальный джор в топу был. Ну, ангел не захотел терять. Вот и весь ответ. Ну, че, он здесь остается, я так понимаю, типа, видишь. Уже никак не выходит. Не выходит. Диплом почему-то не уважает. Ну, он не рассчитывает на то, что момчик как-то там заберет и город на выходе, и центральный замок. Типа там далеко. Так, так завтра будем две утопа крошить. Видишь, что там лучше юнит кони, даже ангела нету. Ну, и вот что ты скажешь, когда тебе два плюса лепят, и на седьмой день конь лучше юнит. Твои мысли какие-то? Скажу охрененно, охрененно. Чаще такие два плюса ставьте. Типа, ну, наверное, мысли, что залился. Такие мысли должны быть. Ну, примерно, да. Ну, сейчас все. Вот вопрос. Если сейчас будет утопа фигня, он напишет сразу ГГ. Или даже Таула играть. Не, если утопа единичка с Чеша, то точно напишет. Если утопа типа на архов. Он видит, он видит город из ТТ, да. Да, понятно, видит. Видит Игната еще с резистом. Ну, да. Да. Да, не напишет. Ну, судя по прошлой игре, реально не напишет. Ему надо конца еще вывести. Конца вывести. У него три тысячи. Да, напоминаю, что эта игра за выбор... Ну, то есть, за шанс остаться в турнире. Да. И плюс эта игра еще и... Ну, тот, кто проигрывает тут, вылетает в открытые отборы на следующие турниры. Это тоже важно. Знаю по себе, отборы там жесткие. Реально жесткие. Я тоже по себе знаю, да. Да. Ну, я не знаю. Нет, если единичка с шешей, мне кажется, он сдастся. Я бы сдался. Ну, а что? Тут как бы трезво надо оценить ситуацию. Ну, кстати, у меня всего 30 суток, да, получилось. Ну, я взял три улей, да, когда четыре улей он взял. Такая пятая улей, где? Бельше стоит и говорил. Ты вообще говорил, шесть улей, я помню. Подожди, а уникон взял три улей, и у него 26 суток был. А, да. А тут были макси, предмакси, шестерка и минималка, да. То есть лишняя минималка была у нас. А так поровну. Ну, да, игра за выбыванием. Игра за выбыванием. А победитель там будет играть с Кристианом Вульфом. Да, да, за выход в плей-офф. Ну, что? Ну, ему нужно добрать еще к концу справа, слева от города. Да, ну, два героя нужно. Ну, у него здесь вот Кира сидит же. Блин, ну, кстати, то, что он герой не поставил туда, конечно, ему дороже обойдется. Тройка. Нормас. Тройка нормас. Мог бы Монков не всех брать, а единички оставить. А единички у него вообще остались? Чемпионы тоже умирают? Да. Не ценит таких важных юнитов. Чемпионы тоже умирают? Звучит как название фильма, как-то. Я бы посмотрел. Да. Вопрос. Будет ли он через колодец? Ну, тут надо сдавать чемпиона. Будет... Ну, он утку сдал. Понял. Ну, колодец посещать или просто? Или вот так, на двух ресах без счета пойдет? Придется рез и трейдить, у тебя выбора нет. Да там, вон, особняки же есть, трейдер, рез и. Вот здесь, кстати, мужика достанет. Он соберет. И данжи, по-моему, кто-то сидит. Ну, здесь две кучки. Идеально. Давай-давай-давай, момочек. Кстати, герой подговора есть. У него у Риланда есть, мувы. Подгона, ну, вот так что поставил. Ну, все, мы еще и подбираем. У него 30 секунд, 30 секунд. 30 секунд. Не успевали, молит, будет так лезть. В Максе, кстати, F. В Нема, тройке. У нас в тройке 6-1 боевые статы, единичек нет. Или единички вот, когда не сделать, я не знаю. Тоже F, да. Да что ты, да, тройка тоже больно. Боюсь, не берется. Смотрим, чекает. Маленькая. Двойка. Нельзя шелдовать, кожаник, дворец. Ничего не надо. Тут у ангелов выгоднее терпеть. У них дефо больше. Сразу надо арестовать. Он еще как-то поставил. 12-ю так выбили, мне кажется, наш вес как раз примерно это. Что-то вообще жестко. У него вообще на 8... Не, блин, это опять. Че-то F еще. Ну и насчет F не знаю, но большие очень потери. Если они не будут дизморалиться сейчас. Тут бить надо, что в ангела били. У ангела дефо гораздо больше, чем утки. По статам выгоднее, чтобы в ангела лупили. По статам выгоднее, что-то смерть походу, нет? Не, ну... Но я не очень понял, почему он на предыдущий ход не резнул уток. Он бы ударил сильнее. Ну, вот уже минус утки все. Ну, сейчас утки... О, спасло сейчас. Надо еще раз так. Подожди, все равно умирает. Он от одного дракона убивает. Сейчас у нас билетки будет. О, забей. Ну, снимаем ответку. Ну да, снимай с зеленых, бей их. Так, теперь нужно, чтобы все дизморались постоянно. Да, давай. Одного дракона убивает. Да, да, там 300 философрона. Дем, дем, дем. Какой жидкий, что-нибудь очень. Темпанули в открытые отборы. Да, нормально все. Ну все, гг. Не, ну... Все, как лев. Выделить, нет? О, моралька. Моралька, тащим. На тоненького, блин, почти взяли, кстати. Да, да. Ну, и рез был неправильный в первом раунде. Так бы взял. Но все равно потери выборы большие. Это печально. Это печально. Момчик покидает турнир. Давайте с Момом поговорим, спросим, Ва, про этот кассел, да? Злосчастный. Вова. Здорово. Здорово. Выключен у тебя микрофон. Ага. Да, да, да. Сори. Да. Ну что, рассказывай, что пошло не так. Вот было предложение от Жени, что не прочувствовал ты коробку за фангармами и с ней бы... Ну, 2049, типа заливаться там, ГГ и писать тоже неохота. На второй день бы, если я добежал туда, может быть, а так... Если бы их было 10-19, тоже полез бы. Ну, а по сути же получается, что по-другому и никак здесь не тампануть. Ну, возможно. Но я через маленькие улики хотел тампануть, в концу GD там. А верхний улья, кстати, маленький оказался. Ну, немало когда был. Ну, покажи нам УТОПу тогда хотя бы, что там было. Там 5-го было сейчас. Чест и Книга Огня. Чест на 6-сп. Ага. Ну, такое. Ну, хорошее. Ты не рассматривал вариант, вот, пупок тут топил на то, что GD-то... Ну, не брать УТОПу GD там, а просто выставляться им под ГЛО? На шестой день выходить, сапоги, перчатки, конюшни. Ну, можно было. Я просто УЛИ, наверное, на ГЛО, во-первых, не видел. Вот, и, хрен его знает. Решил вот так сыграть. Типа, ну, из-за того, что вот такая херня получилась. Я вообще хотел к концу взять и выставиться под ГЛО. Когда мы видели, видели, вот, но не пошло. Не пошло. Не пошло. Венили. Максимал очка УЛИК сразу дала, дала и... Че там все посыпал. Ну, да, ты как-то вот не угадал с размерами объектов, что ли. Надо было как-то вот в другом порядке их собирать, и все бы получше получилось. Не угадал или не повезло, можно еще сказать. Сгывает. Бывает такое. Ну, тут же давило немного то, что он вышел на шестой, получается, да. Вот я на видео, вот, и мне надо что-то было быстрее придумывать. Ну, это два плюса, все-таки. Ну, понятное дело, но такую сдачу я бы никогда не рейсил, мне кажется. Ну, ты, кстати, вот если бы выставился на пятый сапоги, перчатки, конюшни и на шестой выходил, ты бы добегал до него. И там он просто на нулем герой сидел. Не, ну, вряд ли я бы добегал. Тут сколько бежать? 2,700 там было у Джидита. Ну, 2,800 туда бежать. А потом он же дефался на Игнате, да. Ну, там Игнат тоже, грубо говоря, без книжки. Там у него вообще мейнов не было. Да что-то тут на выходе ничего нету особо. Ну, тюрьма вот за гидрами была. Орхов еще надо ману потратить, пробить. Ну, да. За гидрами что-то было. Не, у тебя вообще расклад, я бы тоже всегда из 2 плюса вставил. Типа, ну, кассов очень жирный. Никогда бы в жизни его не зарестил. Да, есть такое. Блин, там 2 блока еще. Архи и Морские змеи. То есть тут темп если сыграть, я аж без маны буду после био. Как мне дать, что ничего не сделаешь дальше. Отмечаю тут в чатике, что, кстати, кассов опять проигрывает, проигрывает, проигрывает. Не думал об этом перед, ну, на торгах и все такое. Да нет, особо не думал. Ну, предыдущий вот он выиграл кассов. Или подожди. Нет, ты играл за башню, а он за кассов. За башню, да-да-да-да-да. Все, что-то я немного грюканул. Ну, да нет, вроде как. Мне просто инферно вот это вот в предыдущей катке понравилось. И решил кассов. Ну, да, там так все было, раздачка. Ну, и он еще бан сделал за 500. Вроде не такой большой откат, у кассов получилось там 2 тысячи. Где 800. Ну, что ж, Мом, спасибо тебе за игру. Желаем тебе удачи в следующий раз. Удачи. Увидимся во дворах. Увидимся. Взаимно. Спасибо, что смотрели, болели, слушали чат. Спасибо комментатору, что комментируют. Спасибо, что позвали Heroes Hub. И давайте хорошего вечера. Как чат отмечает, вот то сердечко, что в центре это тебе чат передает. Вот, так что да. Не расстраивайся. Все будет еще круто в следующий разочек. Ба-ба. Хорошего вечера. Ну, а мы Ивана сейчас еще поздравим нас с победой. Но, помним, что Иван еще не вышел до конца в плей-офф. Ему еще нужно будет одну игру сыграть. Да, Ваня? Привет. Мы в эфире. Поздравляем с победой. Спасибо. Во-первых, да, поздравляем. Во-вторых, что хотели, что хотим спросить, ребят? Уверены, два плюса были от тебя во второй сдаче? Ну, в смысле, ну вот, в третьей игре. Ну, в полде. Ну, ты просто вот как-то сразу плюс бахнул, даже еще не разведав там, не наверх, ничего. Это чисто по двум зефам. Нет, там на первый день было видно два, по-моему, улья. Сейчас. Скажу точно, что было видно. А там две зефы и два улья. Улья. Зефа. Улей. Видно на первый день. Здесь мясо. То есть, ну... И охрана еще шикарная. Окей. И сразу решил качать ибора. Не рассматривай. Ну, главное, фенсер. Типа, ну, если не дадут этот... Если не дадут землю, то есть хоста, который, главное, на роли. Тогда утки будут обгонять. Это циклопы под стрельбой тоже будут наваливать. Ну, размеры хорошие. По стартеру еще... По стартеру у меня вопросик был. Чат говорил, что ты за калховый обычный играешь. Тут это правда, да? Или ты мигзаж? Но я не хочу просто Блиц играть на калхе, потому что это может быть проблематично. Я вот поиграл два раза на этом Игнате. Два раза там вышел на шестой день до этого. Ну, в принципе, по идее проще, чем на калхе, если игра от объектов идет, не от фарма, там денег и от стройки. Угу. Это интересно, это интересно, что перестраиваешь игру. И сегодня на флагсе тебя посмотрели, ты за флагс выиграл, хотя ты обычно его банишь и не играешь на нем. И вот на Игнате тоже это круто. Что подстраиваешься под турнир. Ну что, дальше тебя Кристиан Вульф ждет. Сейчас скажу, когда у вас игра это будет. И для счета тоже... В среду, по-моему, по расписанию. По расписанию в среду. Смотрю. Все верно. Десятый, если... Да, 10-го числа. 10-го числа ЮнитКон с Кристианом Вульфом будет играть за выход в плей-офф. Ну, а на сегодня все. Поздравляем еще раз. Спасибо. Удачи дальше. Спасибо. Зрителям тоже спасибо.